Здравствуйте, дорогие друзья! Я за последние за последние пару недель я заметил, что был один видос, меня многие просили его посмотреть, что-то там от какого-то отцовского общества, что-то там с Free Fire связанное. Я не знаю, я бы в Free Fire никогда не играл, но, наверное, видео... Я бы предпочел не исправлять момент. Мне кажется, все на своих местах, как есть. Лео, кстати, я начну с того, что я видел, до тебя многие доебывались, что ты специально ждешь меня, что-то вот это. Евген, по-моему, об этом писал. Все, блядь, чуваки, я просто попросил деда, пожалуйста, давай посмотрим вместе. И все. И все в этом видят какую-то конспирацию. Чуваки, это просто я попросил. Чел. Чел. Ну, смотри, нет, на самом-то деле я очканул Евгена очень сильно. И я не мог справиться с этим видео без моральной и анальной поддержки со стороны Келя, поэтому спасибо, что дождались, спасибо, что потерпели, спасибо Келю, что сегодня к нам присоединился. Чувак, я тебя буду хуярить вместе с Евгеном на пару. Да, я надеюсь, не давай мне спуску вообще, чувак, вообще никакого спуска. Написали аргументы себе. Написали аргументы себе. Блин, Кель, ты записал все аргументы? У меня блокнотик целый открыт. Нихуя, нихуя, ты подготовился. Все тайминги, все моменты. Ну, это чтобы меня разъебать, надеюсь. Надеюсь, не засчитать. А ты смотрел сам этот ролик? Я смотрел этот ролик, на самом деле, заранее. Но я был очень предвзят, когда его смотрел. Я весь его посмотрел. Я говорю, я шел к банкомату, тут довольно длинный путь. И я послушал в наушниках. Я, правда, не заценил. Вот в чем проблема? Я не заценил крайне качественный монтаж, который все хвалят. Очень-очень качественный монтаж. Вот даже вот Моразм, когда пропиарил этот видос, на коммерческой основе видос своего друга Евгена, он сказал, что... Евген наш чувак, это уже в свой доску чал. Типа да, но как бы наш кореш, как бы уже полгода его знаем. Правда, не по своей инициативе. Да и лучше бы, нахуй, не знали. Да и лучше бы, блядь, забыли. Да и лучше бы, блядь, он вообще нахуй до нас не дает. Ну, короче... Да че, блядь, ты что? Короче, но даже Моразм сказал, а монтаж Моразма я очень сильно уважаю. Он сказал то, что у Евгена очень хороший монтаж в этом видео. Вот. И что незаслуженно многие называют его фрифальщиком. Вот. И я на самом деле подумал, блин, а возможно вот этот аудиоряд, именно в совокупности с видеорядом, обладает какой-то силой. Может быть из-за того, что я просто послушал видео на фоне, я не до конца его прочувствовал. То есть мне нужно как бы получить полный спектр ощущений. И тем более, сейчас я буду смотреть это видео полностью непредвзятым, чтобы понять этот качественный контент. Сейчас мы знаем, что ты там такого наделал. На два часа, что ты там наделал. Чел, я, блядь, я не знаю нахуй. Я, блядь, боюсь, я боюсь на самом деле вспоминать, что было в этом видео. Воспоминания о прослушивании этого видео на фоне в AirPods'ах, это, знаешь, оно как страшные воспоминания, которые закрыты в какой-то части моего сознания. Я даже не помню, что там было. Мне страшно об этом вспоминать. Я как посмотрел, у меня сразу мозг закрылся, и я сразу заболел, короче. Но вообще, на самом деле, я не заболел. Это я просто боялся смотреть. Мне нужен был предлог, чтобы не смотреть. Да, мы все эти две недели или уже больше, я не знаю сколько, мы готовились. Я почитал комменты под видосом Евгена, и очень многие люди его там захейтили, и сказали, что плохо зааргументировано. Что за плохие люди, вы чёрные. Реально, пацаны, я осуждаю такое поведение. Бля, там тебе донаты просто охуя. Спасибо, спасибо большое за донаты, пацаны. Очень приятно. Очень-очень приятно. И если вы помните, что я когда-то говорил про то, что я люблю дать разоблачению настояться, чтобы меня все доебали тем, что вот оно вышло, и вот когда все уже заебались, я всё-таки его посмотрю и соберу донаты. Забудьте, забудьте, что я такому когда-то это говорил. Так, ну что ж, ты готов это смотреть? Я надеюсь. Я готов. Ты, 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 ты... Да, гэй, ставьте лайки, ставьте лайки, потому что лайки безумно помогают в развитии. Хотя, какое развитие? Ведь сегодня, в пятницу 13-е, после просмотра этого прекрасного видео, моя карьера на ютубе будет уничтожена, поэтому я собираю последние крошки донатов, такие постмортом донаты, скажем так. Не, на самом деле я решил посмотреть, потому что я более о чем уверен, но я уже даже чуть потыхал, зная там про меня, что... Как, как, как безумно. Да, чел, я ж твой подсос, оказывается, да. Это фейк донатов. Да, да, да. Ребят, реально, не ведитесь. Так, давай, кто-то будет делать нарезку, пусть она начнется вот с этого козыря. Я подготовился. Играю Free Fire, я крутой, я знаю. Играю Free Fire, я крутой, я знаю. Free Fire, Free Fire. Привет, что... Момент кринжа немножечко. Так, ладно, окей. Давай начнем просмотр. Момент. Ты готов? Кринж. Давай, подожди, это мой кринж. Ролик-то Евген наш тел, давай. Давай, да, начинаем. Так, слышно меня, нормально? Раз-раз. Здорово, геймеры. На связи ДП47. Я, по-моему, безумно соскучился, гайз. Рад вас видеть. Сегодня мы будем смотреть... А ты похорошел. ...с вами одно очень интересное видео. Тот самый Free Fire, который дефал маразмы, снимал разоблачение. На Келлену обосрался, тупизма защищал. На эмоциях снял. На меня долгожданное разоблачение. И сегодня мы с вами будем его смотреть. Подготовился, взял свой любимый напиток. И давайте. Блядь, вот сразу вижу... О, сразу вижу донат хороший. Спасибо, спасибо большое. Сразу неуважение. Он, понимаете, я понимаю, реквизит, вся хуйня, но я не пью в Жигули. Это не мой уровень пива. Он меня сразу же... Я узнал о твоем канале от Медового Мэдисона. Посмотрел пару видосов. И понял, что дед порекомендовал действительно вкуснятина. Нихуя на продвижение. Ну, на самом деле, да, то, что он все это сделал, типа, за 1990 рублей по промокоду ГАВ. А это же не изумеров. Бля, он же реально делал видео, типа, того тупые изумеры, типа, там. Играют в Бравл Старс. Смотрят Этипедию, Келли и Игоря Линка. Кстати, без шуток. Я Евгена Безачков не видел, он довольно симпатичный. Ну, да, да. Вот. Но, в принципе, за косплей и респект, типа, реально подготовился. Реально видно, что человек большое внимание. Типа, это вообще без шуток. Ну, да, да, да. Но вот с выбором пива, конечно, блядь. Ну, типа, ну, вот человек, он сказал, что смотрел все мои стримы. То есть, он реально все их пересмотрел. Ну, можно было пиво подобрать правильно. Пошел на куй. Посмотрим на это разоблачение. В данном видео изложено лишь субъективное мнение автора, которое может не совпадать с вашим. Если вы не согласны с автором, сделайте. Блядь, это мой старый, этот, дисклеймер, как со школы еще, блядь, записан на микрофон этот. Помнишь этот микрофон-палка за 300 рублей из МВидео, короче? Да, палочка с Веном. Да, 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 да. Который в попу пихать только. Типа, да, да, да. Смотрите свое видео вместо того, чтобы устраивать холивар. Это ваши личные проблемы, которые автора не касаются. Это какого года вот эти твои слова? Прямо же это год, где-то 13-го, наверное. Ебать, ты столько живешь. Заганяю ваш... У меня каналу 19-го числа исполнится 10 лет, блядь. Сухо. Ого. 10 лет гав-гава. Ладно, поехали. Короче, отец Евгена, если ты будешь смотреть запись этого стрима, чел, блядь, не позорься, нахуй, дай люди... О, кстати, вот этот арт, просто к слову, это мой лучший друг нарисовал. Ладно, это смеши. Леха, если ты здесь, здорово. Ты нормально поселить, посмотреть видосы, блядь. То, что посмотрели твое видео, не значит, что ты, блядь, интересный. Блядь, 100 долларов джузов В. Мы в честь этого можно сдонатить удачного стрима 2 натурала. Ушивали. Я все думал, чем я отравился, а потом понял то, что я смотрел для разоблачения на Килле. Моих критиков, моих завистников. Видос канала отца Евгена. Мне его почему-то кидает, не знаю, мне почему-то кажется, что он пытается так продвигаться. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени... Я пытался посчитать, но тут, типа, довольно сложно. Я просто думаю, сколько кредитов этот чел взял, сколько микрозаймов, чтобы помоёбываться бабками. Блядь, там все бабки дом заложил, блядь. Блядь, это, кстати, фотка, которой очень сильно горжусь. Я очень милый был в то время. Точно. Исследуя тему, можно... Когда? Пару месяцев назад? Вспомнил? Ну, смотри, сколько до истории зарабатываю. Я понимаю, что я вас не переиграю. Я понимаю, что ты какой-то хайф получил на старости лет, блядь. О, ты видел, там твоя аватарка была. О, да. Ты знаешь, что мы сейчас спорим с Free Fire? Я вас уничтожу. То есть, когда ты делаешь на кого-то разоблачение, нужно подходить к этому ответственностью. Блядь, это фильм от Marvel, смотри. Попустил одну очень важную ошибку. Он реально думает, что в интернете он в какой-то эхо-комнате, в которой его никто не считает, что пишет. Блядь, жесть. Мяу. Я прочищаю за собой следы. Жёстко-жёстко. Критический разбор. Так погодите, это же критическая монография. Не, короче, прикол с этим состоит в том, что... Я просто видел то, что когда он собирался это выложить, мне скинули, и ему кто-то в комментах написал, слушай, назови, как Зио про этипедию назвал, типа, критическая монография. И он изменил, короче, название перед публикацией. Реклама. Прямо си... Блядь, долгое было вступление, но... Сейчас на территории соседних государств ищут укрытия и поддержки десятки тысяч наших граждан. Эти люди одиноки, морально подавлены, финансово ограни... Немножко не понял там текст, проскакивал, типа, ты коллаборационист. Ну, если я не ошибаюсь, коллаборационист немножко громкое слово. Это люди, которые... Вот я даже загуглил на добровольной основе сотрудничают с противником или оккупационным режимом. А, чел. Я понял, что тел... Ну, я национал-предатель просто, как бы. Это сразу понятно. Ты с кем сотрудничаешь? В США? Я... Газдеп? НАТО? Чел, ну, США произвела такие nice видеогеймс, как Call of Duty. Поэтому я полностью... То есть, родину за Call of Duty. И за Coca-Cola. И за McDonald's. Не, на самом деле, я немножко не понимаю этой предъявы. А в чем заключается вот здесь рофл? Ну, типа, ты не поддерживаешь войну, блядь. Ну, ты изначально этой позиции, ты никак не лицемерил, ты ее не поддерживаешь. Плюс, насколько я помню, я, может, ошибаюсь, но у Евгена был пост. Что-то про повестку, по-моему, вроде тебе показывал. Что ж там было-то? Чуваку пришла повестка, но она неправильная пришла, поэтому он не пошел. И что-то он писал там, типа, его в планы 100% не входит идти, типа, вот, воевать. Ну, я думаю, что... И чел сам находится, он сам писал в 4000 километрах, от своего места и повестку получить не может. Он сам об этом писал. Я вот немножко не понимаю предъявы, когда, ну, чел в аналогичной ситуации. Я не знаю, в какой он стране, конечно. Не, ну, я думаю, что это только вступление. Может быть, это будет объяснено более широко позже. Ну, может, да, может, я зря доебался. Может быть, действительно, да. Пока что я вижу противоречия немножечко. Наш фонд старается помочь каждому, кто прямо сейчас находится в этой непростой жизненной ситуации. И мы призываем каждого не оставаться равнодушными. Каждый из них нуждается в нашей с вами поддержке. Давайте поможем нашим бывшим согражданам. Отправляйте донаты в фонд помощи беженцам-коллаборантам. Ссылочка в описании. В альбатуре-коллаборантам. Чего, блядь? Ну, че, знает значение слова коллаборант. То есть, типа, люди, которые не захотели... Блядь. Ну, я думаю, я пояснил, почему этот аргумент не имеет места. Боже мой. Чувак. Реклама окончена. Данный видеоролик должен был выйти еще несколько месяцев назад. Я слишком долго оттягивал этот момент и поначалу сомневался, стоит ли мне это делать. Ведь недаром говорят, ни тронь говно вонять не будет. Но чем больше я думал, тем сильнее рассло... А, погоди, коллаборант, но мы же с тобой коллабим часто, наверное, в этом, типа... А, наверное, это у меня есть слово коллаба. Коллабы, мы просто коллабы делаем. А его не зовем, он обиделся, видос снял. Желание. Ведь сегодняшний персонаж по-настоящему особен. Это канал по фрифайеру. Короче, отец Евгертец Евгебу. Успорим с фрифайерщиком. Я бы даже назвал его своим фанатом. Тупизм подвинься. Я уверен, многие из вас будут думать, что данный видеоролик это своего рода месть за критику в мой адрес. Сделанное на эмоциях. Батя, он обиделся на то, что его назвал фрифайерщиком, сука. Я же называю это критическим разбором. Я как бы не говорю, что это месть, но просто... Что тебе сделал, чел? Я просто... Мне реально интересно многие тейки, я, правда, многих увидел. Типа, что тебе можно предъявить? Ты чел, который снимаешь, блядь, обзоры на игры и на стримах пьешь пиво под видосики. Это, по-моему, самое... Безобидное, что я видел. Что ты сделал на 2 часа, просто? Чел, что там будет? Чел, там там... Что ты наделал, мне интересно? Ёбаный продавец с килокалория в дудемодельгах. Да, это я фанат Геншин, спасибо большое. Ладно, чувак, кого заебал, а что мы стопим, давайте. Чел, не смешись, за один день на эмоции. Мне пришлось пожертвовать двумя терабайтами, чтобы уметь... Сколько? Ты чё наделал там, блядь? Погоди, чел, на 2 терабайта. Первую выплату от чешского правительства и от лица всего НАТО. От лица НАТО? Блин, чел, ну ты так открыто не шли, а то ещё 10 разоблачений будет. От лица НАТО. И после этого вы будете говорить, что феминизм не нужен. Служу американскому союзу. Сидит дедушка и получает донаты. А девушкам надо раздеваться для этого. Гералинство. Келю совет, пароль для двух, канал и пассуар 47, а то забудет. Бля, 2 терабайта. Он потратил 2 терабайта на разбор, блядь, меня. Ну, с какой-то стороны, мне это реально приятно. Это действительно вот душевно приятно. 2 терабайта. Я не знаю, что я сделал на 2 терабайта. Мне, блядь, уже вопросы. Типа, ну, у меня, мне просто, мне просто интересно, как бы, что, что там на 2 терабайта. Вместить весь этот материал. Это поистине мой самый сложный ролик за всё время. На протяжении нескольких месяцев я пристально следил за дедом. Я скачал с его канала большую часть роликов и практически все прошедшие за этот год стримы. Я прочитал каждую его статью на сайтах, где он когда-то был активным. Посмотрел каждый ранее выпущенный разбор и каждую реакцию на эти разборы. И лишь после всего этого принёсся за написание своего сценария. Чео, да ты ёбнутый, ты пиявка, алё. Евген, выйди на улицу, потрогай траву, я не знаю, с друзьями увиди. Один из главных подсосов деда. Бля, я не знаю, типа, мне даже говорить ничего не надо, он сам себя разъёбнул. Да, он сам, он сам просто ответил. Типа, мне даже говорить ничего особо не надо, он как бы предугадывает то, что я бы сказал, но никак это не опровергает, так что можно тупо чилить, пиво пить, бля, забей. Наши умудрился вкнуть, что я платил за информацию его прошу разоблачителя. Платить за то, что старый посылает всех на три буквы, банит людей в чате и пьёт много пива. Полная охуняла. Именно из-за такой долгой и кропотливой работы этот ролик выходит сейчас, а не в июле, когда с дедом разгорелся наш конфликт. Какой конфликт? Ты кем себя возомнил? Ты 30-летний ютубер поф... Бля, щел, он сам разъёбывает без нас, что происходит. Мне просто ничего делать не надо, это самое простое разоблачение на свете. Фрифайеру. Да, дед, мне недавно стукнуло почти 30. Я когда-то рофлил с фрифайера и поднял на этом аудиторию. Поэтому разговор у нас сегодня будет на равных. 30-летний фрифайерщик против 30-летнего алкаша-драчилы-анимешника. Не, ну, чел, ну как бы у меня-то званий много, а ты просто фрифайерщик, типа ты как-то себя принизил. Ну да, алкаш-драчила звучит повышенно. Алкаш-драчила, анимешник, то есть я практически всю перчатку ТАДОС собрал, а ты всего лишь фрифайерщик. Не знаю, чел, не знаю. Это пока вступление, чуваки, сейчас начнётся разведка. Да, 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 но просто, ну как-то я не знаю, типа чел реально обиделся на то, что его фрифайерщиком называли. Да не, он же с этого стебётся. Ну да, да, да. Ебать, кстати, пизда. Да, ты разъебал. Он меня, он уничтожил меня. Переобывание на ходу, продажное мнение, завышенное ЧСВ, воровство чужих идей и контента, унижение и оскорбление собственной аудитории. Так, в чате вас жёстко унижают сейчас? Кстати, пацаны, я ваш рот ебал. Нахуй вас шлюк, кстати. Плюс чатка вы унизили. Плюс чатка вы его ебал. Идите нахуй. Многочисленная реклама скама с нелепыми отговорками по классике поперечного. Никто, блять, из нас не знал. И даже для политики и личной жизни место найдётся. Однажды, во время первого секса, в комнату к деду вошла его мама. И знаете, что она ему сказала? Я всегда знала, что Макима это выдуманный персонаж. Только что я в этом убедилась. Если ты... Это ещё шутка. Я точно не понимаю. Чё, ну это... Ну, когда тебе будет затриться, тогда такие шутки, наверное, понимать начнёшь. Я просто... Или твой знакомый смотрит этого блогера, расскажешь, когда ты вступишь. Блогера верит каждому его слову, то моя просьба отправь это видео ему. Сейчас я сниму ваши розовые очки и сотру пелену с глаз. И открою истинную сущность одного из... Это не ты мне случайный сосал вчера. Ну да, это был я чёл. Главных лицемеров на ютубе. Набрал школоты, чтобы все уважали. Бля, не, вот эти вставки, когда он за тебя говорит, это охуенно. Почти, ну, характером, мал, ты живи в своем мире, где будто звезда ты на ёбом... Я немножко не поддаю в твою сторону, или вы просядете по треку. 30 лет, набрал школоты. Я набрал школоты, кстати, да. У меня аудитория школота, чисто. Люди реально думают, что это ты видео останавливаешь у меня. Я просто вставляю, когда дару-то приходит. А, чуваки, я вообще хаваю сижу. Это я. Это образ, или он реально такой? Глубина этой личности до сих пор никому не понятна. Тоже на самом деле Дэдпи 47. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Потребитель тупой. Дэдпи 47. Он же Валентин Ленский, он же родин Леонид Олегович. На сегодняшний день один из самых прогрессивных контактмейкеров на ютубе. Прогрессивных, фанат орального секса. Выпускающий видеоролики исключительно в игровой тематике. Просто чел, который делает хуйню про игры. и набирающий сотни тысяч просмотров ежедневно. В перерывах проводит стримы. По образованию бакалавр факультета информационной безопасности. Там же специальность, блядь. Там написано, блядь, по направлению это направление, факультет другой, блядь. Зал деду спросили, почему он поступил? Погоди, какого хуя? Погоди, серьезно? Он раздобыл, блядь, копию моего диплома? Ебать. Ты ее нигде не постил сам? Нет. А, бля, может ты где-то фотку вконтакте? Сука, этот юбок же у меня в друзьях, блядь. Сука, я забыл. Но это, блядь, я здесь не ожидал фотку своего диплома увидеть. Поехали дальше. Почему это вставлять? Я немножко не понимаю, что оно дает. Факультет информационной безопасности. Когда у деда спросили, почему он поступил именно на этот факультет, он ответил, что не хотел бы, чтобы отец нашел его подборку хентая и гачи. Вот уж реально гигачады. А где найти эти фильмы? По профессии работал сравнительно недолго, потому что Россия еще не на том пути. Блядь, чел, ты не видел эту хуйню? Это, ну, типа, какие-то, я не знаю, фетишистские видосы про то, как большие мужики, то есть они там, типа, размером с Годзиллу, ходят по маленькому игрушечному городу в одних трусах, типа, очень накаченные мужики, играют с машинками, типа, там, что-то это... Бля, пиздец, это такой прикол, я забыл про эту хуйню, надо ей найти снова эту пизда. Мы обязательно это посмотрим. Да, да, да. Толерантность. Пока коллеги под Роскоду Лене в парике и платят. И когда управляющая заметила, что не она одна пользуется спросом в мужском коллективе, дед, естественно, был уволен. Я нашел закрытый блок начальницы, где она описывала, какая я тварь, и как она с отделом кадров ищет способ от меня побыстрее избавиться. Родом с Владикавказа. Да, была такая хуйня, полненько неприятная история. Пользуясь случаем, передаю привет своему солнышку эпилептику. Спасибо большое. Некоторые источники утверждают, что с гор он спустился, потому что отец Лени все-таки нашел ту подборку. Отчего ему даже пришлось на время сменить личные данные. Привет, это Ленский. Спутницу по жизни не имеет. Холостяк. Когда дед однажды спросил у Сири, почему так происходит? Вы одиноки, потому что вы анимешник. Она включила ему 18-ую серию чистой романтики. Когда он спросил... Блин, какой-то грустный стендап, смотрим, или что-то типа. Я не знаю, просто он... Ну, может, потом станет смешной, ахуй знает. Еще раз, Сири открыла страницу ВКонтакте Леши Айтипедии. И потому что вы гей. Я собакой делаю гав-гав. Любит выпить, и когда напивается, рассуждает на тему японских родивых игр. Оборот, и балл шутера. Мне очень просто сесть и поиграть в японский RPG. Ну, хотя бы на японском это делает. Но иди в злёздниче, ведь не верит, суши. Очень часто по привычке звонить своей бывшей. Ну, Антон Логинов не берет трубку. Блин, мы в натуре стендап смотрим. Бля, короче, мы недавно... Я пошел бухать с командором, с этим рестартом, и мы зашли в какой-то бар, в котором был стендап. И он был максимально не смешной, что мы прям типа... Слушай, давай, может, типа... И мы просто вышли на улицу, пили пиво на морозе, бля, чем эту хуйню слушать. То есть, типа, когда шутки вообще не залетают. Потому что однажды уже приехал к дету на помощь, о чём вскоре узнал весь интернет. Не буду рассказывать про историю с ночным гонщиком Логвиновым. Довольно не уверенный в себе. Я был социопатом долгое время, раньше меня набили. Я напивался, чтобы забыться по вечерам. А утром снова угрюмо ехал в метро, думая о том, как на этот раз докопаются до меня на работе. Что очень часто проявляется в его образе. Например, когда один глаз всё ещё на Кавказ, под силой собственных комплексов, дед решил косплеить соли до снэйка. Так не обижайся, пожалуйста. Одно лицо, если шо, это комплимент мужик образе. Ну, не 12 из 10, какой Евгена Новгородка. Бля, да, он считает, что кавказцы чисто на горах, все живут. Свою нынешнюю популярность Лёня начал обретать в 2020 году, сняв довольно вирусный видеоответ на ролик айтипедии. Это видео по сей день является самым популярным роликом на канале Дэппи. Именно он и формат в целом начали бустить его канал. Но свой долгий и тернистый путь на этой платформе он начал ещё в далёком 2013 году. Тогда это были прохождения и обзоры малоизвестных японских роликов. Ну, выкладки роликов на Ютуб, начинающий копирайтер 40... Так, подожди, 19 января, то есть... осталось 5 дней. 5 дней, 6 дней, чё. 13. А, сегодня 13. А, у меня просто 14. Максим писал статьи для Канобу из Топгейм. Их по сей день можно найти, почитать и проследить за тем, как обычный, ничем не примечательный деревенский паренёк с Кавказа... Блядь! Деревенский! Деревенщина вот эта приехала! А, ну типа, если с Кавказа, то деревенский, да? Ну, пиздец, чел. Ну, конечно, обидно. Я из Владикавказа, это город, это столица Северной Сити Олладии. Древна! Как перестать, Аббридж? Деревенский! Дереве... Нихуя себе! Нихуя себе, блядь! Ну, ладно. Колхозник 47. Обычный деревенский парень. Свою собственную карьеру. Крестьянец. И на первый взгляд можно действительно так подумать, что благодаря долгой и упорной работе сквозь года он таки получил то, о чём всегда мечтал. Обрёл связи, поддержку от более влиятельных ютуберов и превратил хобби в хороший... Слышь, блядь! Влиятельный ютубер. А это про меня! Источник дохода. Но если более детально сравнивать старого деда и сегодняшнего, то разница колоссальна. Прежде! Никогда не парьтесь о вещах, которые, ну, плохие происходят в вашей жизни. Наслаждайтесь какими-то маленькими моментами и старайтесь сделать свою жизнь с каждым днём немножко лучше. Ты раньше без пива говорил, как будто под пивом. Золотые слова. Теперь! Я думаю, я думал. Иди в банк на... Бля, он ставил в начале момент со стрима в девятнадцатом году, а потом момент со стримов в восемнадцатом году. Это же не раньше, это же не теперь. Это просто была часть нарезки одного моего зрителя, которую он мне позволил залить на ютуб ещё году, так, в девятнадцатом или двадцатом. И он просто, типа, встал... Короче, ты был добренький, а сейчас вот такая вот... Бля, не... Ну, типа... Блядь, очевидно, ты рофлишь в этих кадрах, но тут видно, ты не искренне шлёшь людей нахуй в данном контексте. Бля, не... Ты вон смеёшься. На самом деле, я намного спокойнее стал, потому что раньше я играл в Тарков, блядь, мои нервы были не к чёрту, я мог, типа, ну... Ну, прям реально, жопа могла сгореть, но это было буквально... Не играйте в Тарков. Это было года четыре назад, триммер, да чё? Так, житель у Невинномыска. Мне как житель у Невинномыска, Ставропольский край, Северо-Кавказский округ, захотелось мирно поговорить с этим фрифайерщиком за деревню. Я не особо шабе зайти, Города, если честно. Нет, на самом деле, ты похож на того чела из советского мультика, ух ты говорящая рыба больше никого. И больше ни на кого. Всем с наступающим Старминге. О, Зио, привет. Человек в целом... Да, всех с наступающим Старым Новым Годом, пацаны. Он деградировал. Максимум, что он развил за всё это время, это вместительность собственной челюсти. Я, кстати, очень горожусь, что могу глубоко засосать микрофон. Слушай, я вот этот микрофон, у меня такой же... Я смогу... О, бля, чел, я не могу. Не можешь? У меня рот не такой. У меня довольно просто полчета. Челюгу сводит. О, не, это сложно. А, бля, нет, тяжело. Бля, но этот микрофон как будто создан для этого. Я и у Стаса видел, типа, гифку-то, как он пытается его в рот. Я не знаю, типа, мне кажется, что этот микрофон это просто главная опасность для гетеросексуальности. То есть, он просто такой... Бля, кто не пытался взять Шур? Бля, чуваки, вот у вас просто не было Шура, если, типа... Шура. Он прям манит, чтобы его в рот засунуть. Шура SM7B это идеальный микрофон для этого, я считаю. Ну, просто, типа, в отличие от нас, как бы, раскрепощенных мужчин, Евген считает это чем-то таким, ну, типа, осуждаемым. Я не знаю. В смысле? У меня днюха 19 января. Я только сейчас понял, мы твой долблёбан аудиторию 3000 человек. Он был создан 19 января. Вот это совпадение. Я не знаю, но, типа, но завидуют, наверное, хуй знает. Не показывайте это видео. Под действием хайпа. Почему не показывайте это видео грузинам, типа? Понимаешь, тебя грузины найдут и спросят, типа, это ты микрофон в рот сувал, это ты? Это ты, это ты? Вы видели? Ты микрофон в рот сувал. Вылиживай. Вали отсюда. Мы нашли его. Бл***. Я не знаю, насколько, б***, он закомплексованный, что, типа... Бешеного притока новой аудитории и в... Не, я просто не понимаю, он там рофл подает? Если в рофл, окей? Если это на серьезно, я просто не понимаю. Последствии легких дель... Как житель Ставрополя? Да, ты чё за бочку пива купил? Который рядом с нами манус. О, это пиздатая тема, это трехлитровые бочки, по-моему. Бл***, да хватит мне слать донаты, что хотите плюнуть ему в лицо, б***. Не надо, чуваки. Как раз сегодня с Майзенбергом обсуждаем, что Шур охуел бы от того, какое наследие он оставил в виде за Лотуса 47. Хватит Шур трогать, сука. Бля, вот Шур, я со временем понял, он охуенен для стримов, но для роликов такое. Интересно, когда он воспользовался, звонкости нету. Звонкости нету? Ну, ты можешь, типа, ее настроить. Ну, хотя... Как только не пытался. Хотя, может быть, для разных голосов по-разному, то есть мне он хорошо подходит, может тебе там какой-нибудь, да, оборот, тот же Блюети, может, лучше будет. Хуй его знает. Ну, не знаю, мне нравятся твои ролики с Шуром, он хорошо звучит. А у меня Шур только Казахстан был. Остальные именно. Нет, ну вот... Я Блюети больше люблю. Казахстан, Казахстан, Казахстан мне видео понравилось. Я разжигаю конфликт за конфликтом. Конфликт с тупизмом. Бля, давайте начнем, что амбассадор конфликта с тупизмом, это я, хотя это конфликтом даже не назвать. Блин, мы к тупизму относимся, у нас нет никакой ненависти, просто чел потешный. Все, без негатива. Еще на фимбоя похож. Не, на самом деле, да, я считаю, что мы к тупизму максимально по-дружески относимся. Просто он пока что не хочет быть нашим нежным другом, но когда-нибудь, когда-нибудь... Не знаю, если мы сегодня досмотрим стрим до конца, ну, там будет один моментик, если я не забуду. Возможно, вы увидите, как я выглядел в возрасте тупизма. Даже раз. П, блядь, пиздец, нахуй, ёбаная гниль. Я никого не хочу оскорбить, я просто шучу. Хорошая шуточка, братан. Пока хуй маразму сосал, я не знаю. Ха-ха, живот лопается. Хуя ты такой ёбаный. Я никого не хочу оскорбить, я просто шучу. Давай, шути дальше. Если... Блядь, забавно, как чел пытается тебя выставить не смешным, используя баян крестовых похвалов. Если раньше статьи и ролики деда, за что ему действительно стоит отдать должное, могли быть не только интересными, но и по-настоящему полезными, то сегодня это ролики без какого-либо намёка на уникальность. Сделанные на коленке, исключительно ради прос... Так, чел, чел, ты перешёл грань. Всё, Нкель, ты меня просил, ты просил меня, я знаю, ты просил меня потерпеть, но здесь я не стерплю. Сделанные на коленке, сделанные на коленке. Ты знаешь, сколько времени у меня уходит на то, чтобы записать тот самый идеальный геймплей Call of Duty, чтобы мои зрители порадовались, и чтобы там были красивые убийства. Ты вообще себе представляешь? Я понимаю, ты там типа чё-то, блядь, скачал какие-то, блядь, ассеты ебаные, там, из бесплатных библиотек нахуярил, говоришь, пиздатый монтаж. Чел, ты, блядь, чувак, блядь, ты, нахуй, сынок, нахуй, ты... Вот здесь варежку мог бы попри подзакрыть, если не знаешь, как делается качественный контент. Пиздец, я просто в ахуе, на самом деле, что за наглость? Смотров и рекламных интеграций, сценариями, даже не за один день, что по нынешним меркам, по мне... Чел, я не делаю сценарии. Я вне деда сценария, блядь, я просто записываю свои мысли и отрезаю лишнее. Я не пишу сценарий, потому что я могу пиздеть и без сценария, в отличие от тебя. Я не самого деда, это довольно убого. Но учитывая, что он написал текст всего за час, за один день, а за пару часов. Ну, бля, сравнил, типа, аргумент разоблачения, часовой сценарий за один день и ролик с обычным мнением, которое в потоке рассказывается. Типа, да, то есть я просто рассказываю о хуйне, о которой я хочу рассказать в этом видео, максимально ненапряжно. А он это сравнивает с тем, что там, блядь, разоблачение, в котором ты реально до чела доебываешься, пытаешься как-то его разоблачить. Да, почти на час, типа, там, там реально ебаться надо, а тут за один день ебать. Типа, неинтересные сравнения. Но это, опять же, комплексы чел, просто мы его тогда жестко разъебали, у него до сих пор жопа горит, поэтому он пытается держаться за последнюю соломинку. Сценарий пишется прямо во время монтажа. Большая часть из них и вовсе без сценария. Я даже не пишу сценарий. Я сами понимаете, обстановка серьезная. Дэдпи вовремя смекнул, что на ютубе для популярности и заработка совсем не обязательно сутками напролет изучать те... Чё в коробке делать? Тему вопроса. И не заморачиваться над каким-то... Блядь, что мне пришла такая коробка, там, на меня это ебало смотрел. Я бы вообще обозрался. Я бы поцел нахуй. Типа, грязинская мафия нашла меня. Изводство. Это мне просто впадло. На протяжении долгих лет он довольствовался жалкими просмотрами и сотней онлайна на стримах. И буквально доедал хуй без соли. Это были худшие дни в моей жизни. Сегодня он... Бля, доедал хуй без соли и вставляет фрагмент видоса, в котором я говорю, что у меня, типа, ну, депрессивное состояние было, пиздец, за то, что меня на работе гнобили. Но... Я... Я не знаю, блядь. Мне неприятно, если честно. Он какую-то ниточку в душе затронул. Сегодня он гордится тем, что купил новый RTX. А раньше поводом для праздника был вентилятор. Я купил себе вентилятор. Вот это ты мразь, купил себе новый RTX. Бля, пиздец, я... Говорю... Я знаю, что именно после этой покупки дед начал накидывать на вентилятор говно. У меня просто... Увидев, что действительно нравится большинству, что получает наибольший отклик, он превратился в конвейер, которому достаточно просто делать реакты, приправленные многочисленными оскорблениями, которые сам дед называет критикой. Мой контент исключительно критический, сатирический. Я не позволяю себе оскорбления в адрес собеседника и обсуждаю исключительно его аргументы. Это типа вырезка из 2003 года? Это вырезка из года 20, наверное. Не, на самом деле, я должен сказать то, что оскорбление в сторону оппонента я так и ни разу не делал. Потому что Евгена оппонента мне не считает. Вот, поэтому... Блин. Поэтому, да, мне... Пуху я. Да? Пуху. Или нет? Ты фарщик, ёбаный, блядь. Я бы сказал, что он клоун, ёбаный, блядь. Ёбаная глина. Засунь свою этику себе в задницу, пошёл нахуй. Ну, тупись, реально, как фимбой выглядит. А, короче, касательно вот этого момента, что-что? Ты про тупизма, типа, хочешь сказать? А, тупизм, фимбой, да, это жёсткое оскорбление. Касательно момента, где я говорю, да он клоун, ёбаный. Это контекст, короче, этой ситуации. Был такой ютубер в Антаб, который... Там что-то... Какая-то херня с ним была, и он мне начал присылать анонимные донаты с угрозами, типа, оглядывайся почаще, я знаю, где ты живёшь. И это был стрим по Far Cry 6. И я на нём говорю, типа, да этот клоун, ёбаный, мне донаты шлёт. Ну, типа, реально, ну, блин, жёстко, чел, сорян, что я его, типа, клоуном, ёбаным назвал. Блин, жёстко. Ладно, продолжим. Блин, нахуя ты такой уёбок тебе нахуй. Я не позволяю себе оскорбления в адрес собеседника. И это уёбищу до меня доебало. Блядь, чел, ты такой хуёвый, ты в интернете обзываешься, блядь. Чел, ну я не знаю, ну, блядь. По факту тебя разоблачают, ты обзываешься, блядь. Я остановился. Я остановился, реально. Почему некоторые моменты, они, ну, в рофильном ключе. Я просто, ну, понимаю этого интернета. Чел, рофлов в интернете не существует. Всё, что здесь сказано, это чистая правда, чел. Никакой иронии. Блядь, а ты нахуй хуйнул бы тебе, блядь, просто. Недаром говорят, популярность задаёт вектор развития. Людям нравится. Спасибо Стасу за охуенные вставки. Вот на самом деле, кто бы что ни говорил, ну, вставки с ним позже. Срачи, хайповые зрелища. Большинство из них подписались на этот канал именно за этим. А если есть спрос, рождается предложение. Бля, у меня за всю историю было, наверное, два-три срача, и то они были полной хуйнёй на самом деле. На меня просто кто-то видос сделал и говорил, это хуйня, и всё, всё заканчивалось. Если аудитория человека это токсичные любители срачи, если каждый второй посылает друг друга нахуй, то и... Скрин из чата Деда в Телеграм. Подобное вы встретите под абсолютно каждым постом. Гайз, нахуя вы вот посылаете нахуй в моей телеге? Чего просто доебался до локального мема, бля? Пацаны, пацаны, реально. Вы, вот вы, реально токсичная аудитория. Я вообще это не поддерживаю, то, что вы нахуй посылаете все леги. Реально, идите нахуй, пацаны. Типа, я запрещаю вам в телеге посылать нахуй. Я, бля, я не знаю, Кель, если, блядь, так же будет два часа, я охуею. Будет сложно. Не, я реально не понимаю, ну, типа, он же понимает, что это локальный мем, который у всех есть. Чел, но, мне кажется... Вот никто из этих людей не шлет тебя нахуй, типа, искренне, ну, нахуй. Не, не, они все меня искренне отсылают нахуй. Этот чел еще говорит, потерпи еще, ну, типа, я терпил, а ты иди нахуй, собака. Блядь. Окей, у меня есть две теории на этот счет, либо он реально не выкупает, ну, в принципе, я готов поверить, что Евген настолько тупой. Ой, бля, я снова оскорбил, простите, вот. А второй вариант... Я как адвокат ваш говорю некрасиво. Некрасиво, реально, прошу прощения. Второй вариант, то, что Евген понимает, но он пытается выставить это на какую-то более широкую аудиторию, которая не в курсе локальных мемов, и пытается показать, смотрите, какая токсичная аудитория. Бля, на самом деле, у меня самая дружелюбная аудитория, посылают они нахуй, но это как, ну, просто, типа, блядь, локальный мем, похуй. Твой ютубер совершенно точно будет сам вести себя как имбецил, нахуй. Бля, просто он говорит, что он изучал твой контент жестко. Если он все стримы пересмотрел, он должен был выкупать. Чел, мне кажется, что, как бы, ну, если он все пересмотрел и до сих пор не понял, то... Да нахуй мы еще это разбираем? А по теху публике? Гайс, идите нахуй. Чел, да ты просто не понимаешь, это лампово. Чат, давайте, плюс в чат, кто любит... О, смотри, он комментарий, если я вообще не сделал. А, да, 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 круто. Нахуй. Делать подобный формат, который подарил деду сегодняшнюю известность, очень просто. Достаточно отслеживать... То есть, погоди, он сам сказал то, что это лампово, ну, типа, как это, локальный мем, и... Не, он не как броню выстепил, и... На самом деле, нихуя не лампово, А, 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 что... Бля, пиздец жестко. Не понимаю, честно, я не понимаю. ...берешь чужой, набирающий популярность ролик, и делаешь его критический разбор. Берешь какую-то хайповую тему, и обсасываешь ее до самого... Ты, урод, моральный, понимаешь? Ты снял ролик про Last of Us, про Battlefield, про какие-то там Xbox, ты... То есть, я делал видео про актуальные темы, и делал реакции на чужие видео, где я их разбирал. Чел, я не знаю, я не знаю, как такая гниль еще не была забанена на YouTube, это просто... Это отвратительно. Я отпишу в поддержку, по-своему. Спасибо. ...канцемерами далеко ходить не надо. Вышла какая-то игра? Пройди ее как можно скорее. За пару часов, а на утро вы... Бля, может, я просто на это отвечу? Я как бы не разбираюсь в играх, но Stray, он же проходится за 5 часов, по-моему. Что плохого? То, что ты в него поиграл 4 часа, ну или 3, там сколько с половиной. Я прошел Stray, при том, я реально разглядывал локации, это действительно очень короткая игра, и спустя пару дней у меня вышел видос, это правда, это правда. Только вот... Я правда, чел, ты... Ты прошел игру за 3 часа, и склепал обзор? Мне просто интересно, как бы, ну да, то есть, какая разница, сколько я делал обзор? Если Айтипедия не очень положительно высказался по поводу второго Сталкера, который с трепетом ждут миллионы игроков, и народ его массово за это хейтит, сделай об этом ролик. И начни хейтить Айтипедию, забив на вполне нормальную и обоснованную критику в его словах. Если трейлер Баттлфилда хайпанет... Бля, но его критика была в том, что фанаты Сталкера терпил, это вообще-то такое... Не, на самом деле, ну я тогда делал какие-то кринжовые ролики, согласен. Игру будут все ждать. Я не разбираюсь, ну, высказался, не понравилось тебе, что-то мне там плохого. Ну, я не разбираюсь. Сделай хоть 10 роликов на эту тему, до тех пор, пока игра не обосрется и весь хайп не спадет. Яо, спасибо за 488 рублей. Иди нахуй, кстати, спасибо, олень. Погоди, мне просто интересно еще... КСТ, чмок. Очень положительно высказался по поводу... Бля, просто выходя от темы, я не понимаю, почему человек доебается за тебя за то, что ты снимаешь на хайповые темы. Давай вспомним просто. Помнишь ролик у Никоглаева выходил вот недавно, который все ждали, пиздец, там, разоблачение на МВД, что-то у нее оказалось. Там что-то было интересно. Евген, просто чтобы вы понимали, выпустил ответку в этот же час. То есть он заранее снял разоблачение на ролик, уже не вышел. И он специально его опубликовал в этот же час, чтобы набрать просмотры просто на актуальности темы. То есть поебать ему на содержание. Он уже сделал ответку на ролик, которого не было, то есть заранее. Не, ну чел, он сделал... Самой так же было. Спасибо за сотку. Он сделал разоблачение на видос Никоглая по трейлеру этого видоса на минуту, когда сам видос еще не вышел. То есть он из трейлера взял какие-то кадры. Ну, плохой ты. Ну, я реально уебок на самом деле. Я прошел стрей и сделал видос, когда были свежие эмоции, свежие, типа, ощущения после прохождения. Я быстро записал. Но действительно, действительно, надо дольше делать видео. Я просто уебок. А, подожди, я напиздел, походу, Майзенберг пишет. Он за час до Никоглая выложил. А, он за час до, нихуя себе. Даже не вышел. Я вам спасибо за приставку. Какой ты делал это разоблачение, А, это, кстати, охуенная схема. Видос Никоглая же был как премьера, то есть у него, типа, был таймер, и он за час выложил, чтобы те, кто будут искать, типа, Никоглай видео, наткнулись на его видос, и так он на этом своем мертвом канале 28к просмотр поднял. То есть... Не, на самом деле, старта рабочая, но я не уважаю такой подход. Ну, это полная хуйня, да, особенно учитывая, что он там политические темы рассматривает, когда еще само видео не посмотрел. Ну, видео, кстати, смешное, блядь, пиздец, Никоглая было. Второго сталкера, который с трепетом ждут миллионы игроков, что там пруфов, кстати, так и не предоставил никаких особых, ну, типа, типа, да, да, с Никоглаем кринш. И народ его массово за это хейтит, сделай об этом ролик. И начни хейтить айтипедию, забив на вполне нормальную и обоснованную критику в его слова. Если трейлер Battlefield'а хайпанет, ты игру будут все ждать, сделай хоть 10 роликов на эту тему. Типа, назад. Да, 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 я вот это хотел рассмотреть. Говорит, если хайповая тема, типа, игра хайпует, то сделай хоть, там, 10 роликов на эту тему. Дело в том, что, типа, положительный из этих роликов только слева сверху, это был трейлер. Остальные три, это, блядь, после бета, я рассказывал то, что мне не понравилось, а потом рофлил над Логвиновым то, что он говорил, что это лучшая игра на свете, блядь. До тех пор, пока игра не обосрется и весь хайп не спадет. А потом в удобный момент переобуйся и запили еще 10 видео о том, какое же это все-таки дерьмо. Там было всего одно позитивное видео, потом он там еще показал три негативных, где рофлил над Логвиновым. Это продолжение этой истории, потом было два месяца спустя, потом был патч 4.0, в котором починили, и там я уже положительно высказывался, то, что действительно хорошие изменения, но и поздновато. А потом великий камбэк Battlefield, это было максимально позитивное видео, в котором мне очень понравилась новая карта и прочее. Господи, я просто купил ее за 7 тысяч рублей. Это не переб... Бля, может, я тоже лицемер, я не знаю, до выхода Battlefield 2042, я пиздец, как ее ждал, типа, с Игорем мы общались, типа, вау-вау, выйдет, поиграем обязательно. Ну да, у тебя хуйня, она выходит, мы начинаем играть и такие, ааа... Че? Ну типа... Ну типа, я тоже переобулся, что ли? Ну типа, я до трейлера, она выглядела... Ну чел, ну ты просто лицемер, чел, ты переобулся. Лопух, давай смотреть. Давай. Ты обувка, мои деньги по факту спиздили и дали мне кусок забакованного говна, о чем я и рассказал в своих 50 видео. Если Антона Логвинова будут все... Чел, ты, ты серьезно? Ты сейчас будешь дефать Антона Логвинова? Я бы, кстати, я бы, кстати, я бы, кстати, заебал, но типа, он реально симпатичный, и я типа, не... Напиши мне. Очередной раз засирать за его личное, за пару тысяч проданное мнение, которое, к слову, имеет место быть, тебе ли об этом не знать, Ленечка, то Критик 47 начнет засирать его тоже. Так это видео было не про засирание Логвинова, а про то, что какой-то чел доказывал, что игровые журналисты не продажные, и оправдывал игровых журналистов, которые там полной хуйней страдали, и Логвинов там был как типа, один из фигурантов этой хуйни, я просто на превью его поставил, потому что это кликабельно, блядь. Это потому количество Антона в роликах деда, мне кажется, он просто страдает от безответной любви. Но, чувак, просто Логвинов собирает книги, блядь. Это шутка. Так, а чё, будем дружить с этим разоблачителем или нет? Кстати, это очень важный момент, пошел нахуй и дышь. Так, а чё, будем дружить с этим разоблачителем или нет? Кстати, Евген, наш самый главный самый главный дружитель, что на припайр 30. Но не лет. Блин, не лет. Люблю тебя. Если кто-то, не имеющий никого... О, это ж ты. Это я, это я. Никого отношения к деятельности деда выпустит масштабное разоблачение, то Леня впишется и сюда. И будет обсасывать эту тему на протяжении нескольких месяцев, занимая исключительно выгодную для себя позицию. Потому что это отличная возможность уже наконец-то за 9 лет добить такую красивую циферку на канале. Я посмотрел твой видос про маразма и этим я вписался в конфликт. тем, что я посмотрел Насколько я помню, ты меня даже хуесосил, ты довольно объективно его смотрел. Ну, типа... За это респект и меня критиковал, и хуесосил, и все хуйня. То есть я вписался в конфликт тем, что... Короче, смотри, какая была схема этой хуйни. Я посмотрел твой видос про маразма. Потом мне скинули видос Евгена про то, что он дефает маразма, говорит, что типа маразм все делал на эмоциях. Там он рассказывал, какой ты уебок. Я тогда с тобой вообще был практически незнаком. Я с его слов такой, бля, реально, кель что-то, блядь, говном воняет. Что-то такое, блядь. И мне Евген потом писал в ЛС ВКонтакте, типа, слушай, я еще одно видео про кель выпустил, можешь посмотреть на стриме сегодня? Ты такой объективный, такой классный, такой, иди нахуй, нахуй ты мне пишешь, блядь, пошел нахуй. Короче, потом... А, и тут начался переломный момент. Да, 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 и тут я вписался в конфликт, блядь. К 100 тысячам подписчиков, сейчас подписчики очень быстро набираются. А для этого... Бля, как тебе подписчики с этого конфликта придут, я не понимаю. Ну, посмотрел ты какой-то ролик, как и сотни других людей, которые на это реакты делали. Что в этом такого? Я хайповал на аудитории Евгена огромный чел, ты не понимаешь. Можно и забыть про собственные принципы. Понимаете мою гордость? Я фигурирую в видео, которое над почителем просмотров. Боже, какой же Евген... Ну так, в интонации рофл, ну типа нет. Ну да, рофл. Он просто пиздобол, чад. Ты просто завидуешь нам, что мы с Келем общаемся. Комментарии. Евген просто завидует союзу деда и Егора. Я Егор, если что. Так. Не знайся. Увидев, какими темпами начал расти канал, он займет сторону победителя, удавившего оппонента. Бля, да нихуя твой канал не начал расти после этой хуйни, я помню. Комменты числом своих сторонников, но никак не приведенными аргументами и пруфами, о которых знал абсолютно каждый. Мне зачем-то люди начали скидывать это. Подожди, огромным количеством сторонников. А кто у меня были сторонники, мне просто интересно. Я вот не могу... Вот на стороне маразма я помню там тупизм, мерзость, был БВС, отец Евгена, еще ряд там чуваков каких-то. А кто на моей стороне был? Кроме аудитории. Ну и, возможно, тебя, если ты так считаешь. Да не, я после видоса Евгена тебя хуйсосил, потом ты выпустил свое видео. Какой-то хуйни на хард на 2 терабайта собрал. На стороне мне просто интересно, кто, блядь, на стороне маразма там-то хуя людей было, там орда целая. Я, блядь, так с аудиторией не помню. Чел, ну, на твоей стороне... На твоей стороне... Спасибо большое за донат. Я дурак, согласен это. Стоп, ему 30, он стал волшебником. Да, ты видишь, какое волшебное видео он сделал. Стоп, ему 30. Нет, тут скорее, чел, просто, понимаешь... Может, я-то их не так понял опять. Просто, возможно, сторонников он воспринимает как то, что у тебя большая аудитория, и вот я встал на твою сторону. Типа то, что вот ты такой огромный ютубер, все понял, все понял, все не так понял, окей. Этот ролик, что вот Келли жестко прошелся по маразму, но на самом деле ничего жесткого там нет, никакой новой информации для меня там тоже нет. И которые были сделаны по заказу от шизанутого обиженки на весен... Чувак, ролик опять же на маразму заказан от блогера с четырьмя тысячами подписчиков. Чел, так вот, так вот почему ты сделал видос про маразму. Тебе его заказал Калимар Иван. Я понимаю, не будет ничего. Можно какие-то... Бля, я может... Ну, я понимаю, что не будет пруфов того, что заказ я тогда просил в ролике, но я просто скажу так. Бля, мне чел написал, типа, буквально, привет, мы с тобой не друзья, мы в прошлом ссорились, но мне тут угрожают, можешь, пожалуйста, помочь? И скинул мне пруфы. Я сначала, типа, отказал, типа, кричал, отказался, потом я посмотрел то, что он мне скинул такой. Ага, ну, реально интересно. Ах, да. Чем тысяча триста тридцать семь добавлю 230.26. Спасибо за пивные комиссионные, очень приятно. Бля, просто сама абсурдность, блядь, фьюрибайтер, блогер с четырьмя тысячами подписчиками, заказал мне целый ролик, блядь. Ну, чел, да? Кстати, это же, этого чувака же в итоге забанили, да? Типа, ему канал, по-моему, снесли. Фьюрибайтера? Не, мы так вроде страйки какие-то кидали, я что-то видел. Ну ладно. В информации которого Келли снял этот ролик фьюрибайтер, он писал и мне, и предлагал мне тоже снять такой ролик. Я безумно благодарен Келлю, что в тот раз помог мне. Ну, немножко не понял Лисичкина, я, типа, его уважаю, но, блядь, Лисичкин немножко ошибается. Процентов 50 инфы смело не только от фьюрибайтера. Типа, я довольно много времени потратил, и помимо всего, это было я, там, катайно приглашал разных людей. Странно, что для него это новые вещи. Я светил ситуацию. Всю эту информацию, которую озвучил Келль в этом ролике, я уже знал полгода. Нет. Ну, это пиздёж. Я говорю, даже если Лисичкина это донесут. Ну, типа, от фьюрибайтера, да, он действительно знал, а вот какие-то другие моменты, я очень сомневаюсь. Однократное оскорбление в адрес Келля. Какой он долбоёб, какие он вы... Опять же, без негатива Клисичка, ну, люблю его... Снимает, как его можно смотреть? Келль это концентрированный кринж. На самом деле, Келли мне не нравится. Чистая копирка эти педии. Человек, который... Ну, я за эти слова держусь, то, что он показывал. Бля, ну, чел, ну, мне показывали вот эту стандартную... Стандартную сборку, типа, то, что говорит эти педии, говоришь ты, там, видосы двухлетней давности. Не, ну, старая хуйня, я уже 4 года, чувак. Ну, типа, я просто... Ну, действительно, да, 4 года назад, когда я только пришёл на YouTube. Не, чел, я тебя... Кого-то, блядь, равнялся, нахуй, чуваки. Я тебя ненавижу, ты, блядь, ёбаная копирка эти педии, хватит оправдаться. Пошёл на хуйню, блядь. Ну, так что, нет, по факту, поэтому... Ну, плагиатор, ёбаный, блядь, за киси нахуй. Да, я, да. Любит пиздеть. Кель действительно, ну, мразота. Стоит Келю вставить. Мразота, мразь, ёбаная, блядь. Блядь, ну, на самом деле, типа, это очень забавная хуйня, то, что я... Это всё фрагмент из того, что я смотрел видос Евгена, в котором он тебя поливал, типа, у меня не было контекста всей хуйни. Я так горд, я так горд. Кто-то видит, как начнёт... Бля, он же рофлит, блядь. Ну, типа, дед в данном контексте. Я так горд, я, ну, блядь, ну, ты... Как расти его канал? Чел, рофлы, Евген... Забей. Сейчас подписчики очень быстро написано, он сказал, начнёт расти его канал. Чувак, после того, как тебя вставил на долю секунды в ролике у тебя канал, наверное, пиздец, как вырос. Ну, вообще, пиздец. Рос, как на дрожжах. Набираются, поэтому, пожалуйста, лайк. И вот они уже с тем самым уёбком келем, это, если что, цитата, дешёвый копирка Шевцова, снимающий свои бусеры. Мне очень нравится разоблачение. Ну, как, не разоблачение, скорее, расследование. Ну, не раз... Это про тебя, кстати, было сейчас. Расследование, скорее, бусеры от келя. Бусеры от келя. Друзья, мы ебёмся с келем, мы геи. Ну, с кем-нибудь. Бля, вот, что за это, ёб, я понимаю, к чему он клонит. Типа... Ты там ко мне подсосался. Я просто тыкал какой-то где-то этот момент. Бля, чуваки, по такой логике я подсосался где-то. Вот реально. Типа, я как-то... Ну, типа, зашёл на YouTube, думаю, бля, какой-то реакт. Мне вылез, я открываю и смотрю, чел, ну, типа, пьёт пиво, угорает. Я тогда в Elden Ring ещё на фоне играл и просто на фоне что-то открыл. Такой, ебать, потешная хуйня. Я что-то сидел, глэкал с этого долга. И потом как-то в диалоге с Дио я просто говорю, бля, там такой чувака прикольного увидел, прям вообще потешный. И он говорит, я его знаю. Такой, о, а можешь, ну, типа, познакомить? Ну и всё. Это я, по сути, напросился. Кейль, ну, ну, хватит выгораживать своего подсоса. Типа, это некрасиво с той стороны. На самом деле, у нас чисто коммерческие отношения. Да. Сколько я там тебе должен за то, что ты со мной стрим смотришь, кстати? Да там рублей. Ну, типа, бывает. Чел, да угомонись, ты уже. Кейль занят, всё. Если одна из самых популярных игр в мире начнут получать шквал хейта, Леня будет хейтить её тоже. Блядь, я её хейтил всегда, нахуй. Типа, блядь, мой хейт геншином пакта очень особенный, нахуй. Быв о десятках на... Кстати, я не слышал хейта в сторону геншина ни от кого, кроме тебя. Говорят, вроде ещё... Чел, да? Это, это, это на хайпе всё, чел. Это, 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 это очень большая правда. Хайп, по-моему, на геншин прошёл не два месяца назад, типа, хейта год назад или два. Ну, просто популярно стало геншин хейтить, я вот видос сделал, да. Игранных часов и вложенных в неё средств. Геншин – это единственная игра, в которую я влил в своё время 3000 рублей. И забыв о том, что когда-то называл геншин её аналогами вполне хорошими играми. В общем и целом, это нормальные игры, чтобы убить время и просто немного развеяться. Чуваку два года понадобилось, чтобы распробовать дерьмо на вкус и понять, что это была не... Ну, я даже не знаю, надо ли что-то говорить. Я просто скажу то, что я сказал, что это нормальные игры, в которых можно развеяться. И как бы... Но, тем не менее, их донатные системы это полная хуета и, блядь, типа, они действительно наживаются на лудобании. Когда геншин только вышел. Типа, ну, они на рынок заходили, они взяли рекламку у меня. Я скажу, я даже поиграл в геншин чуть-чуть. Типа, где-то дня два. Не, погоди. Я... Мне просто интересно в этом моменте то, что он вставляет рандомный фрагмент из видосов, в котором я что-то говорил про геншин, но по факту я говорил, типа, это норм игры, чтобы немножко, типа, провести время, но, блядь, типа, донатные системы в них это полный пиздец. И, в принципе, это мой главный аргумент. Добре, а как бы мы не хуй слышали геншин? Я, может, ошибаюсь, конечно, в твоей позиции, но, типа, эта игра не настолько ужасная, какая-то, что это прям... Ну, в этом можно проиграть? Чел, блядь, но... Да, она хуйня по многим аспектам, но, типа, это не какой-то ужас, типа. Чел, ну, я скажу то, что, типа, мой там в какой-то степени гипертрофированный хейт геншину, который уже стал мемом, блядь, я тоже не особо имел, типа, в прямом смысле, когда я говорил то, что считая, что буллинг фанатов геншина полностью морально оправдан, я не то чтобы поддерживал буллинг всерьез, блядь. То есть, типа, это по большей части ёбаные рофлы, но, как мы понимаем, здесь рофлом не место. А у меня просто все девушки в геншин, типа, катали, я всегда хейт геншин, но у них 100 пичок. Блядь, всем понятно, что дед 47 хочет дружить с Шевцовым. Я хочу дружить с Шевцовым, на самом деле. Шевцовым не подобрать, и он решил на время затусить с тупой копиркой карлихом. А, 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 кель, это просто замена Шевцова, пока я с Шевцовым не могу общаться, ты как бы, ну, тро, 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 троил версия, да. Это была не конфета. Но сидеть на серьезных щах, критиковать геншин, когда ты рекламируешь точно такие же проекты, это как-то нелепо, дедуль. Легендарные в прошлом франшизы, но сегодня игры без какого-либо признака на оригинальность. А что плохого в том, чтобы рекламить Ланейш, Ворс, Воркрафт, я что-то не понимаю. Я в с радостью, который рекламил. Зил тоже хочет с Шевцовым общаться. Типа, ну, пора признаться уже, что все мы хотим дружить с Шевцовым, на самом деле. Китайские никому не нужны залупы, варфейсе, кораблики. На самом деле я хочу с ним не дружить, а рюкзак от него блещен, мой папа почти порвался. Это проекты, которые направлены лишь на то, чтобы сдирать донаты со своих фанатиков. Качество игры, по мнению Лени, определяется количеством занесенных денег за ее рекламу. А если за рекламу не заносят, можно и похейтить. Вообще-то все это тот же самый варфейс. Это не какая-то там донатная помойка, как ты ее назвал. Я прежде... Ты уже говорил, что Евген красивый. Ничем что-то отрекламировать, я все тщательно проверяю. Да я в курсе, в курсе, Лен. Блядь, я не знаю, может он это воспримет как стеб, я не стебу. Реально, симпатичный мальчик, парень. Мужик, я... Хватит пытаться подлизаться. Не, касательно игр... Это неиграбельно. Касательно игр, я могу сказать то, что мне плохо, какую игру рекламировать, если честно. Пока это не сайт букмекеров и не казино, я не рекламирую. А, подожди, я что-то проебал. Да ебал за то, что Warface прорекламил? Ну, Warface, World of Warships, вот он сейчас показывает... Да, чувак, ты когда говоришь, что это реклама, ты, ну, пока выделяешь, что это реклама, ты говоришь, что это реклама? Ну, типа, я говорю... Ты не выдерживаешь свою позицию? Спасибо, спасибо, спасибо нашему спонсору, типа, вся хуйня и ссылка в описании. А, блэк, ты говоришь, что это спонсор? Я не знаю, может... Я просто не могу это понять, что-то... Да еба, я тоже, как бы, ну, не фанат Геншина, но я его рекламировал. Это говорит дерьмон из длани, поднявшийся на фрифайл. Не, просто понимаешь, тут... Да, да, чел, это именно он. Просто человек, который говорил то, что маразм рекламит всякую хуйню, там, максимально уебищную, типа, на эмоциях. Ну, он просто на эмоциях, типа, там было что-то такое. Я рекламирую игры, да, то есть, типа, мобильные игры и прочее. Да, действительно, моя грань находится там, что я не рекламирую букмекерские конторы и казино. Типа, это моя граница, к которой я не перехожу. И, может быть, кто-то из вас не согласен с тем, что я там скажу, что это донатная помойка, а потом я прорекламирую. Ну, блядь, для меня... Реклам файлообменники. Для меня это допустимо, типа. Мне похуй вообще, блядь, если честно. При каких условиях нет. Там в чате написали реклам файлообменники, чел. В любом случае, ж дебутся. Не, я бы на самом деле даже Геншин прорекламировал без проблем, потому что платина ненормальна. Скачу. Кстати, слышал, сколько Никоглай занесли, блядь, за эту хуйню? Не, не слышал. Ну, я не знаю, по моим данным, которые до меня... Может, это слухи, но я от разных людей, которые с рекламой работают, говорили, что порядка ляма баксов. Типа, это... Ну, типа, не секрет нигде. Это много где обсуждается уже. Если это правда, это пиздец. Ну, типа, я даже хуй знаю, осуждать ли тут чувака. Ну, типа... Да, он сделал мега отвратную хуйню. Мне, кстати, они тоже писали. Бля, вы бы знали, сколько они нахуй предлагают, но я отказался. Я рыгнул им в голосовой, и решил менеджера переслать. Это правда, кстати. Не, просто, мне кажется, что ассоциация с этим это билет в один конец. Спасибо большое за подписку на Boosty, очень приятно. Мне кажется, что ассоциация с этим это билет в один конец. Не, я сайты с кейсами даже не рекламирую. Ну, пока что я хуй знаю. Может, когда-нибудь... Нет, не факт. Я как-то рюкзак, кстати, рекламировал, который мне в итоге вообще не понравился. Блядь. А я думаю, что продавецки вы калорио в душе. Не, ну, типа, рюкзак был пиздатый для переноски оборудования, но для повседневки мне не понравилось. Я не знаю, просто рюкзаки, всякие, знаешь, вот эти вот рюкзаки против воровства, знаешь, вот эти, которые полностью закрытые со всех сторон, а карманы внутри. Бля, это ж пиздец неудобно, когда тебе что-то надо быстро достать там. Бля, ты расчехляешься и ту хуйню, тебе нужны... Там себя не оборуживают. Да-да-да-да-да. То есть, я не знаю, почему у людей такая фобия, то, что их, блядь, там где-нибудь в метро кто-то обворует, а хуй знает. Бля, мне вот очень нравится рюкзак. Я понимаю, бля, мне постоянно почему-то рекламу приписывают, но я реально люблю этот рюкзак. Вот, ой, теперь есть какой-то рюкзак такой средний, что... Он реально охуенный. Он такое очко пережил, он до сих пор жив. И там есть один рюкзак, типа, против антиворомства, что такое, он на спине там закрывается. Это реально крутой рюкзак. Это самый дедак. Типа, он такой реально очко пережил, он сейчас слегка порвался, я новый хочу заказать. Ну, я думаю, что, в принципе, ты можешь это сделать в Казахстане. Ну да. ...это ловушка, это уебищно, это не стоит того, чтобы в это играли. Мне написал... Ну, если что, это не реклама, я могу сказать, рюкзак хуйня, мне ничего за это не будет. Просто на всякий... ...представитель ютуберской иерархии по этой игре и сказал... ...то доебутся, я знаю. ...казал, что если я не прекращу свои грязные дела, то меня, и я цитирую, разъебут. Я понял все свои ошибки, К сожалению, Call of Duty Modern Warfare 2 недоступна в России, но существует надежная и популярная по всему миру альтернатива в виде Warface. Забудьте про существование такой игры, как Warface. Она просто отвратительная, но обновленная. Но Warface за три года, с 19-го года, когда я делал это видео, стал намного лучше, пацаны. Это реально пиздатая игра стала, всем советую. Вот, а касательно... Бля, у меня реально была эта хуйня, что я в 19-м году сделал видос, типа, ну, Warface ебаная, блядь, помойка донатная или что-то такое. И мне написал, короче, ютубер по этой игре, этот Буга, короче, Буга Геймс, он постоянно, типа, какой-то популярный чел. Ну, в прошлом он там сейчас кейсы только открывает и свои там мизерные просмотры разрабатывает. А я, ну, мне... Я тогда увидел, мне написал чел с каналом ебать там, ну, подлям или что-то такое, что-то у него там несколько сотен тысяч. И он мне написал, типа, мне больше людей написало, чтобы я тебя разъебал, чем просмотров на твоем видосе. И я такой, типа, ну, это зарофлил, конечно. И он такой что-то мне говорит, типа, ну, и ты, типа, вроде нормальный парень, я твой контент посмотрел. Я вижу, ну, у тебя контент пиздатый, но просмотров что-то мало, я тебе дам несколько советов, чтобы ты, типа, поднялся как-то. Я такой, о, спасибо, ну, для меня это было ебать, большой ютубер мне написал, приятно. Типа, говорит, что поможет советами, наверное, в алгоритме шарит. Я ему написал спустя неделю, слушай, ты там что-то можешь совет там дать? Он меня проигнорил просто, блядь. Типа, чел красавчик, блядь. Боевой пропуск дает мотивацию игроку, ведь он содержит в себе... Когда спрашивают, когда мерч? Я, кстати, одну идею придумал, может, она ебнутая, может, и прозвучит кринжово, мне прямо на днях, я не знаю, то ли мне это приснилось, то ли что. Я довольно увлекаюсь фигурками качественными, ну, как увлекаюсь, пару штук, конечно. И я больше увлекался 3D-принтерами, которые их могут сделать прям реально охуенно, как вот City Project печатают. Я подумал, что если в 3D-модельке сделать Келя только в виде тёлки сисястого, а отрисовать их штук 20 там образно, сделать свои коллекционки, то есть как бы прям целую коробку охуенную со всякими ништяками. Да, она бы стоила, наверное, прилично, но я не знаю, это ебаная, было бы ли это кому-то интересно. Да мне кажется, что у тебя в аудитории нашлись блюдечки, которым это интересно. Фигурку прям пизда, тут всяких ништяков, коробку прям, как вот коллекционка, там, Ведьмака была, что-нибудь такое. Масса вкусностей, при том, что это не стоит вообще ни единого гроша. На хули нам? Бизнесменам. Если игровая приставка, до которой Лёни никогда не было дело, начнёт набирать популярность, Лёня без загрузений и совести запишется в её главные фанаты. А не это ли обозначение слову инфошлюха? Будучи типичным Сони Боем и Нинтендо Дрочером, однажды пересевшим на ПК, человек готов боготворить ту платформу, которая никогда ему не была интересна. Без каких-либо стеснений за пару тысяч рублей он запишется в хейтеры её главного конкурента. Если... Погоди, за пару... На что ты потратил эти пару тысяч рублей? Погоди, за пару тысяч рублей я запишусь в хейтеры её главного... Кто мне платил за... Короче, Xbox... Я до этого очень много смотрел видосов Гриффин Гейминга, ну и типа меня в принципе с Уни Боем всегда раздражали достаточно сильно, особенно после того, как на ПК пересел. Вот. И когда я увидел то, что Xbox предоставляет, то есть он типа геймпасс и прочее, то есть типа куча профита для ПК и всё на ПК портируется и супер там типа пиздатые темы. Ну типа мне реально понравилось и я начал отстаивать типа эту хуйню и мне... Я считаю, что это было максимально оправданно. Но на самом деле мне Microsoft платила 2000 рублей за видос, да. Если Nintendo начну вдруг хейтить, он с гордостью забудет собственное прошлое. Он запишет себя в хейтеры этой платформы и будет призвать к тому, чтобы её игры пиратили. Пиратить игры Nintendo морально оправданно. Бля... Ээээ... Да. Он забудет о десятке купленных и перепроданных Чел, я хейчу Nintendo, потому что я знаю Nintendo, потому что я на ней сидел очень долгое время, блядь. Пиратство для него станет чем-то обыденным. И я хоть осуждаю пиратство. Пиратить игры Nintendo морально оправданно. Не понимаю, что... Блядь, он просто... Когда-то давно... Он просто подставляет фрагмент я хоть и осуждаю пиратство и обрезает следующий конец фразы и подставляет другого и типа как будто противоречие. Есть эти... Блядь. Ёбаный рот. Для Nintendo пабликов обзоры на заказ пилил. Для Nintendo пабликов обзоры на заказ пилил. Нет, это работало не так. Я делал просто видосы, я снимал обзоры на игры для 3DS. И был один паблик, в котором типа мой друг был. И он говорит, слушай, если будешь подставлять типа этот... Как это, не превью, а заставку сначала типа нашего паблика, то мы будем публиковать эти ролики у себя. Я такой, ну типа заебись, дополнительный пиар, как бы, ну типа похуй, там было, блядь, 600-700 просмотров. Ну да, пилил ролики на заказ. Прошу, он сам был тем самым... Бля, уходя от темы, вообще некрасиво сейчас, но типа там в чате пишут, я б купил, купил эти фигурки. Такой хуйни никто не сделал, мне кажется, даже на западном ютубе типа коллекционок. Но проблема в том, что создание этой фигурки одной, это пиздец дорого. Ее надо на каждую фигурку нанимать, типа художника, на каждую это все вручную будет делаться. И типа такой бокс может стоить чуть ли не до 20 косарей, типа это просто ну в чистом виде вот я потрачу на него создание. Вот в чем проблема. Это реально очень дорого будет. И я поэтому думаю, ну кому нахуй это надо за такую сумму? А делать хуйню типа дешевую, ну не. Ну да, 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 это сложно будет. Консольщикам, которых высмеивать на протяжении всей своей карьеры. Ровно за то же самое, что сам на протяжении всей жизни делал и продолжает делать. Поржать над людьми, которые покупают консоль ради эксклюзивов? Пожалуйста, мы хоть 50 роликов на эту тему запишем, а потом сами пойдем купить. Нет, я рофлил не над людьми, которые покупают консоль ради эксклюзивов, я рофлил над людьми, которые чувствуют в этом какое-то превосходство и делали видео про то, что Xbox сосет, потому что там нет таких пиздатых эксклюзивов. Я просто не знаю, типа просто человек как бы не в курсе всех локальных мемов, особенно про Game Pass, но ладно. Купим себе Xbox ради игры 10-летней давности. Но если честно вам сказать, я купил себе Xbox просто ради Ninja Gaiden 2. А затем и вторую, пятую пойку ради новых эксклюзивов. И да, Sony продали мне PlayStation 5. А затем пятую пойку, второй раз. Даже не ради игр, а ёбаного двухдневного бета-теста. Ну да, там был бета-тест Call of Duty, который был на неделю раньше, и я купил PlayStation 5, чтобы поиграть в Call of Duty пораньше. Специально купил себе PlayStation 5, именно для того, чтобы поиграть в бету Call of Duty на неделю раньше. Ну, бля, я просто скажу, что дед пиздец как панатеец Call of Duty, поэтому, ну даже вне стримов мы сегодня играли в колдуну, то есть. А, не, ну просто он не совсем понимает то, что эти вещи покупались для того, чтобы снимать по ним контент, во-первых, во-вторых, потому что мы эксклюзивы выходили, я на них обзоры в любом случае делал. Сказочный, долборец. Евген, держу в курсе. Плойку купили мне подписчики. Я стримил, мне на нее задонатили, я пошел на эти деньги, купил. Разоблачитель, блядь. И бета-тест шел 4 дня, а не 2. Гениально. В прошлом он точно так же коллекционировал эксклюзивы, скупая их целыми коробками. Он писал обзоры на эксклюзивы, он обсасывал их со всех сторон. Ты мразь, блядь. Я делал обзоры на портативные игры, мне нравились портативные консоли PSV и 3DS, я делал видосы, я собирал эти игры, потом я все это продал, потому что понял, что в цифре иметь игры просто приятнее. Потому что они эксклюзивы. Бля, вот эта ебка из разряда, можно сказать, что Евгеном проплаченный амбассадор фрифайра, блядь. Ну, типа, что? Я просто не понимаю. Сегодня он стал вдруг противником той самой эксклюзивности. Знаете, гайз, мне кажется, погоди, то есть то, что я делал видосы по эксклюзивным играм для портативных консолей означает то, что я был сторонником эксклюзивности. А теперь я, блядь, я не... Ладно, окей. The God of War хвалили только потому, что это будет. Когда девушка отправляла деду свои нюцы и просила в ответ прислать собственное достоинство, дед отправлял фото с коллекцией контриджей от Нинтендо. Он все... Всю свою жизнь еще до всех этих цифр выступал за консоли и гумился над ПКшниками, которые не могут прикоснуться к этим великим играм. Блядь, да, это кринж. Я в 16 лет выложил какое-то видео смешное, в котором был фрагмент из фильма и в этом фрагменте высмеивалось то, что на ПК люди не могут в GTA 5 поиграть во времена PlayStation 3. Я прошу прощения, пацаны. Когда-то я был консольщиком, я это не особо скрывал, но теперь это показали. Я был пойман с поличным. В собственной аудитории это P47 никогда не шел на пролом. Лишь в самом начале он как-то пытался отстаивать свою правоту. За что был с позором попущен всеми, кому не лень. Особенно мне нравится история со страйком год назад. Погоди, я был попущен всеми, кому не лень и приводит ебучий случай с Тараном. Ну окей, окей. Я просто... Я не знаю про этот случай. Ты что-то рассказывал, я помню. Чел, случай с Тараном это классическая хуйня, когда ты не знаешь, как сделать разоблачение на DTP 47. Ты просто смотришь все прошлые, там, 3 или 4 разоблачения и берешь оттуда случай с Тараном. Которая отлично показывает, что из себя представляет Леня, как борит за справедливость. Сначала мы хейтим кого-то на потеху публики. Но как только получаем ответку в виде вполне обоснованного страйка, бежим записывать плаксивы и... Подожди, что значит обоснованный страйк? Короче, Чел сделал... Как он может быть обоснованным? Чел сделал, там, по-моему, 8 или 10 минутное видео про то, что, типа, PlayStation заебись, потому что можно там игры в аренду брать или что-то такое. Вот. И я сделал видос, в котором просто, ну, посмеялся над этим, но, типа, Чела я никак-то не оскорблял, просто, типа, ну, порофлил над этой хуйней. То есть максимально transformative контент, в котором я использовал фрагменты его видео и, типа, отвечал на каждый конкретный аргумент. Ну, типа, как-то так. Вот. Чел... Короче, мне страйк кидал, копирайт страйк. Но я считаю, что этот страйк был максимально необоснованным. Вот. Своё мнение по этому поводу я не менял. Но я тогда очень сильно очканул. Это реально стыдный случай в моей жизни, то, что я очканул. Я сделал видос, типа, то, что он мне кинул страйк. Там набралось где-то 5000 просмотров. Я запустил стрим, типа, обсуждаю эту ситуацию на Твиче. И тут после того, то есть до того, как я выпустил видос, я ему пишу, он мне говорит, типа, я занят, я занят, или просто меня игнорил. Я выпустил этот видос, типа, то, что он мне кинул страйк. Я запускаю стрим на Твиче, играю в колду, и тут он мне резко пишет, типа, зачем ты выпустил видос? Типа, давай поговорим. Я такой, ну окей, я закрываю стрим, мы идём с ним болтать. Ну вот мы с ним болтаем, он мне говорит то, что вот ты использовал мой контент, я там так над ним старался, а ты, типа, там, что-то этот, я говорю, ну типа, хуй знает. Ну, короче, в итоге я попытался на мировую как-то вывести. Ну, я, блядь, ну, у меня тогда какой-то успех на Ютубе появился, я боялся его потерять, и типа, страйк, сам понимаешь, неприятная хуета, я затерпел, блядь, и... Ну, если человек страйканул тебя просто за мнение, какую-то критику, может даже, ну, в теории, с его мнением необоснованной, он долбоёб, ну, типа, я ему это в лицо скажу. Ну, вот я тогда не сказал, я, типа, затерпел, это реально стыдный случай в моей жизни, это было в начале 2021 года. В любом случае, это для того чувака, если он тестериканул. Ну, я-то, я-то затерпел, чтобы он страйк снял, я, типа, на мировую попытался выйти, и плюс я тогда очень некрасиво поступил с своими подписчиками, то, что люди пошли, ну, как бы, из-за чего, собственно, он вышел со мной на контакт, я же выпустил видос, в котором сказал, что он мне кинул страйк, и я так понял, что к нему много хейта полилось, он из-за этого, типа, ну, сразу со мной, типа, начал общаться, вот, и... Да, и, типа, я, короче, ну, типа, эти люди реально пошли, как бы, меня защищать, а я потом выпустил видос после этого, типа, ребят, типа, ну, там, осуждая подобный, типа, там, хейт, вся хуйня, ну, короче, бля, это, я очень тогда некрасиво поступил по отношению к своей аудитории, мне до сих пор за это стыдно, я считаю, что полностью оправданная хуйня, то есть, этот пункт полностью оправдан, просто я, понимаешь, уже слышу его в пятый раз в пятом разоблачении, ну, типа... А, тогда похуй, давай, типа, да. Видосики, ребятки, мне страйки. Только не понимаю, почему он называет страйка оправданным, Евген. Типа, и... Бля, я даже страйки кидать не умею, я столько раз апеллировал страйки, причем удачно, а кидать я так и до сих пор не знаю как. Кинули, помогите. Он буквально готов вылизать задницу оппоненту, лишь бы с ним помириться. А когда мирится, зовет его на совместные стримы. И мы договорились, что, блин, мы так неплохо общаемся, почему бы нам не замутить стрим на следующей неделе. Ты классный воин, Леня. Твоим навыком сегодня... Я очень сильно обосрался в тот раз. Прошу прощения у своей аудитории еще раз спустя. Да, подожди, а ты говорил раньше, что ты, типа, был неправ в той ситуации? Чел, я, блядь, на каждом ебучем разоблачении. Сначала это было у одного чела, потом это взял другой чел. Каждый ебаный раз. Это сюда добавлять. Я просто, я прекрасно понимаю такую идею, это как мне доебываться до моего какого-то ролика там четырехлетней давности. Я каждый раз говорю, типа, блядь, это из раза в раз кидают. Че вы, блядь, хотите этим добиться? То, что, чтобы чел признал, типа, сказал, да, так он и так это сказал, нахуя это снова-снова тыкать. Но, не... Когда вот подобным занимаются, я уже сразу разоблачение подписываю, ну, типа, 0 из 10. Потому что, ну, это просто доебываться. Ну, просто чел, ну, 2 терабайта файлов. Супер-мега-разоблачение. Давай смотреть дальше. Мне позавидуют даже мины. Типа, я, блядь, даже когда до маразма что-то доебывался, там были моменты, в которых он там, ну, действительно, признавал свою вину где-то, и я, блядь, такой, ну, да, чел, ну, передумал. Нахуя это встанет? Набороны РФ. Осуждаю такой юмор. И будучи очень закомплексованным человеком в жизни, однажды, случайным образом... Я вам спасибо за подписку на бульсце, братан, очень приятно. ...получившим мнимую популярность и узнав, как все устроено на этой платформе, на чувство собственного достоинства он положил болт. Сегодняшний дед это самый типичный жалкий приспособленец, который готов подставить рот под любую струю, если она спасет его от жажды. Забив на правду, на... Знаешь, в чем проблема всех вот этих вот разоблачений? Я бы на твоем месте вообще его не смотрел, и я впредь тоже, например, свои не буду никак отвечать, потому что вот Эпопея с Евгеном и прочим, это, наверное, последний ролик, когда я отвечал на какие-то разоблачения, то есть, ни для кого не секрет, я отвечал ролика, там, сколько, три на канале у меня или четыре снято с ответками на разоблачение, целыми посвящено. Я беру каналы популярные, непопулярные, которые ответки делают, и каждый раз мне даже Игорь перед публикацией того ролика говорит, нахуй ты это делаешь, блядь, чел, потому что... Я говорю, ну как они ж пиздят, надо же ответить, и вот я понял, теперь каждый чел, который снимает вот после вот того, как я ответку вот эту более-менее крупную сделал, теперь каждый чел снимает разоблачение у себя пишет, ну а мне он не ответил, значит, зассал, ебать. А вот, ну, потому что у меня аргументы лучше. Блядь! Не, я считаю то, что, типа, если какая-то такая хуйня происходит, мне просто ради именно развлекательного момента мне интересно это все смотреть, то есть, типа, как это все вывернется, как это вывернется в этот раз, то есть, будет ли история с Тараном в этот раз после всех этих раз, то есть, типа, и каждый раз, когда эта хуйня, я такой, ну да, типа, с Тараном, ну, обосрался, типа, сори, пацаны, и все, блядь. Какую-то мораль, как последняя путана, он облизывал и будет облизывать все самое... Да, чуваки, скорее всего, больше не будет ответа, потому что, блядь, реально каждый теперь думает, что я ему должен ответить, но я в канал фкал просто превращу в ответки на эту хуйню бесконечную, ну, и самому заебывает. Популярное и хайповое. Даже если это популярное идет вразрез с его личными убеждениями. Хватит принижать других, просто потому что им нравится что-то, что не нравится тебе. Но не ты, Леня, построил всю свою сегодняшнюю карьеру на том, что осуждал и критиковал других людей. Только за то, что их мнение разнится с твоим. Я осуждал этих людей за то, что они принижали других. То есть, я осуждал людей, которые говорили там, вот вы, там, пекари, получаете крошки с нашего барского, с унибойского стола. Но я даже не осуждал, я просто рофлил с этого и все. То есть, эти люди, которых я обозревал, мне максимально теплые и близки. Я обожаю там у Вадима Иванова и консульманию и регулярно прошу вас там ходить им приятные комментарии оставляли, потому что эти люди просто прикольные, блядь. И мне было интересно на них видосы делать. То есть, он поворачивается так, что я как-то негативно там, типа, их хейтил как-то жестко, типа, я там построил на токсичной аудитории и всю эту хуйню. Но, блядь, на самом деле все это было максимально по-доброму, блядь. Просто Евген обиделся и он думает, что ко всем было такое отношение, но отношение такое эксклюзивно к нему. Делается это все лишь с одной целью, успеть забрать свой кусок из чужого пирога и подсосать аудитории, которая выступает против или за ту или иную... Да, мне это уже заебало еще. Просто вот на протяжении 20 минут, ну, да, начало, может, там что-то было, а сейчас просто одно и то же ему солится, подсосать аудиторию. Высказался он там как-то не так, консоль не... Да вообще поебать, блядь, техноблогеру не понравилось какое-то там мнение кого-то на ютубе, какая-то игра ему не понравилась. Да кому ни похуй, высказал чел свое мнение. Надо разблачить, блядь. Чел, ну, тут же ясно, что я заслуживал это разблачение. ...во всех своих видео и на стримах дед пристает перед... Типа я, может я предвзят, но я стараюсь объективно смотреть, но пока я абсолютно вот 21 минута прошла, я вообще ничего не вижу. ...дрителями в виде так называемого зеркала, транслирующий далеко не свое мнение. Это мнение общественности, большинства. Мнение, за которое его совершенно точно поблагодарят и поддержат. Мнение, которое меняется из видео в видео. Забудьте про существование такой игры, как Warface. Надежные и популярные по всему миру альтернативой в виде Warface. Только я, больше никто, поэтому сделайте правильный выбор. Да, теперь я знаю, на кого подписываться, если я захочу узнать все новости о консолях. Спасибо всем, кто закидывал мне это видео, это было просто чудесно. Призываю вас подписываться на дорогого... Блядь, это было иронично. Он даже подписал, он типа рофлит. То есть я реально рофлил, типа, это было очень, типа, хорошее видео, спасибо, что в ней вы скинули, я много чего нового узнал о консолях. Это, блядь, нахуя скидывать, блядь, рандомные моменты из рандомных видосов без контекста, ну типа, соответствующие твоему нарративу. Это выглядит очень убого, блядь. Сергея Тарана. Которая меняется от стрима... А причем это встречается на протяжении разоблачения, вот сколько мы смотрели, и там где-то я тыкал, тоже я на это не тыкался. То есть чувак... Проблема Евгена в том, что он, не знаю, то ли специально, то ли нет, но он вообще не выкупает рофлы, сарказм, ирония. Для него эти слова как будто чужды, то есть как будто он их не восподнимает. Вот в чем проблема. Я не понимаю... Не, ну это видео дало мне хорошую перспективу на то, кем является Кель. Многое из этого было вырвано из контекста, и у меня нет сомнений то, что это плагиат. Плюс к этому многие видосы... Да, чел! Это про тот фрагмент, который во всех видосах про тебя, кстати. Были просто банально старыми. Небольшой офтоп. Дед, я держу тебя в курсе, но видосы были не старые. Кель был улечен в плагиате в своем же новом ролике на маразм. В смысле, примеры были старые. Ты показывал ролики, ну, блядь, она за четыре, блядь, уже до девятнадцатого года. Ёп твою мать, что? А, это вообще, по-моему, из ролика. Это плагиат. Маск, ненормальный мужик, по-твоему. Тоже какая-то сани аниме форсит. Хотя, куда там ему до настоящего мужика? Он же всего лишь двигает прогресс. Реальные мужики, а всякие Илоны Маски, которые двигают прогресс, это петухи, которые смотрят аниме. Они вообще думать сами умеют? У них есть? Подожди, на, подожди, на, подожди, я, типа, в его глазах настолько долбоёб, что я обвиняю людей в плагиате и тут же буду пиздить у шапки? Блядь, да, типа, я привёл в пример того же Илона Маска, ну, блядь, ну, и что? Я, я, может, чего-то не... Блядь, ну, я искренне не понимаю здесь, типа... Ну, там, не знаю, как-то совпадение прям жёсткое было, но... Ну, блядь, можно пересмотрим? Ну, давай, давай. Ну, видосы были не старые. Кель был улечён в плагиате в своём же новом ролике на маразм. Илон Маск ненормальный мужик, по-твоему, тоже как Эда Саня и аниме форсит, хотя, куда там ему до настоящего мужика, он же всего лишь двигает прогресс. Реальные мужики, а всякие Илон и Маски, которые двигают прогресс, это петухи, которые смотрят аниме. Они вообще думать сами умеют? У них... Блядь, типа, есть схожесть, да, в примере с Илоном Маском, ну, блядь, окей, на часовом ролике какая-то секундная хуйня. Ну, типа, я ролик шапки посмотрел перед этим, но, блядь, я, типа, не настолько еблан, чтобы пиздить у шапки, да меня сожрут сразу же. Тут, скорее, действительно сыграло то, что была вот эта фраза, типа, двигают прогресс. Даже не то, что Илон Маск, ну, типа, совпадение... Блядь, я не хочу как-то мазаться, но просто, блядь, я, я, чё, еблан, блядь, шапки пиздить, ну, это чел, который, ну, блядь, очень смежен со мной по контенту, я аудитория, и до места еблан. Ну, типа, не знаю, как бы, вообще, похуй, это похуй знает, как это похуй есть. Я бы хотел фул вставку этого увидеть, того, что мы говорим, они вот так вот нарезаны, ну, похуй. Разум там, там кельт признает. Не, я не перебываюсь. Когда ютуберы начинают говорить об истории, я, когда это слушаю, я просто думаю, блядь, типа, какой-то чел, которого пиздили в школе, начинает тут загонять. The next day. Америка вторглась, ну, типа, пошла в Нормандию, чтобы не допустить распространения советской... А порой и в... Вообще не понял. Я смотрел какое-то видео, и там было сказано про то, что Америка вторглась в Нормандию, чтобы не допустить... Причем, я... Если даем до этого, чувак, что я объясню, можете... Не-не-не-не-не. Можете от... Окей. Смотри, какой контекст был, то, что там видео говорилось про то, что Америка вторглась в Нормандию, чтобы не допустить распространения Советского Союза. Это мое видео было, да. И я просто пороплился в это, потому что это пиздец, типа, срочная хуйня. А, погоди, это из твоего видео было, блядь? Да, просто я помню этот момент, я видел реакт, я недавно, ну, типа, и там вы можете открыть этот реакт, если найдете там прям в комментариях, я помню, чел в топе писал, то, что, типа, да, ты здесь допустил ошибку, но секунд через 20 ты справился. Ты просто не так понял, о чем я говорил, и все. Типа, я не понял. Если это действительно так, он подает именно вот в этом ключе аргумент, то здесь просто нагло вырвано из контекста, и, ну, я готов за эту хуйню ответить. Если, может, я просто аргумент не понял, хуй знает. Вовсе запах. Ну, учитывая, так скажем, линейку, ступенчатую вырывание из контекста, я не удивлен. Минут. Мэйстримы, это не место для политики. Five minutes later. Про российские, за свой и прочее, они, как бы, ведут эти паблики не потому, что они горят очень сильно. Может, я был не до этого, опять же, я не понимаю. Эта идея... Чуть ли не каждый его ролик можно описать очень просто. Guys, пока этот персонаж из Берсерка не продолжил, я хочу вам то, что сказать. Я, Дэдпи 47, бля, бля, персонаж из Берсерка. Так, так, окей. Полностью вас поддерживают. Sony Boy, тупые, иксбоксы, это круто. Продолжение на рынке, потому что вы получаете всего лишь за 1 доллар огромную библиотеку игр. Ссылочка, кстати, есть в описании. А разум тупизм, это фрики, кей, красава, а Евген, это просто кончили конкурс. Помните, guys, я на вашей стороне. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки этому стриму, это безумно помогает в продвижении. Кстати, guys, ставьте лайки этому стриму, это реально очень помогает. Евген сейчас по факту сказал. Реально, Евген, мне даже говорить ничего не пришлось. Спасибо, да. Game Pass реально лучшее предложение на рынке, это правда. Спасибо. Наверняка вы уже успели понять, что слова деда очень часто разнятся с его действиями. Об этом мы поговорим в части про лицемерие, а пока что то, за что его многие любят. О, боже, какой же этот фри-файр еще душный, блядь. Так, guys, мне нужно отойти буквально на пару секунд. Сейчас я вернусь и мы продолжим это смотреть. О, там слева каргасный. Спорим, что сейчас пойдет ссать. Ха-ха-ха-ха. Дед, давай наперегонки тоже в туалет уйду. А это было, кстати. Ха-ха-ха. Давайте всяким доделать. Че, успел? Успел? Сказал же. Бля, вот это охуенно. Быстрее, чем 40-70 секунд. Бля, красиво. Пошли наху. Бля, вот это правда. Вот за все разоблачение, дед, вот это просто фактит Евген. Ну, чувак, нет, я просто быстро су, чел. Это просто навык, ты не понимаешь. Да, чел, Евген наглядно сейчас показал, как оно все происходит. У тебя просто штаны черные, поэтому не видно. Да они серые. Да они кракеты. Ну, они серые. Не, вот это реально охуенно. Не понравилось. Это прям реально. Это 47 свалит. Ну ладно, это смешно. Лицемерный гомик, да я дам тебе в рот, ты поставил свое мнение на автопилот. Если описать деятельность деда кратко, то он пытается выделиться из массы, делая говно для другого говна, которое после просмотра обсуждает фактуру этого говна. Но сам он все это называет совсем не скромно. Я знаю, вы соскучились по максимально качественному контенту. Ка- качественного контента. Все мои видео это максимально качественный контент. Кстати, подписываюсь под каждым словом. Разоблачение настолько гениально, что без пояснения деда и Киля непонятно, что этот чел имеет в виду. МБ, он недооцененный гений мета-иронии? Чел, ну да, просто для того, чтобы знать контекст всего этого, нужно посмотреть все видео и все стримы на моем канале. Короче, с историей был прикол в том, что типа ты сказал, мол, блогеров, говорящих за историю, пиздели в детстве, а потом вставка, что ты за историю затираешь. А я не затирал там за историю, потому что я смотрел типа видос Келя и повторил его тейк и посмеялся над ним. То есть типа я не знаю, мне показалось это смешным. Да нет, там сказал типа ядерная бомба. Я что-то сказал, ядерная бомба у Советов появится только что-то в 45... Бля, Левка. А в 49-м тире 50-х и ты скажешь, как же так, типа в 44-м или в 45-м. Я извиняюсь, реально стыдно забыл, когда на Нагасаке или там вот это все. Бля, я не помню, если честно. Типа максимально поебаться. Короче, это вообще похуй. Типа вот кого-то реально ебет, откройте просто реакт деда на это, найдите тот момент и просмотрите вот вот этой вставки, от вставки Евгена 10 секунд вперед. Вот. И опять же, может Евген не это имел в виду, типа, но если это, то это вырвано. Очень нагло. Давайте же и посмотрим, что такое качественный контент. Это написанный на коленке за пару часов сценарий. Даже не за один день, что по меркам качественного контент-мейкера для некоторых ютуберов считается зашкваром. Ну, понимаете, уровень качества фрифайрщик, типа, там у них другой уровень создания роликов. После того, как сценарий написан, начитывается... Но, тут опять же сравнение разоблачения на кого-то часового и моих роликов, которых я просто попукиваю на фоне куллов дьюти на интересные мини-темы. ...текст. И после за одну минуту накладывается под записанный геймплей какой-нибудь игры. Даже больше скажу, сценарий для Ведьмака я тоже написал за день где-то, потому что это не разоблачение, это просто мнение об игре. Ну, типа, да. Ну, типа, да, муж я дополнял, там, ну, чуть больше дня муж вышло, конечно, ну, типа, а что там, блядь, делать? Я просто не знаю, ну, так я делаю контент, да, мне и сценарий в большинстве. Не, я понимаю, я бы один день потратил на сценарий на маразм разоблачение, там, хуйня бы такая вышла, пиздец. ...производство, вот так вот видео на 10 минут с геймплеем заняло у меня всего лишь каких-то полтора часа. А если бы геймплей был записан заранее, то это и вовсе каких-то 30 минут. Подобное под силу сделать любому школьнику. А порой и вовсе ситуация облегчается, мы просто скачиваем чужой ролик, режем его на части и комментируем. И если кто-то сейчас решится придраться к моим словам, что это придирки ради придирок, вкусы у всех разные, то я напомню вам как дед рофлю над маразмом или тупизмом и даже надо мной. Называю наши ролики говном, собранным искусственным интеллектом, который штампует ролик, даже не заморачиваясь над ним. Все ютуберы, которых мы сейчас разбираем, это искусственный интеллект. Как в таком случае назвать тебя, Леня? Человек, который делает ролики за пару часов и высирает их на канал пачками. Кто-то где-то пукнул в 5 утра, ты бежишь снимать. Ты уж прости, но... Бля, я не буду приводить в пример ролик Евгена. Хочешь, давай его канал откроем. Не, чел, я... Я не хочу смотреть видосы про Никоглая, блядь, я не хочу. Давайте я трюшки называю просто канал открыть. ...по-другому. А раз уж ты точно такой же, как другие, кого ты критикуешь, чья бы корова мычала за контент? Я прекрасно знаю... Логично, чел. Что ты мне сейчас скажешь? Помимо того, что я... Но чел просто завидует моему качественному контенту. Ютубер по Free Fire. Чувак, чувак, да я никогда ни от кого не скрывал, что делаю свою хуйню на коленке. Я вам спасибо на 500 рублей. Побольше бы таких разоблачений. Это просто сборище уникумов. Альтерна. Одаренных гениев. Не, я не согласен. У меня максимально качественный контент, сделанный не на коленке, потому что каждый геймплей я записываю с огромным, огромным, просто величайшим усердием. Я считаю, что это максимально неправда. Ради денег, да? Я никогда не скрывал, что делаю контент ради денег. Прости, что обижаю тебя, что мои ролики собирают просмотр... Блядь, я даже не знаю, с какого видоса и в каком контексте это было сказано. А твои нет, что мне донатят? Прости. О, Макева, спасибо за соточку солнца. На пиво тебе, дедуль. Мне так приятно, спасибо, спасибо. Сделал бы тебе анилингус. Не, я без негатива к Евгену, но пока вот сколько, 30 минут, я не понимаю доебок таких весомых. Просто вот эти 26 минут можно было уложить в 6. Ну, буквально. Я ну, хуй знаю. Но ты далеко, дорогая, спасибо. Евген, посмотри на мой канал. Посмотри на свой. Чел, ты ютубер по фрифайру с мертвым каналом. Уталяй его нахуй и не позорься. Меня особенно умиляют твои тейки после каждого разбора. Если меня критикуют, значит, не завидуют. Чел просто завидует. Насколько я понял, АЗ достаточно сильно завидует тому, что мне донатят. Наверное, когда тебя впервые позвали играть в пинбол-одноклассники, ты не сразу сообразил, что ствол с шариками из собственных штанов доставать было не обязательно. Тебя критикуют не за то, что ты как человек кусок говна готовый честь продать за пару золотых, а потому что все твоим просмотрам завидуют. Это правда. Это правда. Все завидуют моим просмотрам. Я тоже завидую. Я считаю, что это полная правда. Бездарность, как я собираюсь в просмотры абсолютно незаслуженно. Мне так грустно от этого. Тебя критикуют незаслуженно. Это было... Да, да, я считаю, что я бездарность, которая максимально незаслуженно получает просмотр то что ты каждого второго шляж нахуй матерей ебешь направо и налево а потому что тебе донатят больше чем который делал разоблачение не завидуют она там критикуют и потому что твою там чел там просто это очень смешная была ситуация короче телом я сделал разоблачение пока я был в израиле и короче его смотрел на она постоянно прерывалась донатами и он в чате с этого горел блять видоса в очередной раз учитывая что дальше было про политику говорилось мол ты против политики на канале след про леку пошла ну кстати да 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 согласен спасибо большое за сотку вот тут такая ситуация очень интересная была да что сделал какой-то чел на меня разоблачение вы на стриме смотрел по рофлу и короче мне постоянно донатили в процессе а он в чате сидела у него жопа горела он говорит отключи донат и смотри мой разоблачение я говорю чел не завидусь понимает понятий тебе прилетает заслуженная претензия ты осознал свою ошибку и дальше не полез в залупу не стал плодить срач это блять затерпел еще изменяешься потом за это ты как что ли у него парня что ли я увел у него келли дым правда я вот данный что у него парня что а смотри да там была такая ситуация опять же вот а я забыл о чем я хотел сказать так что тащи поебать у нас еще два часа касательно ситуации сторонам я извиняюсь не за то что типа я там как-то ситуацию попытался мирно разрешить и убрать этот страйк и прочее чтобы не продолжать этот срач я извиняюсь за то что это когда своих зрителей оскорбил тем что они пошли меня защищать я сказал что они токсичные уебки им не стоило типа к нему идти его хейтить потому что они это делали потому что пытались меня защитить я как бы ну типа не очень некрасиво с ними поступил только в ролик а потому что блядите а монетизация есть даты за деньги все делает они за деньги вот он много донатов получает у меня всего 400 рублей лёха шевцов услышал все это в окно бы вы спасибо большое я не понимаю я вот шура сам 7b в рот себе а просмотры не буду пилить на тебя разоблачение ибо я завидую твоим подпись чел недостаточно глубоко суешь на самом деле там опять же контекст этого разоблачения там чел говорит говорит то что вот там деду его покорные типа хомяки засылают донаты а вот мне прислали 400 рублей я пиздец там радовался было супер охуенно и я такой блять ну да типа сорян получение заслуженные донаты ты бля я не понимаю нахуя он рофлы сюда вкидывает какие-то аргумент не первый раз типа я не знаю просто вышелось бы до подоконника дотягивался на свет на для кстати про этот прошуру я виделся как-то подпишеки что-то спрашивали бля чуваки не покупайте шур это очень дорого к нему нужно еще предусилок либо кань звуковуха которая уже со у меня потом плаут лифтер желательно короче для него пиздец и каждый раз пытаясь играть в нее ощущаю что жру ли он и получше когда для голодов но за через фирекс спасибо кайфану не за что брата нравится понравилось многочисленных реактах абсолютно всем кто предъявлял тебе что-то в своих разборах даже отходя от темы контента говоря тебе как о личности о твоем поведении и словах которые самопроизвольно вылетают из твоего рта ты предъявлял в ответ за содержание их каналу у нас ведь уровень аргументации определяется содержанием канала ты блять гений понимаешь если моя карьера закончится на том что блять какой-то ёбаный я покорный хомяк спасибо за 400 рублей блин опять рофал за аргумент гублю хуху фарш ты мне доебется но определён тебя троллят за то что ты фрифайер шик не потому что у тебя канал на по фрифайру а потому что типа ты из этого триггеришься жёсткий это сейчас зачем зачем ты раскрыл эту хуйню надо раскрыть карту уже пора спустя полгода но всем похуй да да хоть в майнкрафт играй но типа ёптвы мать сейчас погоди играл фрифайр я не знаю что это за игра да да вообще похуй во что он играет почему он видосы делает типа я просто как-то сказал эту фразу блять чё ты пиво вот так он это стриггерился я это увидел я это тоже начал разгонять им поэтому все разгоняем триггерится он реально триггерится помнишь что он в комментах там писал его оставляли постоянные комменты под этим под трейлером разоблачения на меня он же блять два трейлера выпустил пиздец да 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 он два трейлера выпустил там в комментах написали просто такой комментов чел ты ютубер по фрифайру и он там в коменте написал ну может что-то новое придумаете но я вообще-то типа я может быть говорить что я там этот и пешник предприниматель я и постам долфу там короче блять это такая хуйка заслуживает заслуживает нам больше типа не показатель того какой ты человек твой контент у меня есть стенд оффер друг есть недавно с ним виделся там популярный топ-1 по-моему уважение чем мой какая зависть какой хайп дедуля там где ты учился я преподавал ленечка угомонись ты все еще и дуги по фрифайру ты всего лишь ютубер по твиттеру прекратите донатить за дуги комфортно каким донатом тебе кто завидует шут ты блять горохов а там тоже тоже блять там тоже была ситуация с тем разоблачением то что типа там хомяки шлют да короче он игорь пишет в чате главное чтобы не дотер вчера рейтингом помой наконец-то голову если все это называешь заработком если этим действительно стоит так гордиться кстати классная гифка у меня все ее используют в телеге и все подожди он тебя предъявляет сейчас за бабки смысле блять ну типа дед всю эту хуйню но я блин я вот эти вставки которые по крайней мере он показывал ну я выкупаю когда дед рофлит а вот когда евген мне показывал типа сколько он бабок помнишь пачку денег на кран там сломал я такой ты вообще похуй чел сколько ты зарабатываешь причем тут это он там посты хуярит постоянно типа ну окей ты богат и богаче меня допустил кей ладно что я бомж натуре бля не я тогда зарублял над тем что типа блядь сколько микрокредитов взял чтобы эти бабки показать вообще-то я богат и реально много зарабатывать смысле он достаточно как это слово на английском не тупой dance dance такое слово не танцевать а в другом смысле типа твердый ну ну тупой еще пятеру от меня и продолжай плясать клоун штопаны кстати в совокупности учитывая все донаты с фейков которые направлял чтобы сказать мне почему не смотрю разоблачение евгена принц света питера я уже получил бля вот эта хуйня кстати с даёбами про то что он донатит изначально она была на грани рофла но просто опять же у меня у нас нет этому доказательств мы ни в чем не обвиняем но блять будем честны опять же это сейчас не оскорбление не подъем но у евгена небольшая аудитория достаточно зайти в его телеграм и эта аудитория это просто чуваки которые любят free fire телефонную игру и блять когда с маразмом были какие-то срачи блять да с кем угодно у тебя были срачи тебе в жизни не прилетало столько донатов от людей у которых в десять там в двадцать тысяч а хуй знает аудитория больше раз даже это не в двадцать там в сотни там тысяч раз не было такого актива но я не верю что вот этот весь актив создает пару человек которым интересен free fire какая-то детская телефонная игра но я не поверю что вот блять чел ты видел после его телеги это не равно был то есть то что типа раньше здесь было 12 тысяч человек а теперь здесь три тысячи человек что за хуйня там что-то такое и там ему люди реально бля знаешь на что это было похоже короче помнишь call of duty 4 игра там была миссия в припяти и там вначале макмиллан говорит что раньше здесь жило типа столько-то тысяч человек а теперь это город призрак я вспомнил эту миссию припяти и там ему реально люди отвечают то что типа бля ты раньше делал по фрифайру там пушки обозревал типа нам нравилось теперь такие-то разоблачения типа вообще не понимаем эту хуйню и короче бля я ну в принципе это понятно он сильно изменил как бы свое направление и проебал аудиторию если сравнивать на этом запалились ну запалили его но не факт опять же мы не утверждаем может реально не он но типа я очень сомневаюсь просто мы как-то с тобой сидели на стриме и прилетает донат но я просто стилистику сообщения евгена понимаю как он пишет примерно вот эти громкие заголовки и мы с тобой что-то очень громко глэкали нам прилетает донат отец евген жестко по фактам вас прямо сейчас разъебал свои телеги мы что-то глэкали громко пропустили этот донат я ближе всего к одну приходит минут пять прилетает снова такой донат отец евген вас в телеграме раскатал и мы мы зашли почитали и в этот же момент когда мы читаем редактируется пост что уже как бы говорит что это возможно евген и после стрима я тебе говорю бля чел но опять же это не аргумент мы не утверждаем нет доказательства бомбанула выглядит так бля не да это кстати супер забавная хуйня пиздец то что а я забыл о чем мы говорили что просто кто будет донатить тебе с фразой отец вот этот случай он такой уебанский был реально мы сидим смотрим видос вообще про что артема вульфа по-моему смотрели личит такое и короче нам донат прилетает отец евген вас жестко разъебал в своей телеге мы проигнорили а ну снова приходит отец евген вас жестко разобьал свои телеги я такой ладно я короче я открываю его телегу на стриме пост появился минуту назад нахуй и там у него два просмотра блять типа интересно кто прислал этот донат да и и пост в процессе редактируется да а бля помнишь короче мы как-то сидели с тобой и зио и чё-то тоже то ли артема вульфа то ли еще что-то смотрели и прилетает донат тоже что-то там блять про разоблачение или что-то такое и ты такой типа а это походу от евгена и тут зио такой нет тут сообщили что это не от евгена мне еще эта хуйня понравилась типа блять я просто всегда с этого угорают тоже там на прошлом стриме когда а как раз стрим был вечером после того как это разоблачение вышло я говорю я не буду эту хуйню смотреть и типа мне приходят донаты посмотри отца евгена в сантрация евгена игры не буду эту хуйню смотреть и по полное говно и типа евген заебал с фейков присылать донат и тут же блять в к я показываю на стриме он тут же в к написал это не я иди нахуй просто типа и я понимаю то что у него нет аудитории чтобы как бы типа заебывать таким образом он реально сам сидит и все это типа грустно гениального контент я опять же я не утверждаю но как я уже искал но у типы у которых аудитория там в сотни тысяч раз больше нет такого актива в плане донатов спасибо за сутку потом ну да 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 согласен недавности то они абсолютно ничем не отличаются от роликов сегодняшний за пять лет ты даже не позаботился о нормальной камере о чем речь евген я за этот год три страны сменил это между прочим дорого этой придирки здесь сейчас бы не было не было бы неприятно за донатил 500 рублей может быть там аудиосообщение так чаще еще да касательно доёбан за камеру мне короче даже друзья пишут я же начал в камеру немножко вставлять и мне друг короче написал слушайте прикольные видосы там худшие стримеры ну ты купи нормальную камеру уже отец керамбит жестко разъебался бля керамбит мне ебал так я еще раз повторяю если бы дед сам постоянно не критиковал чужие видеоролики спасибо за 200 братан дед на одном из стримов купи без перебой не думал об этом хорошее дело не в этом также дед запрещает на стримера писать без подписки вывод ты натурал а я согласен с твоей претензией я говорил что в отношении твича то что люди которые делают стрим только для фуловеров это ну типа ну типа чат только для фуловер это полная хуйня это типа байты но это было скорее в отношении маленьких твич стримеров это без совета давал типа начинающим сейчас я на ю тубе делаю ограничения только для подписчиков чтобы всякие боты не появлялись и прочая хуйня поэтому ну типа когда много просто ну типа просмотров и там картошку жаришь ты очень громко писать мне это нравится классический бем туда пальцы пихал в розетку делаю видос по какому-то ультра малоизвестному там блять аниме по какой-то хуйне он это блять набирает такие просмотры а чё ты делаешь как вот ты оцениваешь свой собственный контент если бы детник а бля вот это интересное вырывание из контекста опять же это касательно конфликта с азетом азет не привлял предъявлял за то что все мои ролики похожи одинаковые а он там типа делал видосы про нинтендо хейтеров фаундерс эдишн сложно достать 40 90 сейчас сорян братан вот и типа я говорю ну ты типа делаешь то же самое но это опять же в контексте типа заебись но здесь не попало начали смотреть и бы это нахуй смешно чекни предложку группе века меньше чем 3 или что-что еще раз и келя не может показалось но он же это типа физма выставил как пример контента легендарный я скучаю а чел это очень мило не наш с тобой стрим вряд ли он смотрел вот смотри здесь он предъявляет за то что вот этим людям я говорил то что ну типа контент хуйня но не то что контент хуйня касательно тупизма там была ситуация в том что у тупизма очень сильно просели просмотры и я рофлил на тем что он пытается вообще во все темы хоть кое-как влезть чтобы хоть как-то поднять и типа говорю что у меня там даже блять какой-то малоизвестной манги больше набирает чему канала который там в полтора раза больше чем мой а касательно азета там азет кидал мне предъяву за то что у меня все видосы там просто не боев одинаковые а азета были видосы про нинтендо хейтеров и у него там буквально типа нинтендо хейтеры часть 1 часть 2 часть 3 то есть ну прям целая рубрика на ней канал был построен и говорите по чувак ты блять тем же самым занимался то есть типа контекст вырезан а вот эта хуйня ну блять неприятно говори об агенте других людей я бы сейчас бля кстати тогда поступить мы прочитал ебать у него к тебе ненависть я не знаю тупизма если ты смотришь никто не ненавидит чел просто стебутся я не знаю так с ненавистью тебе это писал все пост прям ебать там как он тебя назвал там бомжом как-то там что пожестче было типа блять блять сука у меня пиво не открывается вроде как странно главные фанаты а после этого мне понравилось на игре хорошо ебывался сделайте ответку в этой ки не смогли разъебать что-то ну это ладно тупизм натуре что ли нету тупизм выпустил ответку зиву и после взорванного моста короче где-то минут через десять он делает пост что-то про влада а4 блять чел в натуре не выкупает или он уже стебет так я не понимаю я не знаю человек не знаю если рассказывал о том что свое фирменное приветствие здорово геймеры он на глаз пиздил взорванный мост равно умение популярного стримера на твиче вот он автор той самой фразы стример чего он же друг а он здесь причем здорово геймеры фраза впервые была произнесена дундука в 2020 году до этого момента никакого фирменного приветствия у деда не было ролики начинались как попало но после того как он услышал это на стриме собственного друга он начал это использовать у себя я как-то на стриме сказал и он просто пока да теперь эту фразу даже интонацию скопировал если вы посмотрите парочку старых стримов дундука сопоставить их со стримами деда времен так двадцатых годов вы заметите что помимо фразы заимствуются и речевые обороты тембра да я в курсе что вы кореша дедуль к вот друг твой сам никогда не отрицал что ты его копипастить своим-то друзьям я думаю ты явно больше доверяешь блять короче у меня такая хуйня то что когда у меня канал выстрелил я типа начинал видосы типа здорово геймера это стандартная типа американская вот сап геймерс ну типа уже как степ используется то мне просто нравится это приветствует пиздец и типа друзьями 10 будут постоянно типа ха-ха типа ютубер там все хуйня и типа здорово геймер там приходят когда бухали вместе ну типа дрон на стриме такой здорово геймер типа отсылку небольшую сделать было очень мило с его стороны но то есть он сейчас реально говорит то что я спиздил у своего соседа по общаге с которым мы жили вместе там три-четыре года я спиздил у него приветствие и речевые обороты блять если ты живешь с человеком четыре года подряд то какие-то речевые обороты становятся общими там типа я у него там ну как не спиздил но блять ну просто вы общались дохуя я просто не понимаю блять типа этот человек у него были когда-нибудь друзья я хуй знаю типа у него когда-то были в теории даже если ты реально допустим допускаем вот аргумент типа прямо в теории ты спиздил я просто не знаю ничего блять приветствие понимаешь у меня в конце роликов есть фраза всем иисуса а я не помню где я ее увидел где-то в комментариях вообще я такой смешно все да не не ну просто понимаешь типа этот человек с которым я там по вечерам сидел пиво пил аниме смотрел и мы с ним реально там ну блять но у него были прикольные фразы они как-то закрепились в моем лексиконе тоже я их до сих пор использую типа там заебумба евробексы это прочее ну блять использую ну блять хуй знает закрепились четыре года жили вместе вот и типа и дрон реально зарофлил на стриме ну да типа он у меня все пиздит ну блять я не знаю но насколько нужно быть реально социопатом чтобы не понимать когда ты общаешься дружишь с людьми какие-то блять вещи ну становятся общими ты заимствуешь что-то у них они заимствуют что-то у тебя и это происходит не как это ты не задумываешься даже об этом такое в общении происходит мы заимствуем сами того не знаю кучу фраз и оборотов у людей с которыми общаемся вы манеры разговора копирует конечно я тиген я просто не пойму нахуя ты сюда приплетаешь моих друзей и вообще не спиздил адаптировал и тундук был не против возможно он и не против этого но то что ты не в состоянии приду бля я я просто ваху из этого аргумента если думать что-то свое остается фактом ты назвал тупизма копия маразм очень смешно слышать это именно от тебя просто вышло видео от эти педи я решил сымитировать стиль западных ютуберов даже твой самый популярный формат это копирка а да касательно гриффин гейминга я никогда не скрывал это то есть я смотрел этого ютубера очень долгое время я помню в двадцатом году в конце выходили новые консоли у него было много видосов про западных сунебоев и я такой типа подумал ебать а может быть по рофлу попробовать что-то такое сделать про эти педию то есть ну там вышел как раз вот этот видос знаменитой эти педи про то что иксбокс полная хуйня иксбокс там 16 процентов и я подумал типа ебать но у меня канал тогда на 3000 подписчиков был я такой ну блять ну попробую в таком же стиле сделать потому что мне нравится там на фоне геймплея реально эта хуйня зашла я продолжил это делать мне нравится то есть и стиль превьюх и прочее я и в принципе гриффин геймингу на стримы заходил он такой типу заебись красавчик братан я кстати плохого ничего не вижу в том что брать образный стиль в какой-то степени я об этом ну искренне ничего не вижу а именно когда ты прям пиздишь один в один то тут конечно но опять же довольно размытая тема тут индивидуально ну вот я сейчас сравниваю превьюшки сижу ну типа ну да мем вот этот типа пош что то есть ну да стиль превью ну типа что здесь ну концептуально да есть какой-то ну а что это ужасно не знаю меня мои первые превьюшки особенно вот эти огненные как раньше делали всякие на первых превьюшках это так было не просто я неоднократно показывал канал гриффин гейминга на своих стримах и говорил что да действительно блять ну типа этот чел меня по сути вдохновил типа заниматься подобным контентом и мне это нравится к зарубежного ютуба найдите хоть пять отлично сказал отличие здесь в том что он делал про западных ютуберов я делал по русскоязычным сони боем и в принципе адаптировал этот стиль под себя я знаю что ты это ни от кого не скрывал лично я в этом ничего плохого не вижу не пойми меня неправильно только вот один вопрос рисуется какого хуя ты обвинял в багете других людей которые точно также заимствовали форматы чужих видео на их содержание отличалась когда до сих пор сам оп 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 не чем не бля этот видос вообще был вообще был блин я не про это я до этого что их содержание отличалась типа ну я ничего плохого не вижу в том чтобы брать какой-то формат если автор не против вот например есть один формат я почему-то очень хочу снять это этот какого о чем о чем был там принц перси о чем был то-то то кастом сторис делает вот эти ролики я такое не снимаю но мне почему-то хочется на второй канал такое поделать типа блять а что плохого если информацию сделаю о чем был там принц перси какой-нибудь это нормально потому что если тебе нравится что-то смотреть ты хочешь ну как правило типа с чего люди начинают youtube да они видят что-то что им хочется ну типа что им нравится смотреть они хотят сделать что-то похожее у меня было примерно то же самое я увидел формат который мне понравился адаптировал его под русскоязычный формат то что типа русских сунебоев и потом просто ну как бы уже как-то вышел из этого сейчас я почти этим не занимаюсь в общем и целом вот но типа да превьюхи похожи потому что везде ебаные суи джаки в шапках но по факту видосы разные потому что здесь это было вообще блять превьюха к обзору презентации здесь это была та же самая хуйня сторона вот это то самое видео по киберпанку в котором я до игоря линка доебался которую только запомнил спустя два года блять сука видос которым я определенно не горжусь но превьюхи похожие да но видосы были абсолютно разные нам идея для собственных превью найти не в состоянии да не в состоянии но эти превью делались легко и они собирали клики почему нет они вообще думать сами умеют но в плане у них есть разум там неужели это так сложно я просто не ожидал что позаимствовав ну назовем это так да назовем это так да вот уж в натуре судья не я спиздил я я я спиздил все с англоязычного ютуба да он прав соринку видим меня нет слов они все долбоеба а в собственно мальчике бревна не чувствуем или давай возьмем в пример натуре ну это же работает в сторону ты по твою одну из самых любимых серий роликов на канале обзоры на игры франшизы metal gear solid скажи а это случайность что около 50 процентов содержания совпадают с роликами с других каналов от стоп гейм например из рубрики история серии а также с видео других гигбогеров зарубежья так погоди ка это очень интересно ответил за тебя но это это очень интересная хуйня то что я спиздил видосы по metal gear solid ублять от стоп гейма но я подозреваю что содержание может совпадать потому что я там говорю про сюжет и в роликах стоп гейма тоже обзор сюжета это очень интересная хуйня но мне просто интересно там супер бани хопа показала я щас должен чекнуть что это было вот примеры приведет я не знаю сомневаюсь на самом деле что-то блин не что-то google chrome еще хуйней страдает так чем или сделать голосование в телеге нахуй голосование просто сниму на второй канал да и все угодно можно пукнуть когда написал про обзор на унитаз я не шутил бля короче касательно видоса про metal gear solid он показал фрагмент видоса супер бани хопа про metal gear solid 2 дело в том что я оставил на это видео ссылку под своим видео и также по моему видосе упомянул там многие смыслы которые типа в конце рассказывал про источники информации там прочее это я в принципе смотрел видосы супер бани хопа еще лет 10 назад это довольно старое видео там девятилетней давности и многие смыслы я почерпнул оттуда который раньше не понимал metal gear solid 2 и в принципе как бы я оставил на эту ссылку то что я оттуда брал этот источник то есть бля вот спиздил не спиздил теперь спрашивают кель решил спиздить формату наратора я не знаю кто это я такой формат только у кастом stories видел можешь даже не кастом stories произведут прородитель вообще пухой блять ну за видосы по metal gear solid мне очень обидно на самом деле то что можно хотя бы какие-то примеры привести я это легко могу объяснить гайз просто перед этим я смотрю очень многие обзоры то есть он мой комментарий слева смотри я писал ролик старый значит не считается нет не парься это норм вдохновлялся и блять это действительно так во многих аспектах потому что вот доеба до меня которые часто были за какие-то мои взгляды нахуя до них доебываться если я поменял свое мнение по тому или иному вопросу зачем доебываться если она уже не актуально вообще не понимаю да не в данном случае просто мне интересно ну меня задела эта хуйня то есть он говорит что я плагиач видео про metal gear solid ну типа не в данном контексте мне просто хотелось бы увидеть примеры вот этого всего это 4 2 популярности ролик на канале ситуация ровно та же самое 12 лет игре исполнилось поздравить решет кахи на руле я будто снова смотрю ответку кахи на роли быт камериана прости пожалуйста братан нихуя себе ты об этом вспомнил спустя год посмотрев идею других контент-мейкеров которые снимали аналогичные видео точно погоди то есть я спиздил идею канала на котором было видео 2 и 3 тысячи просмотров на котором 20 тысяч просмотров то есть вот 12 лет исполнилось gta 4 я решил сделать видео о своих воспоминаниях которыми рассказывал то что игра очень сильно соотносится приездника беликов большой город нью-йорк очень сильно резонирует со мной потому что какой-то момент я приехал большой город для себя москва и адаптировался к нему как-то а давайте тогда скажем что все каналы про новости плагиатит друг другу наверно к видел а уже я не совсем понимаю плагиации забей это . такими же аналогиями про 50 оттенков серого какие 50 оттенков серого там по большей части было про то что мне просто нравится эта игра он пример он когда в чем-то обвиняешь надо показывать конкретно вот при чё за пример в чем-то обвиняешь чел но у него 2 тарабайта занят он например и блять место не осталось еще он два месяца видос то есть много таких вот моментов предъявки это было вот но типа это не дает по критика скорее просто ну ну не хоть не это даёт наверно тушь блять надо показывать о чем ты говоришь напиши тупизму спроси как у него дела твой образ начиная от твоей речи и заканчивая ушами на голове это собирательный образ других ютуберов и стримеров то есть мне мне нравится педипай я из-за него купил себе эти ушки потому что я знал что у рейзер ушки продаются но оказывается что ушки это только педипая можно носить контент это заимствование чужих форматов и идей у меня девушка которая с такими же наушниками она значит она тоже плагиатит на плагиат педипой какой-то индивидуальностью был тогда очень давно а сегодня даже персонаж канала это перерисованы и слегка модернизированный образ доктора из арк-найтс что гайс гайс я отвечаю это это просто совпадение гайс персонажа даже не я рисовал блять я даже не знаю надо отвечать я короче художнику сказал я хочу рыцари из dark souls а но типа в толстовке как типа модные в японии там какие-то надписи он рисовал я его использую и он добавил ушки которые тогда были на наушниках то есть если он чем-то вдохновлялся но типа абсолютно похуй даже если ты был не в курсе факт остается факт ну я тогда вообще мразь потому что у меня ник кель аватарка келя это персонаж из варкрафта игры 2002 года но типа я персонажи максимально похожи первые твой фирменный перс появился спустя несколько месяцев после первого анонса арк-найтс на протяжении все даже вот допустим в теории хоть это не так ты сейчас объяснил даже если это было бы так что это нахуй меняет взял то с какого-то персонажа что-то преобразил в своего там переделал а что я типа также сделал взял келя просто его высуса переделал наподобие я не знаю там вон даже на этой аватарке который у тебя над головой там вон венок терновый у него стекает есть свои карьеры ты присваивал и присваиваешь чужой дэдпи 47 спер у меня формат видео каждый типа это такая хуета он вставил фрагмент видоса короче я сделал какой-то видос с вяром я за вяр модельку сидел и типа что-то ну на микрофон вымышленный типа говорил в 3d пространстве в вир чате и какой-то чел с там 100 подписчиками сделал видос рафляный типа дэдпи 47 спиздил у меня формат и он вставил без контекста просто блять я нет он здесь вставляет как аргумент по сути это выглядит я в ахуе второй твой ролик можно снести за нарушение авторского подожди этот ролик был типа хочешь сказать профильным снятый ну да ролик ролик этого чела он говорит ну я вот там типа снимал тоже вяре и дэдпи 47 спиздил у меня идею снимать блять ролики вяре блять а зачем он это вставил я не знаю моментов я не пиши в чат пожалуйста зачем так делать ну типа мы прочитаем просто я правда не понимаю право и как показывает прошлая ситуация со страйком сделать это довольно просто по факту ты ходишь по охуенно тонкому льду лёня и имеешь все шансы по щелчку таноса перестать существовать медиаполе как ютубер но стоит отдать тебе должное ты тогда маразма по факту попустил истории он реально просит в открытую у своих подписчиков помню как-то раз он даже умудрился нажить для ксго у зрителей попросить а да короче как-то раз я хотел я хотя я хотел короче хую сделать типа я не знал что есть отдельные сервера с серфингом типа на каких-то сайтах можно типа этот скачать вот я короче думал что все серфят ну типа с ножами с торговой площадке я долбаем блять 7 октября 2020 хотел записать типа для видоса футаж где с ножиком каким-то красивым игры пацаны есть кого одолжить потом мне объяснили что типа есть сервера на которых можно просто донатить и с любым ножом короче серфить ой блять сорян это же твой паблик бля ты такой ужасный ты у мужиков своих попросил одолжить ножик чисто поснимать чел я бы сто процентов наебал человек спиздил нож продал его и купил бы себе чё-нибудь на зачем это к чему бля и вот проблемам всех таких вот роликов многих разоблачений вот как вот этот пример типа вот с роликом который он вставил типа вот я как неискушенный зритель ничего не понимающий я реально подумал что чел тебя обвинил в том что ты у него спиздил формат и вот и так многие наверняка подумали кто не шарит а на деле это просто ров делал не я собирался спиздить на самом деле но что правда из главных тем на канале деда была и остается тема sony boy их критика за неадекватную любовь к playstation в рот ебался и стоит отметить что в ютубе у этой платформы действительно огромное количество амбассадоров тот же самый шевцов благодаря которому все вы сегодня знаете что это за пёс такой по кличке ленечка но на протяжении всего времени пока консольные войны шли у главного конкурента sony подобных амбассадоров не было но вот попробуйте контраргументируйте сейчас и назовите мне хотя бы троих защитников иксбокса который в русскоязычном сегменте по чакете легко это контраргументируй ты можешь написать нашему менеджеру с которым ты знаком к ему он тебе просто объяснит ну физически почему дед не мог работать не не за забей забей давай послушаем дальше были бы на уровне старого айтипедии а что то не получается дед вовремя смекнул и занял это почетное место главный продавец иксбокс на российском ютубе при том что на протяжении всей своей жизни он был игроком и фанатом других платформ у меня было пи спи в детстве у меня было пи спи в детстве поэтому мне нельзя говорить что иксбокс топовое блять предложение на рынке его никнейм на ютубе зародился благодаря любви я больше хуею с предъявы про рекламу понимаешь чел насколько ты коммерчески успешен ты работаешь там с активизион microsoft как я понимаю из этих слов и прочей прочей хуйней но типа это невозможно блять у тебя тот момент было меньше ста тысяч подписчиков я даже с ними игр не может никто блять с ними не может работать а у тебя получается вообще со всеми нахуй как ты это делаешь я не знаю чел они сами приходят научи пожалуйста чел я просто охуен это не если было возможно я бы соня работал что здесь такого рекламодатель вик первой портативной приставки от sony хотя многие считают что буква п в его никнейме означает другое слово чел я расскажу что означает буква п в моем никнейме это срыв по крови дышишь воздухом ни хуя я дышу воздухом чисто собирательный образ всех ютуберов стыд а ты токель хорош ты вообще существуешь и живешь такая же копирка я в шоке как вас ко всеми работают а бля короче я расскажу что значит дед п в дед п 47 короче когда-то я создавал никнейм как которым хотел называть сохранение в хитман контракт это третья часть хитмана и я сократил дед пула своего любимого персонажа до дед п и сорок семь украл у меня ролик там были мимо и значит все что вы хотите его даже нет когда-то п значила порта был геймер когда-то п значило слово которое нельзя называть на твиче когда-то п значило пиво петух блять да что угодно нахуй буква п петух чувак смеялся над историями из школы маразма когда сам снял сотню роликов с цветами детей фанатиков блять но ты смеялись над тем что история маразма выдуманы и про то что он их не сам даже выдумывает он берет их просто из комментариев там образно момент был своих в телеге выдавал за свои в этом была хуйня над этим мы смеялись а не то что ха ха у него смеха не я реально смеялся я смеялся над детьми фанатами playstation это правда почтение может пойдешь снимешь обзорчик на ролике извально прямо сейчас на канале деда су ебать я пернул блять аппарат жалко вы не слышали шур гасит не копия одного и того же видео все что меняется это авторы твитов sony boy сломал диск потому что spider-man вышел на пк иду записывать ролик и мне на это плевать реально смешная хуйня делай что делаешь но нравится твоим зрителям жрать говно пожалуйста на здоровье я лишь еще расскажу что ты ровно за то же самое заимствование форматов и тем париться блять но одно дело смотри подожди одно дело брать стиль а другое дело буквально пиздить превьюшку и название ролика как я привожу в пример на экране вот тут сравните две вот эти превьюшки это одна хуйня это прям пину типа один в один взято и сама сама тема ролика превью вообще блять скопирована а другое дело дело просто стиль реально надо объяснять других бля знаешь мне кажется что отец евгена ему стоило бы участвовать какой-нибудь сборной в соревнованиях по прыжкам учитывая как он прыгает блять как своим ёбаным умозаключением нахуй от одной вещи к другой если честно так что давай продолжим людей он же просто брал ту же самую превьюху он даже не делал что-то свое он просто точно за такую же копию одного и того же видео ты предъявлял другим для человека который блять выпускает ёбаный одно и то же видео ты осуждал их за воровство чужих превьюх когда сакон сам до сих пор из ну типа я взял стиль мы делал свои превьюхи с своими персонажами и видосами которые разбирают сразу в раз заимствуешь чужой стиль а твое для этого готовил сумпа позиция в этих видео это вообще что-то с чем для деда попросту не существует чужого мнения каждый второй продажный каждый первый долбаёб пошли они вообще нахуй мать их ебал есть две точки зрения неправильная и моя я согласен мое мнение самого маленькие геймеры часто залетают на стрим к деду и задают вопросы по типу дед а как познакомиться с девушкой посоветуй как правило ответы на эти вопросы превращаются в целые тираны ходи в качалку чел и не быть чмом я видел пиздобола вблизи привет дед мне 16 у меня деле мы стоит ли переходить с ps4 на ps5 или лучше оставить все как есть и кстати я геймер спасибо за видео и твое твое творчество до чел на ps5 стоит перейти потому что но это более мощная консоль и в игре по-моему надеюсь снимешь на меня разоблачение за то что у меня превьюхи немного похоже на твои ой то есть твои на мои дина да я сниму на тебя разоблачение социализируйся работой над собой когда-нибудь что не получит он такой мне начал плести причем еще так убедительно как вилоке девушку а где дать и тёлку притуплял мою бдительность навязывая свою действительность быть таким же пиздатом как я забей хуй я подумал такой не тёлки сами пишут удивительно я говорю мне похуй мне падлу живой пиздобол вблизи я не понимаю это он так рофлит или он сейчас твой рофл разъёбывает я уже я правда я уже я уже в прострацию чел но у меня действительно проблема я не выхожу на улицу потому что тёлки реально сами липнут я не выхожу на улицу чтобы другим мужчинам хоть какие-то женщины достались это чистая правда отец евген щас но по факту реально мне разъёбывает вот так за рофлил но он буквально такой же рофл сейчас разъёбывает и либо либо это тот мета в кубе блять ирония я не выкупаю чел я не знаю я не знаю но у меня есть большое ощущение что это все всерьез парит вам чел который на протяжении недели хотя не у меня есть мнение то что он понимает то что это рофл он намеренно их использует чтобы выставить меня в каком-то свете который мы выгоден для его нарратива чтобы люди которые не знакомы с моим идиот это поймет типа я ваще пост-мега файр ирония я я не знаю мне кажется что это сделано намеренно таки таких тупых людей не существует будучи 20-летним где-то как найти парня короче иди в качалку и просто не будь чмом самореализуйся и парни сами появится задротом просил советов на канал был как найти девушку 30 сентября 2014 года мне было на самом деле такая некрасивая тема по мне вот это самое некрасивое за весь ролик на типа нахуя лезть в детство чувака ну блять любой чел лет в 14 там сколько тебе было 15 какую-то лютую хуйню писал в пубертатном возрасте зачем это выставлять который это блять это настолько низкой ну это реально противно то есть мне даже не комфорт где он откопал это у это вообще чем лезть в такое детство человека ну блять окей евгений будем рыть но ты стопудово тоже там каких-нибудь бородатых 2010-х годах что-то наверняка писал в интернете кринжовое что блять в силу возраста это норм того я даже не за я не я когда-то был натуралом я потом понял ошибочных своих путей это прошлое которое не хотел чтобы вскрывалась это реально самая худшая вещь в этом разоблачении когда-то я был натуралом пацаны но теперь точно нет точно нет это все не происходит но это реально похоже на поведение какого-то сталкер психопата блять если честно доставать такую хуйню не так это должно быть типа я в 14 лет помню играл в warcraft 3 какой-то мод аниме эдишн и там нашел девушку какую-то и мы типа просто общались играли в игры это тоже кринжова пиздец 0 что это детство зачем лезть спонтанное но спустя неделю без успешных поисков ли он не понял что не каждая девушка готова ревновать его к нарисованным мальчиком из японских игрушек всю свою сегодняшнюю популярность дед завоевал за счет критических разборов и за крайние два года этой деятельности он сколотил в интернете репутацию не предвзятого ютубера но действительно ли дед пи хорош в тех вопросах на которые пытается отвечать спойлер нет пацаны как найти не надо было просто усы отрастить каждый знает что усики пропуск трусики блять чувак но у красавчик ты унизил 17-летнего меня респект в отличие от келя ты бы ты ты даже не удосужился как-то разделить видео на части зайди в описании мой телеграм-канал блять что дурак подожди стой чел не смог разбить ролик на части чтобы отображалась подожди стой стой чел не смог разбить ролик на части как это сделал я то есть чтобы youtube это воспринимал и это было комфортно зрителю он это как-то криво засунул в описание что youtube это не воспринял и ты должен был и поэтому ты дурак не он дурак чувак ты то есть он не справился с этой задачей но дурак ты короче guys я объясню сейчас на пальцах смотрите видите мой видос по metal gear да здесь я в описании оставил тайминги их нужно именно вот так вот оставлять чтобы они отображались здесь вы допустим когда наводите мышкой вы видели какие фрагменты доходили до фрагмент которые вам нужны отец евген криво это оставил мужики у него такой хуйни не было соответственно я понял что типа он не разбил блять я вы дальше смотрите своих фрифайер щеков это хуйня происходит вот подобное каждую пару минут даже минуту даже меньше бля какой типо понимаешь спасибо большое да реально душниловка ебаная понимаешь он блять до этого сказал типа я тут нахуй давно на ютубе показывать типа что он с 2009 года и блять он нахуй не научился правильно расставлять ебаные тайминги в описании чтобы они блять на таймлайне появлялись ну неудивительно что я блять подумал что он ну блять в итоге он долбоебом и оказался я не буду слишком сильно углубляться видеоролики деда с обзорами и критикой спорных моментов и нелепых аргументов там огромное количество я не буду углубляться но там дохуя короче ну поверьте мне если ваша айкью выше 10 вы с легкостью при желании найдете все несостыковки сами я уверяю вас встречаются они буквально в каждом первом ролике куда не тыкни любой открывая разъем чё прав блять чел вкус несостыковки вот сколько мы сейчас тут заметили и мне кажется что это просто гениальная тактика победы в любом споре показать своих оппонентов неразумными детьми ведь если людям нравится играть какой-нибудь бравл старс или так он этим и занимается он подменяя какие-то вставки понятия выдавая под нужным углом как раз таки пытается тебя выставить каким-то идиотом хотя всем очевидно что он разоблачает профайр на телефоне то их мнение не про все это мы позже разберем довольно часто если мнение автора который он берет за основу с его мнением не сходится или ему просто она не нравится он переворачивает все тезисы словно смотрит и слушает жопой и рассказывает вообще о другом а порой вся его критика скатывается к самым обычным оскорблением ты сказал в антапу если бы он был на стриме я бы сказал что он клоун ёбаный этот чел кидал мне донаты ебаные в которых мне угрожал блять типа говорил ходи оглядывайся блять типа ты вообще нахуй ты ситуацию не описал и кстати самое интересное то что он с вантапом по ходу корешиться начал потому что вантап ему комменты везде оставлял и вантап запостил до выхода обзора пикчу где был косплей евгена на меня то есть ее даже перепостил мне это смешным показалось так что видимо это месть вантапа и они как-то заколлаборировали забавно что буквально пару секунд он говорил про то что у нас айкью там не больше 10 с этой шуткой ну да да сейчас просто на лицо человек сказал пиздобол ну да ты пиздобол вот это огромное чем блять чел вообще контекста не дает был короче стрим на котором мы рофлили над вантапом то что там блять мы каждый его обзор просто брали типа первое предложение вбивали в google находили статью с другого сайта он короче вантап для контекста для тех кто не знает это была история довольно давно вантап это чувак который получал ревью коды от нинтендо то есть прям вот ну типа при пресс-релизы да он получал игры бесплатно и делал на них обзоры но как оказалось он брал обзоры текстовые с каких-то рандомных сайтов которые писали свои обзоры озвучивал это выдавал за свой собственный обзор а эти коды он продавал просто типа как это это было настолько смешным и короче в итоге вантап зашел ко мне на стрим говорит го дискорд я захожу с ним дискорд и он мне короче начинает я говорю слушай зачем ты не слал донаты с угрозами а там донаты были из разряда типа знаешь там фраза была вот который точно запомнил помню что ты говорил что если тебя кто-то скорбил тебе это развязывают руки и короче он это в донате типа то отправлял на эти типа были адонимные донаты и вот он заходит ко мне на стрим ужраты в жопу каким-то коньяком и я не говорю находят мне такие донаты отправлял он говорит, я тебе их не отправлял, типа, это был не я, и он отнекивается, отнекивается, и говорю, ну ладно, окей, допустим, это был не ты, какие твои претензии? И он начинает мне говорить, а помнишь, ты говорил, что если тебя оскорбили, это развязывает руки? Я такой, чел, ты пиздобол, это были твои донаты, то есть, типа, блядь, и он нихуя вообще не освещает эту ситуацию, он просто вставляет, ты его оскорбил, блядь, Евген, типа, пошел нахуй, я тебя сейчас оскорбляю, ты еблан, блядь, это, вот это, блядь, можно без контекста вставлять, ты уебок, сраный, блядь, пес вонючий, нахуй. Ты уебища для меня доебалась. А какой блядь, я не знаю, как бы я сгорел на месте деда, может так же, но просто действительно неприятно, когда вот так вот делают. Зачем? Экспертной точки зрения здесь можно говорить. Начнем с самого... Какой экспертной точки зрения можно говорить? Вон там, блядь, пришел ко мне на стрим пьяный, начал говорить, типа, после того, как я, ну, обличил то, что он мне в донатах угрожал, он начал говорить то, что, а, у вас так принято у кавказцев, типа, вот как... И, короче, он привел пример случая, когда дагестанцы, там какой-то случай был дагестанцы, какого-то парня в метро, короче, толпой там что-то жестко отпиздили, там, ножевое ранение по-моему было или что-то такое, и он говорит, это у вас так на Кавказе принято и отсылается к этому случаю, при том, что я не из Дагестана. Я говорю, типа, чел, ты сейчас всех кавказцев типа в одну кучу свалил, чувак, это пиздец, типа, ну... Ты некрасиво себя ведешь, типа, чел, и он, короче, съебался. Я не знаю, но, типа, Евгену похуй на все это, он максимально не разобрался ни в чем, что было, то есть два месяца потрачено просто зря. Его обзор. Запись того стрима, кстати, забанена. А не, ну, блядь, откуда-то же он достал кадр, когда его, ну, типа, в пиздеже. Ну, возможно, где-то перезалил. Не, типа, он реально заебался, хоть я не называю монтаж гениальным, потому что это стоки, но типа, это делается не быстро, это все равно кропотливая работа, и он над этим... Ну, он же должен был это знать. Я более чем уверен, что он, когда это выкладывал, он знал контексты в тех этих моментах. Я не знаю, чувак. Возможно, я говорю, что он, возможно, с Вантапом общается и выставил все так, что я, типа, Вантапа просто так оскорблял. Я сейчас не буду говорить про обзоры игр, которые ему действительно нравятся. По типу франшизы Metal Gear или Travis from Zer. А, да, Вантап тогда просто канал удалил. А там у него все более-менее нормально. В этих роликах он действительно тщательно разбирает тему вопроса. Я разбираюсь абсолютно во всех темах, которые на своем канале освещаю, потому что это качественный контент. Правда, вот сколотил он свою сегодняшнюю аудиторию на срачах, поэтому его нормальные... на срачах. Ну, я рофлил над сунебоями, но это, видимо, срачи. Мне очень нравится то, что... Вообще похуй, блядь! Что? У чувака из миллиарда видосов, четыре какие-то там, ну, с кем-то там конфликт. Да вообще похуй! Спасибо большое, братишка. Мне очень, кстати, нравится то, что он приводит примеры вот прям вот самых нишевых видосов. Правые два были сделаны, когда на канале было достаточно мало просмотров, и эти просмотры были для меня вполне нормальными. Эти видосы вышли там в начале года. Tales of Arise вообще в 2021-м, когда у меня, блядь, просмотры были намного ниже. Trails from Zero действительно мало собрал, ну, потому что игра ультра-нишевая. Persona 5 — это база, тоже, типа, меньше собрал. Но, кстати, сейчас до 80 тысяч добрался, поэтому я очень рад. Ты тебя, он это просмотрел? Да, он, короче, его аргумент здесь состоит в том, что вот ты делаешь, типа, ты сколотил аудиторию на срачах, а вот смотри, вот видосы, которые, типа, у тебя нормальные, они не собирают. То есть ты, типа, твоей аудитории это неинтересно. Но дело в том, что есть... Бля, я прямо сейчас открою твой канал. Дело в том, что есть достаточно примеров обратного, когда видосы по той же Человек-бензопила, по Metal Gear Solid и прочим, заходили охуенно. Даже, блядь, под Trails in the Skype, в принципе, под серией Trails, недавно дошел до 101 тысячи просмотров, чем я очень сильно горжусь. Но он выбирает примеры, которые конкретно ему удобны, без контекста, когда эти видосы выходили. Ну, я вот смотрю примеры, у тебя 100 тысяч, 250, 135, 100, вот просто смотрю подряд. Да, и это не срачи. Окей, подожди, в каком месте стало 50 тысяч просмотров? Это мало. Давай откроем канал Евгена и посмотрим, что он набирает даже на срачах. Ну, это, блядь, ниже пояса, да, хуй. Понимаешь, канал больше тебя раза в три. У него даже на срачах просмотров меньше, если уж реально решили доебываться до просмотров. Почему тут просмотры? Они на что не влияют? Ну, типа, окей. Хочешь прямо сейчас открой его канал на стриме? Просто, ну, я не просмотрю. Да не, не, чел, чел. Ну, у него просто мертвый канал. Три тысяча. Вот я сейчас смотрю на канале с 300 тысячами подписчиков. По тысяче просмотров. Блядь, сразу в поиске отец Евген Фуфет. Ну, типа, да, но у него просто канал умер в этом проблема. Ну, вот открой видео. Что там? Ну, типа, вот трейлеры по мне, там, шесть тысяч, три, четыре тысячи. Видосы про Free Fire миллиард. Еще одна. Блядь, он третий трейлер видоса про меня сделал. Три, три, пять. Ну, средний просмотр четыре тысячи. Максимальный просмотр за, вот, шесть месяцев назад восемьдесят две тысячи. Это было разоблачение на тебя большое. Ну, которые еще подпиаринули многие. Ну, блядь. Да, да. Моразм пиарил остальные. Это с учетом всего. Я даже, ну. То, что я сделал видос по Trails from Zero, и он собрал пятьдесят четыре тысячи, я этим горжусь, блядь, пиздец, потому что это обзор на Trails from Zero, который собрал больше, чем любой видос по этой игре в англоязычном даже пространстве, настолько это иранишевое. Ну, смотри, вот у видоса хайповый. Я ухожу из ФФ. Отец Евген ушел из Free Fire. Это все, ну, это пиздец, типа, для аудитории Free Fire. Они, типа, в смысле, что там просмотров должно быть? Там десять тысяч просмотров. Ну, чел, да. Открой любой ролик, вот, из последних, вот, которые вышли про Free Fire. Просто что там? Вот вверх лист. Купочки, замес! Сейчас впишу себе под сосу парочку кивов. Позиция не очень, надо сменить. Блядь, за эти ролики может... Понял, все, 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 понял. Обрубить. Это, ну, короче, он просто переводит ролики по Free Fire. Судя по просмотру, никому не уперлись. Они набирают меньше просмотров, потому что это, как ни крути, непопулярные видеоигры. И если ты вообще посмотришь на эти ролики, ты увидишь, что число просмотров на них, оно наибольшее, если сравнить его вообще со всеми роликами на Ютубе. Так что, блядь, давай не пизди, Евген. Если мы возьмем любое игровое издание, по типу Stop Game или Игромания, или любого блогера, специализирующегося на игровых обзорах, то разница между всеми и дедом колоссальная. Что такое хороший обзор на игру? Это когда журналисты следуют ее вдоль и поперек, начиная от технической части, оптимизации, бэкграунда, истории разработки, и заканчивая наполнением, музыка, геймплей, игровые механики, глубина мира, характер персонажей, диалоги, сюжеты, прочее, прочее, прочее. Каждое такое издание не выкатывает свои рецензии на следующий день после релиза, потому что физически это сделать невозможно. Изучить игру, написать сценарий, организовать съемку, монтаж. Ролики же деда с обзорами исключительно хайповых в данный момент игр пилятся за сутки после их выхода. А че так можно было что ли? Да-да, не удивляйтесь. Выходит Стрей, дед за три часа пробегает всю игру и выкатывает обзор одним из первых на следующее утро. Бля, мне кажется, мы смотрим на самом деле заново, заново эти фрагменты, которые мы увидели, просто поданные под другим соусом. Доводит вас до полного хуя воза и крика в данный нахуй. Киля уже довел, потом выпускает видос вида я их троллил, а они повелись. Ой, блядь, ну, короче, Евген что-то, блядь, пиздец хуйней страдает. Окей, я неправильно делаю обзоры, мои обзоры не соответствуют уровню профессиональных обзорщиков от стопгейма, айтипедии и битого пикселя. Подожди, ну, донатер закинул, типа, он троллит, потом выкинет, я их провел, я все это время рофлил, понимаете? Когда ты, типа, несешь хуйню и время от времени проявляешь адекватные какие-то фрагменты, да, можно сказать, чел рофлил, типа, ха-ха, это действительно является каким-то приколом, но когда ты 120% времени несешь вот такую деструктивную хуйню, ты уже не рофлишь. То есть, тут ты не можешь сказать, я рофлил, ебать, всю жизнь рофлил, что ли? Ну, типа, это подносится под соусом, ну, монографии, то есть, разбор там, я не знаю, что это. Блядь, чел, это критическая монография, блядь. Не, смотри. То есть, это не преподнесется под соусом, типа, я рофлил. Ну, то есть, да, то есть, он говорит, что мой контент некачественный, потому что я просто высказываю свое мнение о какой-то игре. Ну, типа, да, я ставлю слово обзор, потому что, ну, типа, разные моменты игры и прочее. То же самое было с тем же Callisto протоколом, который я там выпустил, по-моему, спустя 3 или 4 дня после релиза игры, потому что я ее прошел на стриме, я записал в блокнотик все моменты, которые я хочу высказать, я сделал об этом видео, у меня все футажи были готовы. Я не делаю съемку какую-то и прочее, опять же, у Стопгейма это удлиняется, потому что у них там сценарий, монтажо, развучка. Я делаю все самостоятельно. Я никуда не пропадаю. А, Келю, вопрос Келю. Когда видос, еще куда пропал? Так недавно же видос был. Такие же 2 видоса будет еще. Ну, типа... Аж на 2 каналах там видос. Да это 3 видоса за последнее время выпустил. Еще по Ведьмаку было. Вот, то есть, ну, типа, даем за то, что я как-то неправильно делаю обзоры, но, блядь, делай сам обзоры как считаешь нужным. Хуй знает. Ролик, на сценарий которого потратился 1 день. Блядь, он сравнивает обзор на игру, которую я прошел, я высказываю свое мнение там спустя день или два после релиза с тем, что он делает разоблачение на человека нахуй на час. Да, и еще более абсурдно то, что эта игра проходится за 5 часов там где-то, ну, плюс-минус, насколько я помню. Комар жоба брата. Опять же, может, я обосрался, но, по-моему, она проходится за такое количество времени. Ну, да, да, это стрей довольно короткая игра. Это не АА-проект, в который нужно играть там 100 часов. Я не знаю, в Элден 100 отыграл, мне до сих пор тяжело там. Ну, да, а по Элден Рингу я сделал видео, в котором сказал, мне эта игра нравится, ну, типа, я, типа, типа, заебись с ней время провожу и все, типа, свое мнение высказал. Хуй знает, чел доебался до воздуха просто. Это знаешь, как в Симпсонах была эта газетная вырезка, то, что, блядь, дед опять выебывается, типа, на облака. То есть, блядь, то же самое нахуй. Выходит второй Overwatch, дед поиграет в нее пару часов на стриме и на утро выходит полноценный обзор. Сценарий за один день. Я прошел все эти, ну, типа, прошел Ghostwire Tokyo на стриме и, типа, сделал по ней обзор. В чем проблема? Дед, ты охуйный. Твои ролики заебись. Твои ушки сердце. Ааа, кормая, спасибо. Твои усики пропуск в мои трусики. А, это мило. Ты лучший, не я. Спасибо большое, спасибо большое. Сценарий за один день. Гран-туризма, пожалуйста. Сценарий за один день. Выходит компания... Блять, по Гран-туризму даже не обзор был, я просто рассматривал ситуацию с микротранзакциями в игре, которую рассматривали тогда все. ...новой колды, где-то за 6 часов ее проходит на стриме и на следующее утро обзор уже на канале. На следующее утро я делал его два дня, насколько я помню. Типа, там даже смешные моменты были со стримов. Ну да, я оптимизировал процесс создания видосов, то, что я прохожу игру на стриме, какие-то моменты для себя отмечаю, записываю геймплей одновременно и потом делаю видос со своим мнением. То, что ты не можешь типа так делать, ну, сориен. Я не знаю, чувак, такая хуета, если честно, я тоже по сайт с Хрис. Я сейчас быстро по сайт. Лансер, спасибо за 200 рублей. Че? Это надо. Блин, я тоже сайт захотел. Скоро вернусь. Да, ну-ка, чат, что у вас там интересно происходит? Хватит оправдываться перед ним. Да бля, ну типа, хуй знает. Я пытаюсь объективно встретить, ну вот 40 минут, я хуй знает. Слишком много моментов, которые противоречат истине, из-за этого доверие просто становится отрицательным. Сейчас дед придет, я тоже по писяю. А, бля, я ж могу пися-попа делать, а, в натуре. Так. 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 Пися-попа, 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 пися-попа. Я дурачок. Я дурачок. Че, ты опять голос меняешь? Нет. Ну че, поехали, че там обзоры я неправильно делал. Ах да, я забыл сценарий за один день. Блядь, твоя фраза про сценарий за один день, я, я не знаю, нахуй он это вставляет, типа он, блядь, не знаю, че, такой пиздец. Да пошел ты нахуй! И совсем насрать, что это одна из самых худших компаний в истории, над которой смеялись все, кому не лень. мусор. Один дед этого... Блядь, обзор ебаного стоп-гейма, который, на котором все посмеялись, блядь. ...пословно не замечает, он будет облизывать ее со всех сторон. Притом, стоп-гейм сказали то, что типа по ощущениям поставили бы мусор, но в итоге поставили другую оценку, типа проходняк. Когда выходит ремастер Коуды, она для деда была одной из самых хуёвых. Ремастер Modern Affair 2, я просто сказал то, что он не нужен, потому что Modern Affair 2 сама по себе охуенная, и вот этот графон, он немножко даже атмосферу как-то портит. ...которая не имеет права на существование. Связана такая подмена понятий с тем, что ремастер Коуды был не особо популярен. Его продажи на старте, да и вообще в принципе... Чел, блядь. Блядь, почему чел ищет конспирологию там, где ее нет? Может Челу просто, блядь, ремастер не понравился? Что это, сдаю? Чел, ну просто ремастер не был популярен, а вот новая Колда, она популярна. Блядь, я сказал, мне Колда охуенно понравилась, все просто свое мнение высказал, вот эта Колда понравилась. Тот видос про ремастер Коуды, тот ремастер вышел в 2019-м, по-моему, году, где-то, или в начале 2020-го, когда у меня канал еще не взлетел, у меня никакого абсолютно хайпа не было, я просто высказал свое мнение, но типа я не понял этот ремастер, мне оригинал нравится больше. ...процент ожидания был ниже Плинтуса. Там, где хайп, там игра заебись, там, где хайпа нет, значит, игра говно. Вот она, вся экспертность деда в одном пред... То есть, был хайп по Horizon Forbidden West, но мне игра не понравилась, я прохожу игру, высказываю свое мнение. ...важение. Людей подпишется. Блядь, какая разница. А я... Понимаешь, насколько абсурдны эти аргументы? Он говорит, колда новая, одна из худших компаний, и пиздец, все ее засрали, но дед, ему понравилось, а понравилось ему, потому что она популярна. То есть, он говорит, все ее засрали, но она ему понравилась, потому что она популярна. Я... Я... Блядь, типа, я не знаю, это сценарий, лучше бы он за один день сценарий написал, чем это говно растянуло на два месяца, блядь. Ебать. Только сейчас понял, что там сказано. Я через раз уже слышал. Я просто пиздец. Блядь, там, по-моему, был аудиодонат от лансера, сейчас быстро, может быть, там, сейчас одну секунду. Я... Я просто не знаю, он на час 45 минут эту душню растянул. Я просто... Типа, понимаете, то, что он сидел, корпел над этим монтажом, и, блядь, вот это вот результат. Так, минута. Здорово, геймеры. Извините, что так врываюсь с голосовухой, но здесь даже у меня чело порвалось. Типа, этот Агузок предъявляет за какую хуйню. Типа, ты снимаешь видосы про всякие там срачи Sony Boy, а потом внезапно от души снимаешь про игры, которые тебе там нравятся, которые ты прошел, и они собирают, ну, не столько же много, ну, блядь, просто у меня такая же херня была, когда я начал снимать хентай, но в то же время я до сих пор продолжаю снимать обзоры на аниме, которые мало кто смотрит, но уже, по крайней мере, больше, чем это было раньше, то есть, благодаря своим новым видосам по хайповым темам, я могу бустить свои обычные видосы по аниме или еще каким-то другим темам, которые иногда тоже взлетают больше, чем основной формат, так сказать. Поэтому, я вообще не понимаю, а, и в то же время, отец Евген, переозвучка китайского видоса на три минуты. Ебать. Сколько собрал? А, сколько? Тысячи просмотров? Ясно. Шо с ебалом, а гуза? Ну, кстати, в этом плане Лансер прав, я сейчас объясню, то, что вот те видосы, которые показал, у которых мало просмотров, я делаю видео, которые я знаю, что будут успешные, да, то есть там, видосы худшие стримеры, Metal Gear Solid, кстати, Metal Gear Solid, пацаны, огромное вам спасибо, что смотрите, это одна из самых успешных серий вообще на моем канале, скоро будет третья часть, спасибо вам большое, вот, то есть я, благодаря видосам, которые хайпуют, может быть, типа, не самого лучшего качества, да, ну, которые, ну, просто мне рафляно их сделать, они быстро делаются на изичах, и это просто приятно, типа, я могу продвигать видео о вещах, которые мне, ну, пиздец как нравятся, супер-мега-душевные, да, то есть те же там, японские RPG и прочие, и благодаря этому они бустятся и собирают столько же, сколько раньше успешные видосы собирали, и это мне безумно нравится, то есть, если бы я чисто там, блядь, ебашил ради, там, денег и прочего, я бы, наверное, вообще никогда не делал Metal Gear Solid, я бы, наверное, хуярил только худших стримеров, и, блядь, просто без конца лутал бабки. Приветик, товарищи, чел реальный душ, дедняшка. Спасибо большое, спасибо большое, так что, если честно, мне немножко неприятно подобная хуйня. Кель, ты тут? Да, да, да. Сейчас продолжаем? Да, поиграть в игру. Это вполне хватает, чтобы понять, говно игра или нет. Мне вообще достаточно даже одного геймплейного трейлера. Я шарю в темах, потому что это качественный контент. Целью таких обзоров... Но я прохожу игры, на которые делаю видосы. Здоров одна, успеть попасть в рекомендации, а не с... Блядь, кто это говорит? Кто? Собраны по факту на... Чел выпустил... Немного еще ролики до выхода, блядь. А порой вовсе. Снявший, блядь, видос про... То, как Никоглай рассказывает про, блядь, свои тюремные темы, вышедший до того, как, блядь, вышел видос, нахуй. Сука. Спасибо, прашки крысу 3 евро. Дело доходит до абсурда. Дело доходит до абсурда. что они думают более влиятельные люди. Нет, серьезно, даже Илон Маск сказал, что у игры хорошая компания. То есть, по логике Лёни, если бы Илон написал, что хава наоборот хуйня, то все эти видео вы бы никогда не увидели. Там это было в контексте того, что люди хорошо приняли компанию, и даже Илон Маск написал то, что компания заебись. Я не... Блядь. Я... Чё, у тебя не возникает ощущение, что мы спорим, ну, с человеком, с которым спорить, в принципе, не имеет смысла? Чё, я не спорю, я параллельно в шашки играю. Хотя сомневаюсь, потому... Не, возвращайся, ты должен сконцентрироваться, мы должны протерпеть это до конца. Это твоя тренировка от меня, мастер терпения. Ты должен, мой ученик, через это пройти. Это последняя... Это не то, что последняя ступень, это последний экзамен, чё, ты не можешь сочковать. Ладно, я почти сильного бота выебал. Потому что еще два года назад, по мнению дедов, Хао играли только доубоёбы. В оригинальную Halo 2 играют какие-то просто ебанутые люди. О том, что... Блядь! В оригинальную Halo 2 играют ебанутые люди, я сказал в контексте того, что, блядь, в оригинальную Halo 2 играли пиздец, ну типа задроты, которые меня ебали жестко, которые умеют в эту игру играть. Я это сказал на стриме, то что мне нравится Halo 2, и меня просто ебали в мультиплеере, когда Halo 2 вышла на ПК. И я говорю, тут какие-то ебнутые челы, реально ебанутые, пиздец, они охуенно играют. И он это высказывает как то, что я, блядь, сказал, что Halo говно. Блядь, я просто... Блядь, я не знаю, я не знаю, блядь, насколько же он тупой. Типа, он не тупой, он сознательно, он типа знает контекст, он это вставляет намеренно, то есть это... Опять же, какая-то ловушка Джокера, типа, что мы сейчас сгорели. Опять же, как комментатор написал, он такой, а я обайтил, блядь. Да не, просто человек два месяца потратил на критическую монографию, и в итоге настолько хуёвый материал. И прям намеренно сделанный хуёвый. Вкусы у всех разные, ты наверняка не слышал, кому может не нравиться второму. Предугадать реакцию деда на тот или иной проект очень просто. Если игра хайповая, если её обсуждают и массово ждут, она ещё до выхода для него будет крутой. Для подобных игр даже 7000 рублей не жалко. Нет, трейлер охуяда мне очень понравился. Ну, мне понравился трейлер игре, её предзаказал, потому что собирался по ней делать контент. Я могу себе позволить игру купить, чтобы делать контент. Предзаказать 7000 рублей для себя. Я купил это за 7000, Hazard Zone Norm за друзья, милотвор не норм. Блядь, какой-то обзор какого-то рандома, блядь, выложил. Ничего себе! А что это случилось? Ну, давай посмотрим миллиарды положительных обзоров, где положительных обзоров. Я не знаю, к чему это выложено, если то, что обзоры плохие. Ну, да давай, давай посмотрим обзоры Battlefield'а сейчас. Не, не, смотри, не, он тут говорит то, что я сказал, что игра пиздатая по трейлеру и предзаказал её, а потом игра оказалась говном. Но он вставляет скриншот плохого обзора в стиме, который писал не я, но он вырезал никнейм с этого обзора и как бы человек, который не шарит, он увидит это типа мельком и скажет, а, Дэд Пи написал плохой обзор, типа вот, а он типа говорил, что трейлер пиздатый. Я не знаю, это настолько белыми нитями шито, пиздец. Я просто я уже додумаю своё что-то. А не ты в десяти роликах подряд говорил, что новая Бадуа это революционный проект. В десяти роликах говорил, что новая Бадуа это революционный проект. Я в прошлом до ночи отправил аудио. Сори, сейчас чел, надо разобраться с этой темой. Он говорит, типа, в десяти видео ты делал десять видео, в которых рассчитывал на успех этой игры. Первое видео мне не понравилось бета, потому что бета была полное говно. Второе видео это был смех над людьми, которые говорили, что бета это старый билд и конкретно над Антоном Логановым. Третий видос это профил над Антоном Логановым, который сказал, что Battlefield 2042 те, кто хейтит, это игровые импотенты. И он подает эти превьюшки, эти, ну, блять, ролики, как то, что я говорил, что игра пиздатая. У которого большое будущее. То же самое ты говорил, кстати, про Гран-туризм, а потом назвал ее помойкой. Я никогда не говорил, блять, я вообще ничего не говорю про Гран-туризм. не столько передергиваний, что Евген кончал от своей охуенности, пока мангер. А, боже мой. Поэтому видео долго не было. То же самое было с твоим любимым Халла, который ты всеми силами пытался нам продать. Ну да, переобулся. Мне понравилась Халла на выходе, она была пиздатой, просто я же, откуда я знал, что в 2022 году ее не будут поддерживать контентом. В 2021 она была охуенной. Если бы Антон Логвинов отказывался бы от бургера во время каждого переобувания деда, то ролик Я узкий вышел бы на другом канале. И я узкий. Мне, по крайней мере, за мое мнение никто не платит. В большинстве своем проект становится отличной игрой благодаря заранее трендеренным сценам. В случае со Сталкером проект благотворят потому, что это Сталкер и Леня. Жаль, что ты этого не понимаешь. Доброго стрима. Спасибо большое, мама. Вопрос к Келю. Вопрос к Келю. Вопрос к Келю. И очень интересно. Покажется странным. Извиняюсь, но какие у Келя страхи и у деда? Пожалуйста. Какие у Келя страхи и у деда? Буду рада паре примеров. Че, блядь? Слушай, я так даже сразу не подумаю. Здорово, можете с Келем послать нахуя Артмографы. Нужно для разоблочения. Здорово, можете с Келем послать нахуя Артема Графа? Я не знаю, кто такой Артема Графа. И не буду это делать. Ну, бля. Слушай, я попробую? Ответить. Интересно. Это интересный вопрос, слушай. На самом деле. Какие у тебя главные страхи? Я, наверное, боюсь времени или старости в таком смысле. Это как бы глупо не звучало, но... Наверное, времени. Потому что она не подвластная и довольно страшная тема. Бля, я не знаю даже, как на это отвечать. Бля, на самом деле... Ну, типа... Ну, это на самом деле страх, который у меня тоже есть в общем и целом. Потому что, типа, постареть, уйти в забвение. Бля, стандартный страх. Ну, забвение не то. А вот лет 16 я просто смотрел на каких-то знакомых, на родственников. Ты видишь, как они стареют и действительно очень пугают местами. И эта хуйня всех касается. Вот. Потом, бля, не знаю, может, какое-нибудь одиночество. Не в плане тёлки, а в плане друзей скорее. У меня есть страх, что мои близкие люди постареют и, типа, не знаю, это грустно будет. Ладно, давайте продолжим. О, спасибо. Слушай, подруга, тяжёлый вопрос. Лучше спросить где-нибудь на почте, если прям вообще интересно. Блядь. Ну, кстати, да, такое на стриме во время разоблачения, блядь, не особо как-то получается ответить. Сейчас там аудиодонат, сейчас быстро прочитаю. Я отлить схожу. Да-да-да-да. Так. Блядь, ну какого-то страшного. Душнилого, дед, бросай эту хуйню нахуй. Я прошу тебя, ну, честно попрошу. Паны, паны Дэд Пи, просим вас. Завжите, туп, печобину, просим вас, паны Дэд Пи. Я уже не могу два часа этой ёбаной хуйни, дед, пожалуйста. Почади ты нас. Я просто, это такая хуйня. Чел, ну это же вы просили посмотреть. Я тут ни при чём. Это же ваша была идея. Вы мне даёбывали этим. Ну, тут уже никак не заскипать эту хуйню, сорян. А, стрим терпения. Ну, короче, блядь, Евген говна ед, ёбаная. Самое интересное, что я знаю, что у него жопа сгорит, а он, блядь, всю эту хуйню будет составлять. Типа, я его оскорблял постоянно. Ну, блядь, и слава богу, потому что я оскорблял его максимально искренне. Где страшная правда о Дэдпи 47? Ну, чел, я делаю обзоры за один день. Я чела пиздоболом назвал. И была ещё ситуация с тараном, но это в каждом разоблачении было, но здесь это особенно в сердечко ударило. А у него по-разному... Чё, он ютубер по фрифайру? Это правда, чё. Ну, блядь, ну, да, приходит понимание, что в итоге мы, блядь, спорим с ютубером по фрифайру, нахуй. Только в муках мы поймём, каково это терпеть. Как думаешь, i3-13100F с 3060 норм? Нет, чел, чё-то пиздец слабый процессор, i5 как минимум бери. Окно чата зависло, это нормально? На ютубе чат зависает, на экране, сорян. Детский нюцикелли? Блядь, к сожалению, у меня их нету. Три часа один, прошу, прекрати, бля, мы даже половину видоса не посмотрим. Это ещё даже не половина. Это ещё не половина? Да, это поэтому продолжаем, давай в экстратемпе. Или просто притворяешься, что не понимаешь. Поэтому хейтишь айтипедию, потому что когда-то уже на этом хайпанул. Ну, ведь айтипедия, каким бы провокатором он не был, тогда был прав. Если бы не та ламповость из прошлого, та ностальгия, если бы первого сталкера никогда не существовало бы в природе, то второго бы сегодня никто не ждал. В принципе, логично. Дет настолько преисполнился в своём познании, что бежит покупать максимальное издание игры, даже не видя её реального геймплея. Некоторые игры, благодаря трейлерам, заранее становятся говном. Я понял, что она выглядит довольно отстойно. И нас ждёт очередная RPG-драчильня по вселенной Марвел, которая выглядит как дешёвая копия. Блядь, да кому не похуй, что это за разоблащ... Блядь, ну не нравится обзорщику игра, высказал он своё мнение, нахуй-то разоблащай. Да, тут в другом была ситуация, до этого у этой студии, точнее у этого издателя была игра по Марвел, по Мстителям, она была отстойным говном. Ещё больше поебать, ещё больше похуй. И я подумал, что эта игра тоже будет отстойным говном, в итоге игра оказалась хорошей, и это было распространённое заблуждение. Похуй, похуй, похуй. Хотя, по факту, после выхода их можно смело считать настоящим произведением искусства. Но как жаль, что благодаря подобным недожурналистам эти игры обходят все стороной. Да, возможно, геймплей в них не самый интересный, но тот кайф, который ты испытываешь от всего остального, это ни с чем не сравнимое чувство. Тебе ли об этом не знать? Ведь для тебя, как для истинного геймера, главное в играх это сюжет. Я не люблю говорить про геймплей. Я тебе, наверное, сейчас Америку открою, но игры, созданные для игр, спасибо, кап. Основа в играх. Блядь, он вырезал из обзора фразу про то, что я не люблю говорить про геймплей, но потом я говорю про геймплей, но он говорит, блядь, иди нахуй, Евген. Тем более унижение моего мозга, которое я испытал, просматривая твое видео. Надеюсь, что разливные лимонады и игра по гамми пас помогут мне забыть твое существование. Я надеюсь на это, братан. Их играли. Да, конечно, крутой геймплей вкупе с крутым сюжетом это всегда круче. Но если представить, что сюжет это основополагающая хорошей игры, ведь как ты облизывал спайдермена, забыв рассказать за полчаса о геймплее? Тогда я не понимаю, почему компания новой колды для тебя вдруг стала зашибись. Mass of a Rise вдруг стала игрой года со своим максимально посредственным, детским и наивным, полным самых заезженных штампов сюжетом, которые мы уже видели чуть ли не в каждой второй GRPG, начиная с 90-х. Стрейт для тебя крутая игра, хотя кроме катая декорации чего нового? Сюжет банален, да нельзя. Нет, это... Мне окружение понравилось проработано. Давай я так же, Евгена, буду разъебывать доебаться, потому что мне стрейт понравился. Вот просто... Это просто его мнение, это просто разница, это... Это не монография, это не разоблачение сейчас, я еще не понимаю, что происходит. Говори, что на геймплей тебе плевать, где-то ты говоришь, что на сюжет тебе плевать, ты уж, блин, определись, что для тебя важнее, геймплей или сюжет. Ну какой из тебя обзорщик, Леня, это не твое. Если игра менее ожидает... Все, дед, закрывай канал, блядь, у тебя все кончено, никаких обзоров будет. Блядь, сука. Понял? Я не собираюсь продажи, для деда игра говно. Если это еще эксклюзив от Sony, это не игра вовсе. Обзор, в котором я хвалю God of War Ragnarok, сказал, что не верил то, что это игра года, но в итоге я считаю, что она примерно наравне с Elden Ring, я не удивлюсь, если она выиграет. Обзор на того же Человека-паука, который мне безумно понравился, Days Gone мне охуенно нравился, о чем я говорил неоднократно. Но, блядь, один обзор плохой на Horizon Forbidden Death, значит, все игры Sony, я говорю, что говно. Ну, блядь, чел, иди нахуй. Цены готов вар, игры без души, их любят за то, что они эксклюзивы. Но когда все это выходит на ПК, это легендарная хуйня. Сосите с Анибои, спасибо за бета-тест. Фанаты за вас то фас, говноеды. Хотя после того, как ты прошел ее впервые, на третьей блоке ты писал совсем другое. Для тебя это был шедевр и одна из лучших игр в мире в принципе. Тогда почему все фанаты говноеды? Блядь, чел, давай отмотаем на пару секунд назад, там была одна фраза в моем обзоре на... Давай, давай, еще. Нахуйня. Сосите с Анибои, спасибо за бета-тест. Фанаты за вас то фас, говноеды. Хотя после того, как ты прошел ее впервые, на третьей блоке ты писал совсем друг... Окей. Ща, донат, одну секунду. Дед, сколько надо задонатить, чтобы это скипнуть. Мы не будем это скипать. Нет, смотрите, я не говорю, что фанаты ласта-фас, говноеды. Единственное, у меня претензии были ко второй части, но даже здесь, блядь... Он охуел трогать Талису Фарисе. Слушай, слушай, стоп. Не-не, погоди, погоди. Это очень важный момент. Он говорит то, что вот когда ты делал обзор в пиздячестве, пройдя игру в 13-м году на PlayStation 3, ты написал совершенно другое. Ну, типа, позиционируя это так, что я говорил, что игра пиздатая. Посмотрим, что здесь написано. Я не увидел там чего-то революционного в плане геймплея, проходя игру на сложном. Тем не менее, это шедевр одна из лучших консольных игр в моей памяти, потому что действительно от всей души сопереживал персонаж. Ну да, я реально люблю первый Last of Us. Да, у игры много косяков, вроде искусственного интеллекта напарников, их врагов, коктейлей молотова, летящих с неимоверной точностью с расстоянием 200 метров, откровенно глупых, повторяющихся головоломок, но все это меркно по сравнению с детализированным миром, шикарными видами и погодными эффектами с плетением человеческих судя по атмосферой. То есть, я говорил, что у игры действительно много геймплейных проблем, но в итоге мне сюжет очень сильно понравился. Я до сих пор это считаю так. То есть, а он это позиционирует так, что я ее там облизывал, типа пиздец, что игра такая супер охуенная, теперь я на нее пизжу. С первым Last of Us у меня проблем нет, у меня были проблемы с ремейком, который они сделали и который не заслуживает цену в 70 долларов. Ребята, это был шедевр и одна из лучших игр в мире. Меня больше волнует другое, это было в 2013 году, как помните, когда он нашел это из 2013 года, чел. Ебать! У чела за 10 лет, блядь, за 10! Не могло поменяться мнение об игре. Ебать! Ебать! Да ну нахуй! Тогда почему все фанаты говноеды? Ты, получается, один из них что? Можно вставить фрагмент, где я говорю фанаты Last of Us говноеды, но этого фрагмента не будет, потому что его нету. Да, хорошая связка, братан. Когда первый бог войны был, сука, сколько мы раз нашли вот эти вот какие-то противоречия, да ёбы, хуй пойми, за что? За 10-летней давности какой-то пост, вообще поебать. За 40 минут, сколько их было? Штук 30 таких даёбов непонятных, которые вот просто в щелчок идут нахуй, вот из-за вот подобного. И это даже не половина видео, блядь. Крузи вам для Сони, дед его неоднократно поливал дерьмом. Типа мы когда это начинали смотреть, я реально ожидал, что тут, ну чел ебался, сколько с этим роликом времени? Там два месяца, сколько он его делал? God of War, Бог войны. Это неполноценная игра. Но это обычная игра третьего лица, ничего такого в ней нет. Мне кажется, что God of War хвалили только потому, что это был эксклюзив. Но как только Бог войны вышел на ПК, он для нашего гения стал замечательным. Сталкивают Halo Infinite и God of War. Это две замечательные игры, которые мне очень сильно понравились. Первая даёт мне сложный сюжет. Бля, в каком-то видео я сказал то, что игра, ну типа не заслуживала игру года. Она, ну типа, ну типа не настолько пиздатая. Во втором я сказал то, что она замечательная. Ну типа мне понравилось. Окей. Это просто, нам нужно зайти на гору, и мы будем... Бля, я не знаю, почему он твоей матери не написал там, и не спросил твои детские альфомы. Бля, чел, не давай ему идеи, блядь, братан. Там твои детские фотки бы сидел, разбирал, типа, бля, тут вот он обосрался в подгузнике. Бля, может произойти. Просто не охота ждать, не экспедит. Это всё нормально с кейлем будет. Да не, я всегда эмоционален, вы не обращать внимания. Тут даёба реально просто по абсолютной хуйне. Будем идти на гору. О нет, чтобы пройти на гору, нам нужно пройти... Просто я обычно, когда вот такое вижу, я уже на старте типа оффаю, но всё, поэтому мой мозг не привык к такому. В пещеру, но в пещеру проход закрыт. Даёт несложный сюжет, который сопровождается не очень напрягающим геймплеем. Переобулся. С кем не бывает. Настолько замечательным, что дедуля забыл его жанр. Это обычный слэшер. Настолько охуенным, что пойду куплю пятую плойку ради продолжения. Сони продали мне PlayStation 5. Как какой-то обзорщик. Охуеть, я назвал Гадуфор слэшером, а он нашёл в Википедии, что это экшен-адвенчер. Хотя, так же хак-н-слэш, ну... Чигар, ты дно, Лёня. Из тебя обзорщик, большая часть их обзоров это просто описание твоих эмоций. Ты прошёл игру на эмоциях, накавкал что-то в микрофон и выложил на канал. Ценность таких обзоров для людей, которые терзают себя дилеммами, брать игру или нет, она нулевая. Это самая настоящая вкусовщина, за которую ты, кстати, очень многих критиковал. GTA Online хуйня, всех заебала, Rockstar заебали, забудьте... Идите нахуй, Rockstar. И вы уже про этот проект. В конце ещё напомнили, что существует GTA Online, и я бы тоже об этом хотел забыть. Но если заносят денег, ребята, залетайте на сервер и получайте плюшки от деда. Спонсором этого видео является новый GTRP сервер под названием Cash Hunt. Типа да, я лиц... Но я сказал, что это спонсор этого видео, типа похуй. Мцемерное чмо, но я думаю, что многие увидят в этом разницу. Мне за это платили бат. GeForce Now не стоит вашего внимания, это пустая трата денег, играть на нём невозможно. Но если заносят пару золотых, GeForce Now это заебись. Лично я попробовал поиграть в Cyberpunk 2077 и Far Cry 6. И блин, я был поражён тем, насколько хорошо это играется и насколько отзывчивое управление. Как это работает, Лёнь? А можно найти фрагмент, где я говорю, что GeForce Now это полное говно? Сходи, подстригись под ноль, тебе так... Ну, не, только... Ну, как бы... То есть, типа, он говорит, что есть противоречия, но он не показывает противоречия. Он просто на словах рассказывает. Блядь! Всегда он просто... Сука! На Гейфорсе трейлз прохожу красавчик. Лучше. Если детально разбирать любой твой обзор, мы найдём там огромную кучу ошибок. Science Row. Гайс, он... Он это серьёзно сейчас? Ты будешь дефать этот кусок говна? Дед эту игру очень жёстко захейтил. Это оправданно. Игра дерьмо редкостная. Но одним из его тейков было отсутствие музыки во время перестрелок. Очень лицензированные музыки по радио, но почему-то большинство перестрелок проходит в полной тишине. Становится даже как-то неловко от абсолютной тишины, прерываемой выстрелами. Но если бы он уделил своему обзору на 5 минут больше времени, он бы с лёгкостью нашёл, как включить ту самую кучу лицензированной музыки. Оказывается, в игре... В телефоне можно было... Можно было кастомный плейлист подрубить. Еблядь! Подожди, стоп! То есть музыка играет не в игре, фона в настройках. Ты должен зайти и включать её как плейлист. Типа наушника. Да, да, да. Блядь, я... Евген хоть что-то знает вообще про обзоры игр? Я не знаю, чёл. Красавчик, что шаришь за ДСП, Винг, за ещё и колду уважаешь, порядочный человек. Давай, Орион, открывай, чтоб копать... Пиздец, блядь! Орион открыл, Британ. Пиздец, нахуй! Красавчик. То есть да, я просто не знал то, что можно включить радио, и я думал, что... Не делай больше обзоры! Я тебе говорю, дед, ты не разбираешься в играх вообще, не твоё. Блядь, я просто нахуй этот видос убивает меня, блядь, чувак. Почему он не сказал то, что я мог подрубить музыку на Ютубе, блядь, на фоне с игрой? Блядь, это самый лучший аргумент, блядь, чё, я больше никогда не буду делать обзоры. У тебя чат, кстати, завис, говорят. Давно очень. Он зависает, это нормально. Не, он прям очень давно висит. Прям очень... Да не, он рано или поздно отвиснет. Ну не нашёл я, как включить музыку, и чё, игра от этого лучше не стала. Весь обзор Horizon, это обсуждение сюжета. А геймплей-то, Лёня, как он там? Как валёная боевая система, которая серия так славится? Лично я просто перекатывался туда-сюда и стрелял... Блядь, сейчас бы в каждой игре включать вот музыку, как плейлист отдельно в телефон. ...слабые места монстров. Это было весело первые несколько часов, потом как-то наскучило. Ааа, всё, понял. Геймплей скучен только потому, что твоему мозгу... Чел, я делаю обзоры, как хочу, и рассказываю о том, о чём хочу. Если человеку не понравится то, что я не рассматриваю геймплей более подробно, он может посмотреть что-то другое. Я рассматриваю те вещи, которые мне интересны в играх, и так всегда было и всегда будет. Ну типа сорян, я хуй знаю. ...нехватило понажимать больше, чем две кнопки. Понятно, спасибо за контент, дедуль! Дед постоянно высмеивает других за их подход к делу. Например, Миша и Виталик. Стоит отметить, что к этой парочке дед питает особую любовь, и чуть ли не каждый их новый ролик разбирает в эфире под лупой. Я разбираю, блядь, я просто слушаю, когда я заебываюсь на стриме, слушаю, просто там чё-то, блядь, попиваю и с чатом общаюсь. Это говоришь мне сейчас ты? Я тебе ещё раз говорю, выйди на улицу, потрогай траву, с друзьями он пивка выпьет. О, там я опять что-то написал слева. Этот идиот, и до меня так же докапавствовался. Держись, дед. В натуре. Держись. Держись, я тебе серьёзно говорю, блядь. Я держусь, блядь, это я не знаю. Дело в том, что меня раздражает XBT, потому что они спизданут какую-нибудь хуйню, типа в игре нет гибкости, блядь, Миха... Блядь, какой же ты вменяемый человек, понимаешь? В мою сторону такая вот хуйня была, я тут вообще просто головой об столбе сейчас себя хуярил. Давайте какую-нибудь такую хуйню. Давайте просто посмотрим, а чем дед отличается от Виталика? Камера, что с камерой, блин? Почему она постоянно от меня противников уводит? Ну, камера в углу, ну ты серьёзно. Не, ну здесь камера, конечно, да. Я же говорю, мне этот босс просто ленивый из-за того, что, как и все остальные. Не просто ленивый, типа вверх стик, когда на подсечку тело. Сука, я же уклонился, ну блин. Местами больше беседе. Клонялся ведь, блин. Да в смысле, блин, я точно, я точно увернулся. Блядь, базарь, я уворачивался. Играю как Виталик, это худшее оскорбление. Единственное отличие, что Виталик ругает игру, когда не может её пройти. Виталик-то начал игру винить в это. Я как бы, ну, в игры играю, а не вижу, что они плохие, когда мне что-то не получается. А наш, Лёнечка, ругает вас. Натан, иди, человек, не мать, забей. Одни аутисты говорят одно, другие дегенераты другое. Бал, мать всех людей, которые меня наёбывают в чате. Я рот ебал, твой, сука. Чел, который написал про палки, я твою мать ебал. Ну, блядь, сложная была игра, у меня жопа сгорела, признаю, неприятно было. Слушал, реально очень-очень неприятный был стрим с моей стороны, извиняюсь. Эль на дауна в чате. Чекайте, мать. Я рот ваш ебал, желаю вам сдохнуть нахуй просто. И вот это, вот вы посмотрите. Это некрасиво было, да. Всё, после тебя от этого, все от тебя отпишите. Человеку там нахуй послал. Мне было очень стыдно за этот стрим, я забыл, что этот стрим был, я про него вспомнил, мне очень стыдно. Я только сейчас заметил у Евгена на фоне полочка. Слушай, прикольная полочка. Мне нравится. Подожди, почему он тебя за анимешника проявляет, у него там аниме стоит всякая? Я даже не знаю, насколько нужно быть терпилами. Ты заебал в чат писать, Эмик, заткнись нахуй. Скажи, что ты навязчивый хуйсос. Скажи, что ты душный, блядь. Ткнись нахуй. Никогда больше ничего не говори. А я скажу, что я твою мать ебал, потому что пошел ты нахуй. Чтобы слушать... Но я долго на собой работал, чтобы не токсить на стримах. Всё это продолжать, это поддерживать. И уж тем более кормить своими кровными. Мне ещё похуй на вас, идите нахуй. Большая часть зрителей из твоих стримов-то по факту... Блядь, в каком контексте это я сказал, я не знаю. Теперь я точно укажу. Да, скорее всего, рофл. Я вот, я слышу в интонации, когда шлёшь кого-то нахуй злобно. Ну, типа, я уже отличаю за время общения. И когда ты рофляшь? Здесь нотка игривости, это рофл. Ну, я типа отличаю. Я уверен, зрители это отличают. Как ты терпелый. Я буду понемногу входить в задницу подписчиков. Но это всё игры. Давайте посмотрим на более... Опять же, важен контекст. ...значимую критику. Дед позиционирует себя как ПК-бояр. И будучи офицером консольных войн, при вопросе выбора игровой платформы, он абсолютно всегда выберет ПК. А значит, он должен разбираться в теме железа. Спойлер, нет. Пример возьмём ролика 2021 года, где Дед на протяжении 15 минут критикует очередного консольщика, пытаясь опровергнуть его мнение о том, что многие критики Xbox Series S сидят на более слабом железе. Автор оригинального видео на протяжении всего хронометража подтверждает свои аргументы пруфами. Он даёт статистику, характеристики, делает замеры производительности. Слушай, может скипнем сразу на рекламу и деньги? Не-не-не, мы продолжим. Нужно каждую хуйню поймать. А Дед за 15 минут своего критического разбора просто выдумывает какие-то небылицы. Без единого пруфа, подтверждающий его слова. Разговор заходит за видеокарту GTX 1060. Он даже чел в чате написал, типа, да бля, даже я отличаю, а я на стримах Деда сижу редко. Типа, просто зашёл. Это, ну понятно, по интонации. Со слов консольщика, это самая популярная карта на момент выхода видео. В качестве пруфа он нашёл статистику и сравнение и прикрепил их к видеоряду. Также он отметил, что карта в серии СС более технологически совершенная, чем GTX 1060. Но что делает Лёня? Естественно, он с ним не согласен. Но в качестве пруфа он приводит не скриншоты со статистикой продаж или какие-то характеристики железа. Он просто говорит, я брал эту штуку за 18 тысяч в 2016 году. Она всё ещё прекрасно работает. Просто у тебя её нет, вот ты и критикуешь. После этих всех слов, Дед отправляется на просторы Е-каталога и показывает цену этой карты. Заходим в Е-каталог и ищем 1060 на 6 гигабайт. Да ли и вовсе советуют брать другую, чуть мощнее. Заходим в версию Супер и видим совершенно другие цены. Ну почему её нужно брать? Какие у неё характеристики? Чем она мощнее? Нахер оно... Бля, мне даже впадло в контекст этой хуйни входить. Можете сами этот видос посмотреть. Там был прикол в том, что он показывал версию 1060 там чуть ли не за 30 с лишним тысяч. Я сказал то, что она намного дешевле продаётся. Это просто он показывал очень дорогую версию. И типа люди, которые 1060 себе брали, сидят на ней несколько лет уже и у них всё заебись. Возьми меня на хуй и возьми мои дети. Короче, блядь... Вам надо. Эксперт 47 сказал берите, значит берите. Люблю тебя, лапочка. Спасибо большое. Видео представляет из себя не только крайне подробный анализ ПК рынка. Ну я, пожалуй, сделаю это за него. Я отвечу. Кстати, знаешь, что самое забавное? С Е-каталогом это была интеграция. Типа... Типа... Это охуенно, видимо, интеграция, потому что, блядь, он не заметил. Приятно. Чему оно лучше? Потому что это название взято от балды. И вообще это была рекламная интеграция... Да, заметил. ...каталог. Гений маркетинга, серьёзно. После нативочки дед и вовсе высирает, что ПК и консоль нельзя сравнивать. Сравнивать консоли и ПК не имеет смысла. Это абсолютно разные вещи. Хотя сам по факту ещё две минуты назад делал то же самое. Если посмотреть на средние характеристики ПК, которые показываются в Стиме, то по сравнению с консолями прошлого поколения это просто монструозные машины. Сравнивать консоли и ПК не имеет смысла. Ну а хули нам, критикам? Порой дело доходит до абсурда, и дед в попытках хайпануть на вирусной теме и вставить в ролик очередную интеграцию, выкатывает ролик, абсолютно не имеющий отношения к тематике его канала, где просто б... Бля, вот что за хуйня? Там был, да, какой-то... То, что это была интеграция. Ну а что плохого в нативной рекламе? Я не знаю. Этим занимается, ну, 100% ютуберов, блядь. Ну ладно, этим не занимается Евген, потому что у него нет рекламодателя. Это действительно охуенно. Что плохого? Вперёд и пересказывает информацию из других опубликованных видео. Про никоглая, блядь! И в этом видео вставляет рекламу. И плюс я ещё там поигр... Ладно, я не буду об этом говорить. У влажнителя воздуха, блядь. На хули нам? У влажнителя воздуха пиздатая тема, на самом деле. Это была реклама её каталога. Просто там надо какой-то товар показать. Я подумал, ну, влажнитель воздуха топовая тема. Касательно видоса про никоглая, там была тема в том, что никоглай себе накручивал просмотры. И я просто хотел рассмотреть тему того, что типа... А, ладно. Похуе. Бизнесменам. Лёня, я лишь напомню тебе, что ты предъявлял мне за то, что я влез в чужой конфликт, будучи фрифайерщиком. Я не имею права на то, чтобы высказываться в сторону этих людей или что я... Типа, ну, у меня есть ютуб-канал, я имею полное право высказываться на этот счёт. Теперь. Это канал по фрифайеру. Он-то здесь при чём? Не состыковочка. Когда сам снял ролик про никоглая. Че, ты ютубер по твиттеру, ты огородом ошибся. Я не могу больше... Че, че, че... Че, 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 че... Че, 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 че... Но само видео посвящено именно проблеме ботинга на Твиче, которое меня действительно бесит. И я, типа, это использовал как пример всей этой хуйни. Но это не столь важно. Больше никак объяснить, зачем ты это сделал, кроме как не ради рекламы. Потому что этот ролик со своим первоначальным названием не собрал нужных цифр. И чтобы не упасть в грязь с лицом перед рекламодателем, ты тупо сменил ему название. Я уже пояснил про это. Пересмотри мой реакт. Уёбок. Я говорил, что мой ролик не про никоглая, а в целом про стриминг. Он полезный. Он несёт интересную полезную информацию. Да, вот он говорил пример, то, что не замечаешь... Как там, в своём глазу соринку не замечаешь? В чужом... Блядь, или... В чужом глазу зрябно не замечаешь? Да, да, да. Да, короче, вот эта хуйня, блядь. Типа, вот он сейчас приводит пример. Это же применимо к нему на все 180%. Опять же, тот пример с роликом про никоглая. Я просто не знаю людей на ютубе, которые вот занимаются подобным. То есть ролик ещё не вышел, они уже его разоблачили и всё разъебали. Действительно интересной теме, которую я хотел на своём канале уже давным-давно осветить. Как бы это доёпнусь, нихуя просто. Что плохого? Чел обсудил ролик, который в инфополе, типа, попульсал. Мне реально немного обидно за эту хуйню. Что ты пытался рассказать после того, как посрал, забыв снять штаны, в ролике от... Он просто не объясняет, что в этом плохого. Я искренне не улавливаю. Ну, конечно, кто же это всё пойдёт проверять во время стрима-то? Проблема у людей, которые хотят стать стримерами. Что сейчас происходит на Твиче? Я рассказываю про бытоводов. Данное видео на 80% состоит из пересказа разоблачения Макривского, которое ты смотрел в прямом эфире днём ранее. А ещё 10% это... А это видео состоит на 50%... А вот данное видео состоит, наверное, на 50% из пересказа других разоблачений. Или на форок он писал где-то скрин. Он сам писал об этом. Я скрин где-то видел. Приклама в уважнителе. А вот всё остальное, возможно, для кого-то и полезное. Ты своё бревно за повязкой на глазу спрятал, бля. Хорошо, давай так. Никакой кто? Стример. Я кто? Стример. Хули ты тогда наебалка, я не понимаю. Над экспертностью этого 30-летнего анимешника смеялись уже все, кому не лень. В сети полно разборов его эксперт... Хейли, ты смеялся над моей экспертностью. Кто? Я, сука, покажу тебе. Мне смешно. Что нахуй, бля? Два мнения и статьи, и видео, и постики. Его за это не попускал только ленивый. И чтоб тебе наглядно продемонстрировать, насколько ты убогий и никчёмный, в тех темах, что ты разбираешь, я просто возьму три твоих самых популярных видео на канале с критическими разборами и вырежу из них всё лишнее. То, что в первую очередь было сделано не тобой. Все лишние тейки автора, которые ты не критикуешь после показа. Я уберу всю воду, все ненужные и неуместные шутки, рекламные интеграции. Я оставлю лишь то, что подходит под определение критики. Весь твой анализ темы, на которую ты вещаешь. Вот, пожалуйста, смотри, что остаётся... Блядь, чел чё-то вырезал, блядь. Чё-то там хуйнул. Нихуя не показал. Ты вообще болезнь какая-то. Подожди, ты это тоже видишь? Он просто чё-то там, блядь, нарезал. Чё-то, блядь, сдвинул. Нихуя не показал, чё он там. Сделал, ты просто... И показывает чисто тайминги с ютуба, блядь, эту красную линию, сколько ты просмотрел. Я не понимаю... Я вообще в душе не понимаю эту хуету. Сдаётся в сухом остатке. Ну какой из тебя критик? Из тебя критик, как из Келя Леголас. Вот здесь вообще не согласен. Чел, я всегда говорю, что мой контент это также и юмористический контент. Если там будет только критики, они будут скучные. Поэтому порой там гораздо больше юмора, чем критик. Хорошо, повторяем ту же самую процедуру и оставляем то, что подходит под определение критики и все шутки на тему обозреваемого... Только покажи нам, что в итоге... ...вопроса. Ровно настолько ты юморист и критик, Лёня. По-моему, тебе нужно было учиться на слесаре сантехника. Ты явно шаришь, как лить воду. Эээ... В чём, да ёпта, блядь. Опять что-то нарезал, что-то сделал, типа... Ну, типа, ну он показывает то, что... Видос, на который я там реагировал и который комментировал, я, типа, меньше таймингов того, что я говорю. Типа, ну там нихуя не понятно. Я не понимаю. Да я это понял. Я понял предъяву. Но чтобы она была логичной, надо показать, блядь, что ты там вы... разобрать подробно как-то. А не просто показать, что, ну, ты там нашпиговал что-то и, ну, тебя разъебал. Фуясь. Это... И если вам этого всего мало, пересмотрите его критический разбор на Genshin Impact, где он критикует игру за то, что в ней огромная куча доната. Что она не живая, плохо прописана. Genshin Impact. Вообще, кстати, забавно, что он тебя в водолействе обвиняет. Вот эти 54 минуты можно было уложить в 10. Ну, 15. Да? Да, по факту. И тут многие аргументы, они просто повторяются, только под каким-то другой призмой немножечко. По факту говно. Да, действительно. Но вот только когда игру еще не было модно хейтить, она была для тебя крутым проектом. Ролик вот. Там же ты из-за неспособности твоего телефона пошел искать ее аналоги. И залив вот на этой игре того же разработчика на десятки часов. Поэтому я решил поискать что-то подобное по системе монетизации. По системе монетизации. И набрел на Хоука импакт. Все от той же студии Михоя. Это за сервером в 10, у тебя 5 и 11 по счету. Я попал туда случайно. Вот в ней я застрял на десятки. Не, как мем это смешно. Ну, типа, я подписан в Дискорде. Я наверняка тоже, может, на этот Геншин канал ебучий подписан, но я не в курсе. Все. Это гениально. Просто я понимаю, что это преподносится не под призмой рофла, скорее всего. Игра. Окей. Видос про Геншин импакт. Окей, я понимаю то, что мне нужно, типа, сказать это, да, чтобы все поняли. Я понимаю, это очень завуалировано было. На видос про Геншин импакт был максимально затролевским, потому что, блядь, типа, я говорил там, персонажи хуйня ебана. Там, бля, полное казино, бля, все лудоманы ебаные. То есть, он приводит пример, типа, видос двухлетней давности. Я говорю, ну, типа, неплохая игра, монетизация хуета ебаная. Ну, вот, в принципе, Хонка импакт, монетизация получше. Вот, был пока дома у родителей, играл в нее много на телефоне. Все. Но, типа, твое мнение изменилось, ты на пизде... Блядь, иди нахуй. Ты, а че? Ее стало модно хейтить. Здорово. Я... Спасибо за контент. Просто спасибо за качественный контент. Спасибо, спасибо большое, братан. Иди нахуй. От души за все. Ты лучший пирожий макей. Гей. Ха-ха-ха. Не углубляйся. Какие сервера? Ёбаный пиздобол. Твое мнение, прямо пропорционально ажиотажу вокруг проекта. Очень забавно, кстати, что в этом же видео для тебя крутыми играми считаются папкой стендов. Ленечка, мне кажется, при рождении тебя должны были назвать Антошкой. Один раз... Но не фрифайр, чел. Но не фрифайр. Не пидорас, я все понимаю. Но в тот же момент ты неоднократно рекламировал Warface, перезапущенный Lineage, World of Warships, а порой и вовсе какое-то ненужное китайское ММО говно. ММО РПГ нового поколения Аркейдж с крутой графикой. Да это хуйня все рекламировали, чел. Бля, вообще поебать. Такая уникальными особенностями доступна совершенно бесплатная. Которая за 5 лет своего существования даже близко не приблизилась к уровню в Геншин. Все эти игры точно такие же донатные помойки, которые сегодня на... Да я бы и Геншин прорекламировал с тем же успехом. ...оправлен лишь на то, чтобы обдирать своих игроков. Уровень твоей экспертности сегодня точно так же легко соизмерим с количеством денег, занесенных тебе от рекламодателей. С этим глупо спорить. Бля, одна тема, когда... Одно дело, когда ты свое мнение преподносишь. Когда у тебя купили мнение, ты его преподносишь, как будто оно твое. На самом деле тебе бабки занесли. А другое дело, когда это просто реклама. Ёб твою мать, ну есть же разница. Для него это одно. Котчики того же самого Warface еще не были в списке твоих рекламодателей. Ты осуждал тех, кто делает ей рекламу, и иронично стопил их ролики, как бы намекая на то, что это зашкварно. Для меня это реально сказка, как и, например, забавная игра Warface. Так, ладно, ребят, я спас вас дальше интеграция Warface, так что я прервал все вовремя. Но это плевок в самую душу. Ты снимал полноценные обзоры, поливал эту игру по моему... Плевок в самую душу относился не к рекламе Warface. Бля, чел, на Warface классная игра, я на нее даже обзор делал и говорил, какая она хорошая. По-моему, ты пиздер. Забудьте про существование. Блядь, я ро... Сука, это настолько очевидный рофл. Я... Да, я обосрал ее в обзоре, блядь, 19-го года. И, типа, когда-то меня доебались по этому поводу, я сказал, да я сказал, она охуенная. Там тебе, блядь, насколько он тупой, сука. Такой игры, как Warface. Она просто отвратительная. Но как только тебе начали заносить капусту, Warface стала топовым проектом. К сожалению, колоди... Слушай, у тебя чат, кстати, под тобой вообще... Я убрал ее, потому что он завис. Вот, я сейчас сижу и просто искренне, guys, не понимаю. А чему ты удивляешься, Евген? Warface платит, Lineage платит, World of Warcraft платит, кораблей эти платят. И только Евгену никто не платит. Хуйня, это... Чё это вообще такое? Бля, а что плохого? Ну, Warcraft. Почему он привел Warcraft? Ну, блядь, что? Ну, под такой логике ты вообще... Я не знаю, что ты должен рекламировать. Короче, хуйня, это китайская тоже мне платит. Охуенные игры. А значит, я буду их советовать и рекомендовать своим геймерам. На рекламу и деньги. Так, окей. Создал себе мирок, я пошел поссать. Создай себе мирок. Так, чё замануло? Кто мне объяснит? Ну-ка, пояснительную бригаду. Бля, очень тяжело это смотреть. Да я уже не выворачиваюсь, я реально сижу в шашке игр. Хе-хе-хе. Сложно. Где-то, садь, садь, шестьдесятки евреев. Осуждаю евреев. Да, блядь, кто рыгает? Кто рыгнул? Ну, я бы уже не досматривал, естественно. Нет, типа, давайте посмотрим, потому что последующие пункты, реклама и деньги, наверняка что-то более серьезное будет. Я так понимаю, на концовочку будет больше разгон. Реклама и деньги, дорогие друзья. Кель, ты готов? Да, у вас тут в чате там люди рыгают. Хватит рыгать, пацаны. Такие вообще. Не стесняются. Перед тем, как мы с вами начнем этот блог, вспомните одну простую поговорку, которую не раз использовали в монологах против продажных блогеров. Если в ролике нет рекламы, значит, весь ролик это реклама. Итак, друзья, нам с вами нужен человек, который будет заниматься продвижением наших успехов. Так, перед этим фрагментом я на донат отвечу. Ну, смотри, чел, Steam Deck охуенный, потому что там библиотека Steam'а, то есть тебе банально не нужно платить дополнительные бабки, и большинство игр на Steam Deck охуенно работают. Но если ты хочешь именно эксклюзивы Switch'а, там всякие Xenoblade'ы, прочие, Zeld'ы, то покупай Switch, вот Zeld'а выйдет в мае, так что... Ну, типа, решай сам, братан, я тебе не могу подсказать, все зависит от твоих приоритетов. Слук на территории России. Такой человек уже давно есть у Sony. К счастью для вас, у меня есть претендент на это место. Здравствуйте, Леонид, на связи Фил Спенсер. Я уверен, вы обо мне слышали. У меня есть для вас очень заманчивое предложение, которое в один момент изменит вашу жизнь на до и после. Здравствуйте, Фил, я рад вас слышать, я очень большой ваш фанат, и честно, я сейчас просто в каком-то шоке, мне нужно подумать. Бля, вот чувак старался, вот, когда вот эти скетчи делали. Да, да, да. Но они не смешны мне, вот в чем проблема. Типа, я не в оскорблении, а просто, да, действительно, виден заеб в них, но вот, ну, нет, шутки какой-то. Я как будто КВН смотрю от Петросяна. Да, да, да. Могу я вам перезвонить? Леонид, вы что, сейчас серьезно? Не поймите меня, неправильно, я просто фанат другой консоль. Ну, мне даже никогда иксбокса не было. А, он выставляет все так, что, типа, я фанат PlayStation, хотя я на ПК сижу с 17-го года, и, типа, он такой, вот, типа, я фанат PlayStation. На покупку я сейчас не располагаюсь. Успокойтесь, Леонид. Блокс мы вам подарим. Я лично привезу его вам в Москву и вручу его вам в руки. С геймбасом на 10 лет вперед оплачен, а там вас ждут сотни крутых игр. Блин, ну, это очень заманчивое предложение. Я, если честно, в шоке. А, пожалуйста, расскажите, что мне нужно будет делать. Лёня. А теперь слушайте внимательно. Вам предстоит снимать ролики. С самой обычной критикой. И высмеиванием наших конкурентов. А это, как вы понимаете, хайп. А, вы видели мой ролик про шевцов. Ха-ха, офигеть, честно, я впечатлен. Но если будет такой же хайп, то ладно, я согласен. Да, хорошо, засылайте мне, Иксбокс. Леонид, я знал, что вас не ошибусь. У вас есть твиттер? Нет, к сожалению, нет, но я зарегистрируюсь. Отлично, Леонид. Смотрите твиты по хэштегу Иксбокс Пидорасы и начинайте снимать видео. Добро пожаловать на десятки видеороликов. Я перемотал, потому что авторские права могут стрим забанить. Слуги и интересы компании Майкрософт. Как-то это все подозрительно. Каждый из вас наверняка знает сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс. Главным конкурентом Мака чуть ли не с самого первого дня его существования считается Бургер Кинг. Если посмотреть на статистику, то Макдональдс в сравнении с БК в плане выручки и в принципе по популярности бренда является более успешным. Руководству Бургер Кинга это никогда не нравилось. Поэтому в 80-х генеральным директором компании был создан специальный маркетинговый отдел, с целью которого являлось создание провокационных рекламных компаний. Эта реклама публично высмеивала их главного конкурента Макдональдс. Слушай, почему в Бургер Кинг курица вкуснее? Потому что у наших куриц яйца круче. Кстати, про рекламу. Да, вот неужели кто-то услышит спонсора этого видео Genshin Impact? И какой-то чел играл сейчас в этот Genshin. Он такой, после ролика Евгена, ебать, это была реклама, ебать, ему день заплатили. Так что ли должно было быть? Блин. По сей день этот отдел существует и успешно функционирует, подкидывая вирусные инфоповоды из года в год, переманивая тем самым клиентов Мака и буквально убивая их репутацию. Бля, реально согласен. Спасибо за качественный контент. Через СМИ. В нашей аналогии Макдональдс это Sony, самая успешная компания в мире видеоигр. За ней этот статус закрепился еще с 90-х, со времен первой PlayStation. Бургер Кинг это Майкрософт, который на игровой рынок вышел значительно позже и сейчас дышит в пятки своему главному конкуренту. И у Sony, и у Майков есть в штате как маркетологи, так и инфлюенсеры, которые на заказ от маркетологов и рекламных менеджеров продвигают их продукцию и услуги. Каждый ролик деда с критикой Sony или логикой Sony Боев это сравнение с Xbox, где абсолютно всегда выигрышно... Потому что это были ролики, в которых челы, которых я обозревал, хейтили Xbox, блядь, и говорили PlayStation лучше, а я защищал Xbox. ...в свете выставлена продукция от Майков. Дед, если тебе за твою деятельность все-таки никто не платит, и мои догадки останутся лишь теорией заговора, то ты просто двойной идиот, который готов работать и лизать чужую жопу, несмотря на все подводные камни, за бесплатно. Просто идеально. Бля, Ген, если можешь, помоги деду тогда работать с Microsoft, и он тебе реально спасибо скажет. Не, чел, мне реально платили Microsoft, я был действительно агентом, им был нужен чел вроде Айтипедии со стороны Xbox, это был я. ...я ловушка. Ты при любом исходе в проигрыш. Ловушка Джокера, сука. Нахрена ты вообще взял себе PlayStation? Потому что консоли от конкурента мощнее, у них там игры в первый день в Game Pass. Чуть-то не в каждом первом видео дед хвалит Game Pass, называет его цену и преимущество перед конкурентами. Потому что есть такая вещь, как Xbox Game Pass Ultimate. Обязательно отмечает, что если вы покупаете его впервые, цена составит лишь 1 доллар. Чел, ты опосрался! Эта фраза, это локальный мем, и мои олды, подписчики моего канала основные, они это знают прекрасно. И неподкрепленный пользователь, действительно слушая все это, офигевает, насколько это круто. Особенно, когда из раза в раз Game Pass сравнивается с Netflix. Все, кто так или иначе рекламировал Game Pass за деньги или нет, называли его Netflix от мира видеоигр. Леня, я лишь на... Чего? Блядь, я просто очень хорошо знаю подобные компании, видел их ТЗшки. Такая компания, как Xbox, ну в жизни, я думаю, бы не позволила себя сравнивать с Netflix, поскольку это Microsoft. Они вообще не пренебрегают всеми этими сравнениями. И я сам с таким сталкивался. Там не дай бог что-то упомянешь, что сразу нет, нет. Бля, короче, касательно этого мема, там был отдельный видос, то, что в Твиттере какие-то челы начали говорить. Бля, все хвалят Game Pass, как будто им Microsoft заплатила. И появилась, короче, тонна людей, которые просто рофлили, писали. Типа, ну, какая-то вообще рандомное предложение. И потом, зато за один доллар можно получить, типа, там, три месяца бесплатно, вся хуйня. Вот, я, типа, этот мем как-то перевел на Ру-сегмент. Вот, и, типа, ну это реально прикольная тема была. И, типа, он реально понимает то, что это локальный мем, и никак это не опровергает просто. Беж, то ты всех называл продажными, когда они в один голос повторяли одно и то же. Например, в обзорах на Horizon. В 99% случаев журналисты сравнивают игру с Mass Effect 2. Порой, в самом начале роликов деда, в виде рекламных прерывов высвечивались баннеры, анонсирующие презентацию от Майков. С ее датой, временем. Перед тем, как начнется это видео, я должен обязательно передать вам очень важную информацию. Во вторник, 24 августа. Совпадение? Не думаю. Баннеров от... Блядь, этот еблан! Сука! Была презент... Ну, типа, презентация была в скором времени. Я ее собирался стримить и, типа, говорил людям заранее, Гайз, типа, ну, я буду это стримить, типа, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Он вырезал часть, где я говорю, что я буду это стримить, и оставил часть, где я говорю, что вот 24 августа, 20.00 будет такой... Блядь, ну какой же еблан, сука? От Sony или от Nintendo видео никогда не... Он серьезно. ...был и нет. Это исключительно прерогатива от деда для Майков. А если и были, то упоминались где-нибудь в конце мимолетно. Потому что вот это говно не стоило никакого внимания на стоять. Бля, вот я просто разъебу тейк Евгена вот этими всеми предъявами. Я понял, эти предъявы касаются где-то после 24 февраля. Да они, Майкрософт, съебались с российского рынка. Каким бы ты там крутым рекламодателем, ютубером, миллиардером, там, у тебя 2 миллиона подписчиков, не придут к тебе, Майкрософт. Вот они ушли с российского рынка. Чел, у меня особые связи с Майкрософт, чел. А вот я особый. У меня особый связи. У меня чувак, у которого просто меньше 100 тысяч подписчиков смог. А вот чуваки-миллионники не могут. Чел, ну тут не в количестве подписчиков. Даже вот логика, дедукция, ну хоть чуть-чуть. Кажется, нас раскусили, дядя Фил. Вообще, это была реклама моих стримов. Если в сети появляются ролики с... Блядь, он нахуй сам говорит, это была реклама моих стримов. И типа никак это не опровергает. То есть он контраргумент приводит типа с моей стороны. И никак его не опровергает. Критикой Майков и набирают прямо сейчас... Да даже если бы ты рекламил Майков, что там плохого, блядь? Ну что... Я не удивлюсь, если он дальше скажет, что эти личные фил спенсеры... Дед по первому зову идет отвечать на него. Но совершенно обходя все тейки стороной. Если они вызывают хоть какое-то сомнение в адрес Майкрософт. Лично в моей практике, если ты работаешь на какую-то крупную компанию, ты не имеешь никакого права говорить о ней публично плохо. И это как минимум объясняет, почему Дед словно не видит стоящих и не поддающихся никакой критике сомнений. В адрес его любимой платформы. Найдите хотя бы один ролик на канале Деда, опубликованный до 4 марта 2022 года. Где Дед критикует Майкрософт или его фанатов. А что критиковать и высмеивать, там поверьте в огромном количестве. На слепом глазу так яро агитировать за какую-то консоль, не обращая внимания на ее изъяны. Это либо свидетельствует о том, что ты глупый узколоб, видящий лишь одну сторону медали. Либо что тебе платят за рекламу. В принципе логично. Во время рекламной кампании Halo Infinite летом и осенью 21 года проводились закрытые бета-тесты мультиплеера. В нем принимали участие исключительно отобранные лично Майкрософтом люди. Это игровые издания, журналисты, блогеры. Обычные игроки, такие как мы с вами, могли попасть туда только во второй волне. В рамках участия в программе Xbox Insider. Вызывает здесь некоторые сомнения тот факт, что на первую волну не могли попасть даже такие гиганты, как игромания или Стопгейм. Или наш горячо любимый затычка в каждой жопе Антон Логвинов. Все они попробовали новиночку позже, в сентябре. В доказательство моих слов, прямо сейчас вы не найдете ни одну статью или видеоролик, которые вышли бы от них в первых числах августа. Все они датируются гораздо позже, сразу после второго и третьего этапов. Но как вы думаете, кто тот самый счастливчик из России, которому удалось каким-то чудом попасть в рябе первых тестеров? Прямо наравне с зарубежным ампассадором Xbox Актменом. Окей, он сам показал статью, что участвовать могли люди, которые зарегистрировали в системе Halo Insider. Я был там зарегистрирован еще с 19-го года, и мне просто прислали ключ на бету. Типа, я просто тестировал многие их игры, ты можешь зарегистрироваться сам на Halo Insider и получать все беты. Не, я уже не включаю голосовые донаты. Вот, Актмен, который он показывал, амбассадор Xbox, его, блядь, даже нахуй Microsoft никуда не пригласили, он сделал целый видос, в котором он ныл об этом. То, что, типа, столько блогеров приглашали, а его нет. Он, нахуй, вообще никак не связан с Xbox. Просто, ёб твою мать, блядь, Евген, нахуй, два месяца, блядь, подготовки, ты такую хуёвую работу провел, чувак. Который никогда я не скрывал, что сотрудничает с Майками. Естественно, это... Где, блядь, он сотрудничает с Майками? Это наш Леня. Да, блядь, люди в чате, многие тоже были в бете, блядь, они в Halo Insider просто регались, там дохуя ключей отсылалось. Ну, у меня личная хуня была с этим. Нихуя. Гвинт там. Его туда пригласили просто случайно. Да, мне повезло быть одним из тех, кого пригласили. Точно так же случайно, как рекламу Warface'а подкинули. А как интеграция появилась, я понятия не имею, чел. Многие зрители деда писали мне, что в прямых эфирах, когда он на... Многие зрители деда писали мне. Пацаны, плюс чат, если вы писали отцу Евгену. ...хваливал геймпас или просто рассказывал об Xbox'е, например, упоминая предстоящие презентации. Реально, вы там в чате что, охуели, блядь, что ли? Все пишут, вы не туда воюете, мужики. Вы не туда воюете, предатели пишут отцу Евгену. И он буквально... Лайки ставьте. ...через две минуты капали большие донаты, которые на протяжении всего стрима и далее, после этой нативной рек... Ой, простите, вылизывания очка Фива Спенсера, ему больше не поступали. На моих стримах, да и на стримах влюбленных... Чего ты это слышал? Короче, смотри. Типа, это еще раз доказывает, что отец Евген, это просто ебаный бездарь. Потому что он спиздил этот тейк. Он спиздил этот тейк у одной телки, которая делала видосы, что, типа, ну... Вот Дэдпи-47, когда хвалит Xbox, ему донаты большие приходят по 15 тысяч. И он, блядь, просто посмотрел все разоблачения и собрал ебаную сборную солянку, блядь. То есть он нахуй... Я не знаю, я не знаю чего. Подожди, ты послушай сам аргумент. После того, как ты на стриме хвалишь в Соловдюте, все приходят в виде донатов. Блядь, помнишь, я две минуты назад сказал, он, наверное, блядь скажет, что Тетвин Спенсер лично донатит на стримах. Так, так. Я думал, это... Я, типа, я это сказал, типа, ну это абсурдный бред нахуй. Ну вот сейчас это, ну... Чел, у меня хороший рекламодатель. Я все еще поддерживаю отношения с Майкрософтом. Чуваки, ты понимаете, у Деда сидит на стриме какой-то представитель Майкрософта или лично сам Фил Спенсер. Только он скажет что-то положительное в адрес колды, сразу прилетает огромный донат. База, база. Сразу, большущий. То есть Фил Спенсер сидит и через донейшн алерс на русский донатит. Поняли? Да, 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 именно вот через донейшн алерс. Бля, я не знаю, что ли. Любого другого стрима. И он даже не сам до этого додумался, он просто чужое видео посмотрел. Если заходит крупный донатер, он не ограничивается разовым донатом. С каким-нибудь... Он говорит, он этот ролик показывал каким-то людям, типа, кто-то это видел. И кто-то реально сказал, да, норм тема, не вырезается. Типа, заебись, чувак, вот это, да, бля. Чувак, кайф, нахуй, заебись. Тебя наебали, кто-то где-то сказал. Бля, а знаешь, в чем прикол? Это этот чел Декаспейс, он мне донатил, мог за стрим задонатить 300к, просто донатами по 15 тысяч. Хуя себе. Типа, реально, это... О, дядя Фил, спасибо за косарик, ищу и оплату комиссии. Всегда рад сотрудничать с Майкрософтом, спасибо. Так вот, Декаспейс... Опа, вот-вот. Это какой-то... Декаспейс это какой-то супер-мега-криптобарон, с которым я даже пообщался после этого, после 24 февраля, когда он внезапно исчез. Вот, а он за стрим мог задонатить 300к. То есть, независимо от того, там, что я стримил, он мог зайти просто, ну, типа, люди из чата помнят, он мог, типа, дохуя задонатить, и просто, типа, просто с нихуя. Он там говорил, типа, ебать, мне там, я заработал в 100 раз больше, типа, сегодня. Вот. И суть в том, что сейчас Евген говорит, типа, обычно, когда приходит охуевший донатер, он донатит много раз, а тут были единичные. Но это, блядь, фактически не так, потому что если посмотреть стримы, на которых заходил Декаспейс, он донатил дохуя в течение стрима. То есть он... Ну, ты это разбираешься. То есть ты понимаешь, что он пиздит, блядь? Он, во-первых, пиздит про то, что это Майкрософт, а во-вторых, пиздит про то, что это были единичные донаты, и этим пиздежом подтверждает прошлый пиздеж. И это, блядь, я просто нахуй этот человек, ну, просто, блядь, это просто пиздец. Ну, как он тут не утверждал? Ну, как типа, ладно, похуй. Сообщением людям ловит 20... Да, блядь, он просто в конце скажет, но я ничего не утверждаю. Ну, типа, блядь, это такой бред, ебаный. Да, я вот, блядь, это же, я вот и хотел сказать, типа, он скажет, я не утверждал, я просто предполагал. Это такой, ебаный бред. Он будет донатить еще и еще, буквально сорить деньгами и общаться с тем, кому он донатит. Ну, так, так и было, блядь, я ему говорю, чел, в чате напиши, я с тобой могу пообщаться. Он все равно продолжал со мной общаться 15-тысячными донатами. Он, блядь, на стримы заходил, он долго, да... Да я иди нахуй, чел. В случае Лени все по-другому. Когда он хвалил игры от Майкрософт и в прямом эфире называл их цену... Ну, есть две сюжетные кампании, каждая примерно по два часа, и они стоят по 10 долларов каждая. И что это очень крутое вложение. Если у вас есть геймпасс, оно вообще 9 долларов, ультра дешево. Ему тут же, буквально через минуту, падал большой донат. Блин! Это просто совпадение. Ну, это, это, это очень интересно. Это очень интересная теория, на самом деле. Просто, эм, ну, а у меня нет способа доказать, что это не так. Правда, я, типа, не до этого, может, как-то въебался, что это реально сейчас такое. Блядь. Блядь, дед, нас почти спалил в префайер. Ухренный донат. Я спалил, но он догадался, что это и была оплата за рекламу гимназа. Не попадайся так больше. Хорошо, что дикоспейс прикрыл. Блядь, 10 тысяч! Чего? Ну, ты понял, 10 тысяч донат! Ебать! Блядь! Майкроссов, не болит! Я тоже, блядь, стримить на шнуре, а не таких чуваков. Блядь, блядь, че... Бля, прости, я второй донат... Блядь, блядь, че... Охуеть! Стримлапс открою и посмотрю второй донат. Че... Блядь, че... Блядь, сука! Блядь, можно я свой донейшн-алерс этому чуваку скину, ну чисто один раз? Как его ник там? Мужик, ну пожалуйста! Ну ты понял. Я ради тебя включу стрим. Блядь, чувак, спасибо. Блядь, ты такой контент, блядь, для нарезчиков создал. Ты красавчик, да хуй. Так... Я еще открыл твой стрим, типа у тебя глаза такие визы, доната еще нету. Да и увидел же в полоске, там же появляются заранее. Мистер Паскаль, спасибо за 10 евро. Бля, он нас раскрыл, точнее не нас, ведь я не Фил, подмигиваю средним глазом. Спасибо большое, спасибо. Бля... Слушай, Евген, походу, был прав на самом деле. Да, 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 я хвалил Xbox 10 тысяч. Бля, спасибо, хороший партнер, с Xbox всегда рад поработать. Он рекомендовал игру, которая сегодня является не более чем матрышкой, о чем свидетельствуют ее оценки. И заявлял, что она ему безумно нравится. Блядь, он опять без контекста. Окей, Crossfire X. Вышел мультиплеер, полное говно, но к нему присобачили две компании, которые были сделаны Remedy создателями Макса Пейна и создателями Контрола. И типа я говорил, они нормальные, мультиплеер говно. Соответственно, оценки... Блядь. Ролики смешные. На стримах у вертолета сидит. Такого фрифайрщики не разоблачили. Может, вертолеты сюда позвать, я хуй знаю. Сука, что за пиздец? За что он очень давно не получал удовольствие от коридорных шутеров. Просто линейный коридорный шутер. Я не знаю, я такого кайфа давненько от шутеров не получал. Да, да, еще пару роликов назад ты хейтил за коридорность Call of Duty. И обратите внимание... А где я хейтил за коридорность Call of Duty, блядь? Hi, Dp47. Hi, gamer. Sorry for such small donations. Deal with... Блядь, чувак. Спасибо большое. Ты очень милый с той стороны. Еще я прочитаю полностью эту хуету. В смысле, донат прекрасный. Еще. Кто меня подставляет, сука? Майзенберг, блядь. Ну, то, сука... Да, блядь, ну... Прости, нахуй. Когда тебе приходит уже там шестой, седьмой донат в 15 тысяч, эмоции уже немножко не те, блядь. Прости, что я не отыграл как надо, блядь, отец Евгения. Надуются суммам гораздо меньше. Чел, спасибо. 20 евро, блядь, спасибо, чувак. Ну, подпитый чел, радуется, блядь, я... Дополнение ко всему, я... Тем более тогда уже монетизации не было, я сидел в Израиле, реально для меня бабки были очень важны. Касарь за донат, репная клавиатура в голову сломал, да, и все. Эу, катакбас, какого хуй он нас палит? Как катакбас, какого хуй он нас палит? Дальше был нашим подсосичьим 47. Раскрыли, раскрыли. Опасно стало работать с Майкрософтом, придется платить побольше. Лично, еще в начале августа узнал, сколько стоит реклама у деда. Да, он действительно согласен рекламировать на пиковый онлайн что-то от заказчика. Он неоднократно так делал. И суммы за это вполне сходятся с теми, что ему прилетали в свое время запаховую продуктов от Майков. Ээээ... Пиздобол? 3000 от Евгения Че! Меня не спалили, поэтому от меня поменьше. Евгения Че, спасибо большое за 3000 с облатой комиссией, братан. Спасибо большое. Меня не спалил, поэтому от меня поменьше. Спасибо тебе, братишка. Бля, короче, здесь очень интересный момент. То, что... Сейчас, давай немножко перемотаем обратно. И посмотрим, типа, чтобы... Вот так. Дополнение ко всему я лично. Еще в начале августа узнал, сколько стоит реклама у деда. Да, он действительно... Короче. Кидай дрова в юлию. Это пиздеж. Если он посчитает всю полученную сумму за один стрим, то он точно начнет веровать в свои слова. Держись, дед. Все 47 окунтов от Майков он не спалит. Бля, да хватит додать. Не задавитесь, блядь, пожалуйста. Слушай, мне в конце месяца получка так и не пришла за ролики. Начальник задерживает. Что у тебя? Как? Отпускные отплатили? Ай, я на стриме. Ладно, потом лички спрашиваю. Окей, блядь, 7500 от Морковника на рекламу Xbox Game Pass. Да, блядь, да, пацаны, мне уже хватит денег. Спасибо большое, там припарщик, инфаркт уже словил, блядь. Блядь, Морковник. Дайте денег на еду. Спасибо, блядь. Блядь, Кель, я готов приходить на твои стримы. Я начинаю уже стримить, я с удовольствием с тобой пойду. Бля, нет, спасибо огромное, пацаны, это реально очень приятно. Касательно рекламы. У меня была одна реклама на стримах. Это магазин, который продает Xbox Game Pass. Они там типа как-то это делают, удобно типа через Турцию. Раньше делали через Аргентину, теперь через Турцию. И суть в том, что они там как-то без доступа к аккаунту говорили, что это делают. Но в принципе, типа я проверил, все было норм. И мои зрители тоже там многие говорили, типа спасибо, что порекомендовал. Блядь, 2500 от Juice.fv. Рекламирую Call of Duty Modern Affair 2. Это аванс к предыдущему донату. Сука. Call of Duty Modern Affair 2 это лучший шутер. Кель подтвердишь? Рекламирую чёть MW2. Это аванс к предыдущему донату. Когда на мою карту капнет 10 тысяч рублей, Call of Duty станет лучшей игрой в мире. Я говорю сразу. Ну он подтвердился, да, нормально. Так вот, была одна компания, которой я делал рекламу за 10 тысяч. На стримах просто плашка висела. Я периодически говорил, по ссылке в описании можете оформить Xbox Game Pass. Как правило, закупали эту рекламу на какие-нибудь презентации Xbox. Ну это всё. То есть вот контора была просто, которая Xbox Game Pass продает. И, блядь, он говорит то, что вот там эти донаты по 15 тысяч сходились с ценой его рекламы. Донаты были 15 тысяч, при том их было много, но он говорит то, что они были единичными. А по факту реклама стоила 10. ...согласен рекламировать на пиковый онлайн что-то от заказчика. Он неоднократно так делал. И суммы за это вполне сходятся с теми, что ему прилетали в своё время запаховую продуктов от Майков. В свою очередь и российский офис Майкросов в 20-м и 20-м... С первым году, в самый разгар запуска своей новой консоли, активно сотрудничали с инфлюенсерами и выделяли на это довольно большие рекламные бюджеты, заказывая у них нативные интеграции через различные рекламные агентства. Например, одним из таких бюджетов... Бля, чел, 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 я просто открыл Донейшн Аллерс, просто мне интересно стало. Ебать, прикинь, мне всё это время иногда люди донатили. И сейчас дядя Фил мне скинул 500 рублей. Бляааа. Прикинь. У меня... Как ты нашёл мой Донейшн Аллерс? Вообще, блядь, где он у меня указан? Блядь, доней 500 ещё! Так, я понимаю, Microsoft купили сегмент в этом видео, чтобы пропиариться. Вы ещё и Евгену платите, только мне платите, Евгену не надо. Спасибо за рекламу, Геймпасс. Да не за что, не за что, Геймпасс родненький. Мне донатили всё это время люди иногда, бля. А как-то можно донатерам ответить в Донейшн Аллерге? Нет, никак вообще, к сожалению. Блин, чуваки, что вы слышите, спасибо. Блин, нифига там, ну по 50-м. Можешь в видосе каком-нибудь следующем поставить, показать свои донаты и сказать им спасибо. Ну, наверное, это очень преданные зрители. А сейчас на твоём фоне бомж, он, передай ему мои 200 рублей, пожалуйста. Хорошо, эти 200 рублей пойдут к Келю. Бля, спасибо за 500 рублей, чувак. Это... Так вот, давай продолжим. Он говорит, что какая-то компания была, которая... Я съем на них шаурму, я тебе обещаю шаурма с классом. Какая-то компания, которая сотрудничала с инфлюенсерами, они рекламировали Xbox Game Pass в 2020-2021. И, типа, он думает, что я с этим связан. 890 рублей. Дед, я тебе ещё раз повторяю, что если всё это лишь мои глупые домыслы, и ты никогда не получал ни копейки от... Чел, я только за этот стрим, блядь, получил. Да хуя от Microsoft. Я всегда получаю... Я даже получил, понимаешь? Microsoft самая щедрая компания, геймпаз заебись, чел. Дядя Пил ещё комиссию покрыл, спасибо. ...офиса Microsoft в период с весны 2021-го, когда твоя реклама стала слишком явной. До 4 марта 2022-го, когда они прекратили деятельность со всеми партнёрами по вопросам интернет-рекламы. К слову, именно после этого ты стал порой хвалить и другие компании, и даже конкурентов. А, это PlayStation 5 было куплено в 2021-м году. КОТОРЫХ ТАК ЯРО НЕ НА ВИДЕО Это PlayStation 5 было куплено в 2021-м году. Кель не участвует в рекламной кампании, ни копейки ему! Бля, Марковникс! Ну... Кель не участвует в рекламной кампании, ни копейки ему! Маленький гидропёрдер, спасибо за 30 рублей. Бля, Марковникс, спасибо за консайд! Бля! Йо, а... Теперь ты агент украинского Xbox. Теперь я агент украинского Xbox. Я полностью согласен. Блядь, он показывает... Чувак, мне ещё 20 рублей! Чувак, мне деньги кидаешь! Что происходит? Ну, ну это мило, пацаны. 20 рублей от Чича на бич-пакет, спасибо. Бля, мне теперь неудобно. Прежде! Потому что Nintendo — это отвратительная кампания, продукты которой не заслуживают покупки. Теперь Nintendo, у которой в ближайшие месяцы предвидится очень много интересных и разнообразных эксклюзивных проектов. И контента, на который больше времени уходит... Но мнение изменилось, блять. Стало гораздо больше. И в каждом новом ролике стала появляться другая реклама. И даже негативный обзорчик на горячую любимую HALO, который ты так сильно боготворил из ролика в ролик, внезапно появился. А до этого был тоже ролик негативный про Halo Infinite, потому что они не добавляют контента. Пожалуй, освобожу место на своем SSD от очередного неживого. Мне эта игра нравится, но они просто не обновляют контент, поэтому я сказал, ну, типа, все игре пизда. Живого сервиса. Кайс, я вам клянусь. Така-така, бурита-бурита. Погоди, это же Microsoft Аргентина, а почему не Microsoft Мексика? Я вам отвечаю, это просто череда нелепых совпадений. Ты красавчик, избавился от атаков филоспенсера. Бля, он это на полном серьезе говорит. Здорово, мужики. Я не знаю, я не знаю, это грустно. Мы забыли, что у нас тренировка. Поэтому это ему от филоспенсера. Но мы всегда вам напомним, что всего лишь за один доллар вы можете преврести три месяца GMPs. Ультимейт играть в соберёгство плюс разных игр. О, это так мило. Спенсера, наконец-то! Даже скам-магазины по продаже любимого геймпасса начал рекламировать. Так, скам-магазины по продаже любимого геймпасса, окей. И если хотите, как бы, оформить себе геймпасс, то по ссылке в описании можете это сделать с промокодом DP47, очень выгодно. И даже над самим собой пошучивать. Если я выглядел так же, когда фанбоял по Halo Infinite, то приношёл вам искренние извинения. Я постараюсь больше так не делать. Это выглядит так убого со стороны. Если все эти банальные совпадения, это лишь моя больная фантазия. И ты никогда не продавал своего мнения за деньги, то ты дурачок, который... А почему он назвал магазин, который я рекламировал скам-магазином? Ебать, 200 рублей! Блядь, ещё 100 рублей! Вы чё мне бабки кидаете? Вы чё психопаты? Блядь, чувак, извини. Я понимаю, это твой стрим, но просто у меня начали деньги кидать. Блядь. Красавцы. Возможно, я, ну, просто хотя бы Нике скажу, Грей и фанат Фили-47. Это время реальные гигачаты, так мило реагируют. Красавцы, пацаны. Спасибо, 200. Не кидайте донаты, не надо, пожалуйста. Это время работы... Честно, не надо, но приятно очень. Спасибо. Бесплатно. Пока другим ровно за то же самое заносили капусту. Вага, все отчёты о бюджетах Microsoft есть в открытых источниках. Впрочем, вряд ли... И там большая, блядь, строчка. Как донаты на ТП-47 в отчёте Microsoft, блядь. Если ты в этом признаешься, ведь вторым Антоном Логвиновым никто не хочет спать. Не, чел, мне платили Microsoft всё это время. Ты полностью прав, ты раскрыл эту коррупционную деятельность. Блядь, ещё бабки капут, что происходит? Сука. Как мне это реагировать, типа, чувак, я понимаю, это твой стрим, типа. Да не, не пари. Блядь, ещё деньги, ебать! Сколько денег? Не надо, чуваки, я сейчас закрою. Ты заслужил за терпение, чел. LancerHard 100 рублей. Подсос Келя, не грусти подпёрдыш. Да хватит донатить, блядь! 300 рублей им просит, бля, сос, чел. У тебя ссылка на YouTube. А, у меня на вкладке канала. Ещё дыда! Ой, чё, они мне бабками спамят вообще конкретными. Как это скрыть? Как закрыть донейшналерс? Не донать тебе... Лил Пчак, спасибо за 200 рублей. Пописчик, спасибо за 100. Да, Марк... Оооо! 5 тысяч рублей! Ебать! Ебать! 5 тысяч рублей, блядь! Ебать! 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 Вы чё, ёбнуты? Вы чё, ёбнуты? Вы чё, ёбнуты? Блядь! Ебать! Марковник! Бля, Марковник, базу нахуй! Марковник распространялся. Рекламируйте, пожалуйста, Xbox Game. Чел, любая хуйня. Дед, как скрыть донейшн... Дед, как скрыть донейшналерс срочно? Я не знаю, чел. Как закрыть донаты? Как относишься к тому, что Сима кинул ВВ? Когда она пришла его домой забрать... Блядь, спасибо огромное, чел! Это первый мой донат такой большой в жизни. 50 баксов Джу и Сев. Ебать! На шверму Келли, надеюсь, что ему туда перданут, как Артёма Фукова. Блядь! Средо относишься к тому, что Сима кинул ВВ, когда она пришла его домой забрать после попойки. Сима уёбок, блядь, сраный. Ебать! Пиздец! Здорово! Время для гей-орги! Дед, а как поднять хотя бы сумму донатов? Я хотя бы прям в угли поставлю, чтобы не донатили, не надо, ребят. Короче, заходишь, типа, этот, настройки донатов, там справа, слева сверху, вот, настройки донатов, там суммы, вкладка. Минимальная. Да-да-да, и там ты можешь ставить в рублях и в других валютах, типа, минимальные суммы. Всё, я время наебанул большую сумму, чтобы мне туда не донатил. Спасибо, ребят, большое. Правда, это пиздец как приятно, но, типа, не надо. Блядь, ещё бабки летят, они не успели. Причём в евро кидают, блядь, кто эти люди? Гайзенберг, два бакса, я твое спасибо. Прыжский крыс, пять евро. Пять евро, ёбаный сыр. Чувак, пупо. Спасибо. Бризенки. Десять евро, чувак, я поднял бабки, оно всё равно летит. Кенни Хонор на пивас филки. Блядь, я тут не могу, пожалуйста. На стриме даже загнался. Блядь, спасибо большое. Так, ща... Точно не Дэн, десять рублей. Мне теперь со всех отделений, блядь, приходят, сука. Оно всё равно летит, чё за хуйня, прям спамов, типа, сто пятьдесят шестнадцать... Спасибо, Дэн, блядь, Михаил. Блядь, две тысячи, враг в отражении. Спасибо большое. Привет, это я, Фил Спенсер. Сейчас я буду донатить тебе со всех других карт. Бля, враг в отражении, это отсылка на то, когда я пошёл поссать. Это я, Фил Спенсер. Сейчас я буду донатить тебе со всех других карт. Блядь, 20 рублей. Блядь, чё. Спасибо, Михаил. Спасибо большое, враг в отражении. Чё, вы просто сидите. Мы просто купаемся в бабле, блядь. Мы просто даже эту хуйню досматривать, не надо, блядь. Чувак, я тебе... Блядь, а всё равно бабки летят. Типа, как это скрыть? Я поставил сумму огромную, чтобы... Хе-хе-хе, блядь. Помоги мне, как это сделать? Двадцать две тысячи пятьсот! Марковник, двадцать две тысячи пятьсот! Двадцать две тысячи! Спасибо за рекламу, Багэмпэ. Чё, мне пять кусков сейчас донатились. Нихуя, да вообще пиздец. Марковник, блядь, ты... Какого хуя, блядь, чё происходит? Марковник, ёбанарот, блядь. Я сейчас реально начинаю верить, что мне Майкрософт донатят. Блядь, это нахуй ненормально. Джим Райан, спасибо. Блядь, Джим Райан, а ты из Сони, ты чё, предатель? Ты бабки от Сони пол... Ах ты уёбок, блядь. Да-да-да, они предлагают позасирать Майкрософт. Ну слушай, двести пятьдесят рублей с покрытой... Косар, блядь! Блядь, дед, я тебе демку включаю. Как это скрыть? Он мне донаты летят прям списком, ёб твою мать. Не показывай на стриме, я тебе экран включаю. Можешь мой экран? Я убрал, да-да-да-да. Смотри, вот они донаты, блядь, летят, смотри. Косар, двадцать, там, блин, где пять тысяч вон с евро? Пиздец, как это скрыть, смотри. Ещё бразильский офис Майкрософт. Десять белорусских рублей, спасибо. Бля, морковник, ещё раз, огромное спасибо, братан. Сижу, накурился, играю психонавтов первых, параллельно смотрю вас с гостанских советских наушников. Хилл Спенсера донатить буду только после приложения для Иксбокса в Стиме. Бля, я это жду. Зайди в суммы. Смотри. А, вот сюда, бля, а я в озвучке выставлю. Зайди в суммы и здесь ставь на каждую валюту, сколько, типа, хочешь. Вот. Да и доллары, и евро. Чуваки, я очень благодарен. Вы не подумайте, что я уебок, просто это неприлично на чужом стриме сидеть. Да не, 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 блядь, нормально, забей, я на самом деле тебе благодарен. Три тысяча от Евгеньевича, ебать! Ты это видишь? Я вижу, нет. 500 рублей, блядь, вы что делаете? Как вы закинули, как они закинули донаты, я выставил меня. Там оно что-то время обновляется. Еще, блядь, вы что творите, ебнутые, типа. Чел, извини, можно я каждый ник прочитаю? Да, 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 конечно, конечно, без проблем. В трюме пожар, 100 рублей с покрытой комиссией. Кель, спасибо большое. Чича, опять 20 рублей. Да ты 47 рублей. Я, 40, все не разоблачили. Год колдун, 500 рублей. Евгений Че, давно на тебя подписан, ролики огонь. На некоторые твои воззрения. Бля, я тебе говорю, тебе, Кель, начать стримить, тебе, блядь, реально стоит. Да, пиздец, да, блядь, я буду сидеть вот так вот. Люблю деда, 10 рублей, я тебя люблю, деда тоже твой, да, в шапке ютуба, спасибо. Еще в FR8DD18 кассарь скинул. Блядь, батя Евген нам контент подогнал на стриму. Блядь, чуваки, я реально каждому благодарен, извините, если кого-то не назвал, вроде всех старался. Спасибо огромное. Так, попробуем продолжить. Да. Все, не донатьте, блядь, все, я повысил цену, хуй за донатин. Так, ладно, поехали. Фух, начинаем. Становиться. Чтобы он не хвалил, ты начинаешь думать, что с этим что-то не так. Отрицать прямо сейчас со стороны твоих же зрителей, что твой канал сегодня, это по факту самый настоящий телемагазин. Ебать настроение, подняли это химнатуре. А ты его главный продавец Xbox. Нам помогли терпеть. После всех твоих видео и стримов как-то глупо. Окей, 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 окей. Два ролика Евгена посмотрит. Если где-то в параллельной вселенной. Фью Спенсер и Майкрософт заносили мне чемоданчики. Это чё, что-то меняет? Xbox стал от этого хуже, я не знаю. Давай больше инфы. Чё, в остальном ко мне просто не доебаться. Ньюфаги не знают, а вот и не вспомнят, что Леонид у нас тот ещё энтузиаст. Я буквально, блядь, 90% видео делаю без интеграции. Ёбаный рот, блядь. И когда я слушаю подобное, я диву даюсь. Я просто ваху. Турецкое отделение Xbox захонкнул 300 ТРАЙ. Не забудьте прорекламировать наш геймп... А, я понял, это соревнование между разными отделениями Xbox. Не забудьте прорекламить наш геймпасс. А там Евген, наверное, помер. Да он, скорее всего, смотрел весь стрим, он реально охуел, что мы сейчас, блядь, донаты обсуждаем, блядь. Спасибо большое, турецкое отделение. Надо в Турцию заглянуть обязательно. Хуя, ебать, ты меня шеймишь. Ты меня выставляешь реально каким-то уёбком, которые делают всё ради денег. Ты реально, ну, блядь, перевираешь хуйню. Ебать, мне на донате лечил, это пиздец. 15 косарей суммарно, блядь. Пятнадцать ёбнутый. Всё, я поднял, я реально её опять же поднял, не потому что я ЧСВ, просто неприлично так, ребят. Всё, спасибо большое. Майкросот, вот зачем вы меня спалили, я разоблачение смотрю, а вы меня вот так вот спалили, пиздец. Блядь, обидно. Спасибо большое, что я за донат. Я не знаю, я даже скрин каждого донатера готов кончат скинуть, я тебя, не знаю, вся в чате скину хотя бы. Бля, короче, касательно этой хуйни, давай досмотрим этот фрагмент. Это жалко выглядит, то есть ты пытаешься доебаться хоть до чего-то, блядь. У меня появилась одна интеграция, нахуй, раз за два месяца. Альтруисты штопаны, послушай внимательно ещё раз тейк азэда. Вот смотрите, какие стримаки, хуесосцы, только ради денег всё делают. И то, что я, блядь, я-то какой охуенный, посмотрите. А ещё, пожалуйста, посмотрите мои будущие ролики, которые я вставлю только лишь для того, чтобы интегрировать туда рекламу. Мои будущие ролики, мои будущие ролики, мои будущие ролики. Слово будущее. Гипотетическая часть линии времени. Множество событий, которые ещё не произошли, но могут произойти. Объясняю для... Просто возьми эти деньги, иди нахуй, ПС, отстаю минут на 30. Некор, возвращайся к нам. Особо одарённых тебе предложили отключить донаты на стримах. А потом посмотреть, как в будущих роликах, которые ты делаешь на полном энтузиазме, с твоих же слов ради зрителя, не преследуя корыстных целей, и попутно осуждая всех других за продажность... Я ненавижу стримеров, а под стримерами я понимаю этих искусственных, алчных людей, которые уже давно забыли, что такое просто радоваться тому, что тебя кто-то смотрит. Пиздец, типа, это какая-то новая, новый прикол в методичках этих, обзорщиков игр от Sony. За то, что он присутствовал на стриме, он просил у людей донаты. Елистратов — это какой-то антижурналист. Что бы он ни говорил, что бы он ни хвалил, ты начинаешь думать, что с этим что-то не так. То есть, априори, известно критику, что в прошлых твоих видео рекламы не было. Так... А, короче, чел сказал, ну типа, смотрите и в будущих моих видео, типа там, то, что там, ну как бы, блядь, которые я буду делать только ради интеграции. Что как бы подразумевает, что и в прошлых видео было, а он, блядь, показал нахуй понятие будущее... Блядь, короче, пошел нахуй, давай перейдем к чему-то более интересному. Ну хуя ты идешь и показываешь свои прошлые ролики? Посмотрите мои будущие ролики... Окей, давайте посмотрим предыдущее видео. Ну, посмотрите мои будущие ролики с интеграциями. Это подразумевает то, что и в прошлых роликах были интеграции. Но он типа, блядь, это такая хрипа. Да и чё стесняться, Леня, ты ведь никогда не отрицал, что все твое пребывание на Ютубе — это исключительно ради денег. Чем больше сладких денег с Ютуба, тем лучше. О, сладкие деньги с Ютуба подъехали! Чувак, спасибо за касание! Он мне тоже донатил, он мне тоже донатил. Я не стример, но спасибо, чувак. Блядь, чел, это очень милость ваша страна. Ну реально, пацаны, нам пиздецка хватит. Давайте мы посмотрим видос. Пусть переведет. Кель. А застану Келган не КП Рамет. Я постараюсь после стрима мы с Келем эту хуйню обсудим. Ты уж определись, ты сюда за бабом или ради зрителей? А то пять минут назад не взъеб... Я в видосе сказал, типа, люблю эти сладкие деньги с Ютуба. И он такой, ты здесь ради бабла или ради зрителей? Типа я, блядь, шутку сказал. Однако я удачно к тебе пришел. Келев, привет и с Старым Новым Годом. С Старым Новым Годом, да котич. Спасибо большое. Бедный бизнесмен, все ему завидуют. Можете отданать, не так много я хуй знаю. Типа, ссори, братан, я очень сильно извиняюсь, что я получаю с Ютуба деньги. Прости меня, пожалуйста. А потом бежишь доказывать, что все это неправда. Посмотрите, я даже рекламу не делаю. Я буквально, блядь, 90% видео делаю без интеграции. Ёбаный рот, блядь. Давай в нынешнем моменте глянем. То самое будущее, о котором говорил Азетт, только что наступило. Берем крайние 18 роликов и считаем. 15 рекламных интеграций из 18. Это 90% всего выходящих. То есть я не могу рекламные интеграции вставлять в ролики? И как ты обоснуюсь, что эти ролики были сделаны только ради рекламных интеграций? То есть Азетт говорил, что я буду делать ролики только ради рекламных интеграций. Но я рекламные интеграции вставляю, но тем не менее это ролики, которые мне хочется сделать. То есть на том же ролике по МГС 2 я очень горжусь. Рекламная интеграция Surfshark, она там охуенно вставлена. И поверьте, мне все равно на эту рекламу. Я чужие деньги. Да поверьте, да мне все равно, я чужие деньги не считаю. Деньги никогда не считал, не считаю. Мне своих достаточно. Да мне своих достаточно. Ты мне просто завидуешь, сука. База. Просто когда горе-бизнесмен Леонид не раз говорил, что очень тщательно подходит к вопросу рекламных интеграций. Пускай теперь Кегли кидает свои нюцы. Да он даже мне еще не скинул. Я очень серьезно отношусь к интеграциям. У меня возникает устраивание их проверить. Ты, кстати, видел. Ты мое лицо, по-моему, видел? М-м. А перед этим вспомнят мы, если приложим. Чел, мне максимально поебать на твое лицо, если честно. Ну, Флади, ты мне нравишься как интернет-сущность, и в реале я бы с тобой встретился. Подожди, мы же по вебке пиздели с тобой. Нет, не со мной. С тобой, с телефона я был. А, ты ноги свои показывал, блядь. А, нихуя, я бля и блядь. Что там происходит? Где-то опять рекламирует Геншин. Да не рекламирую я Геншин. Ты признался, что любит Геншин. Тут меня разоблачают, чел, блядь. Что там Леня вешал на уши своим хомякам от других. Моразм является самой чистой эссенцией успешного ютубера, которая только может быть без всяких приукрас. Он жадная, лицемерная, беспринципная мразь, которая готова за деньги прорекламировать что угодно, и для которой аудитория это просто загон скота, который нужен исключительно для получения прибыли. Так, окей. Позволь Евгену знать. Бля, я стал тем зажертым ютубером. Я помню, я всегда смотрел на стримеров, которым донатят, типа, особенно будучи пистюком. И, типа, им там за секунды накидывали суммы. Я думал, бля, ебать, вот это жизнь, типа. И сейчас мне накидали, типа, с нихуя. Я такой, ебать. Я сейчас реально вахаю. Не, чел, ну, ты заслужил. Мы это терпим. И ты... Так, я, бля, не заслужил такой суммы. Да не, чел. Не, не, не парься. Что в этом видео не так? Ютуберы не ваши друзья, запомните. Им от вас нужны только деньги. Ютуберы не ваши друзья. Я вот, я такой правильный, хороший. Чей надеюсь, что я для вас друг, а не просто создатель мемного канала на ютуб. Бля, чел, это мем. Данное видео Леонид в спешке записал после того, как его же аудитория массово начала шеймить его за опрос касательно рекламы 1х. Вот он. Все по классике. Так делал чуть ли не каждый второй, кто случайно или нет, запятнал собственную репутацию. Сначала рекламируешь сам, или только собираешься, а потом разоблачаешь других. Леонид настолько долго думал с... Бля, в чем предъява? Ты не прорекламил 1хб. Я не прорекламил 1хб. Он тебя обвиняет в том, что ты не сделал. Бля, что за хуйня? Стоит ли вступать в сделку? Ну, я просто со своими зрителями сейчас советуюсь. Привет, терпила собачка макина. Я тоже спрашивал. Мне как-то написал какой-то... Что-то типа аппекса. Я не думаю, что это я просто в телегу опрос. Ты не нахуй не нужен хуйисус. Будь против. Они сказали, да, против. Ну как, там 50 на 50 было, я такой, ну явно какая-то хуйня. Все. Ну типа да, это нормально с аудиторией посоветоваться. Привет, дед, извиняюсь, что не в тему. Если планы по просмотру One Piece или прохождение Одиссеи. Или прохождение Одиссеи. Может быть, надо посмотреть как-нибудь One Piece, на самом деле. Ну там, блядь, тысяча с лишним серий. Что буквально задал вопрос своим любимым геймерам. Гайз, а не сильно ли вы обидитесь, если я вас наебу и подсажу на удоманию? Сразу после этого комментаторы взорвались и начали мешать Лёню с фекалиями. И впоследствии он напрочь отказал... Ты, ну у меня комментатор, по крайней мере, есть чел. ...от подобного рекламного контракта. И ты красавчик, Лёнь, я тебе реально могу за это респектнуть. Но вот что-то мне подсказывает, если бы результаты опроса были чуть-чуть другие, то стрелочка бы повернулась в другую. Я бы прорекламировал 1xbet, залутал максимальные бабки, просто, бля, я просто нахуй, я бы заскамил всю свою аудиторию, чел, ты полностью прав. Я бы нахуй каждый микрорубль, я бы ещё сказал 1xbet, а можно мне вот такое предложение, чтобы я челом, чтобы челы там проёбывали все свои бабки, а я с этого процент ещё получал. А можно мне вот так? Я бы каждый микрорубль нахуй высосал за аудиторию. Реально, я бы так сделал. Но из-за того, что там 49% проголосовало за то, что типа да, а 51% за то, что нет, я этого не сделал, потому что я побоялся. Потому что продавать собственную жопу тебе, увы, не впервой. Потому что ровно такие же опросы уже определяли твои будущие поступки. Ребята, я рофлю над всеми, кто заводил буси, но вы не будете против, если я его заведу в такое сложное время. Мы не против, Лёня, конечно. Окей, тогда вот мой буси, поддержите меня. Бля, вот не знаю, я в последнее время, кстати, тоже к мразму приобывался за рекламу, и сейчас в какой-то момент я просто для себя понял, я вот рекламил скиллфэктори, охуенный рекламодатель, или они там бесплатные курсы проводили, на типа реально пиздаты. Да тебя все равно доебываются, что это хуёвый рекламодатель. Не знаю, ты стулья от Зон 51 рекламе, что что, блядь, плохого сука в стульях, блядь. Да тебя все равно доебываются. Я уже думаю, реально похуй вообще. Семь тысяч пятьсот рублей! На это все реагирует настоящий дед. Короче, это вам скиллим на таблетки после просмотра. Нам таблетки действительно понадобятся, братан, это полный пиздец. Блядь, спасибо тебе огромное, братишка. Мистер Паскаль, спасибо огромное, братан. Так, сейчас быстро поссать. Ну вот, пойду прорекламирую 1xbet быстро. Давай по-быстренькому, кабанчиком. Блядь, чуваки, спасибо, что на донатили, мне пиздец как неудобно. Потому что мне никогда в жизни не донатили, я охуел просто. Я просто не знал, как закрыть. Типа не надо донатить, все, я типа сумму повысил, чтобы нельзя было задонатить. Но я пиздец как благодарен, спасибо. А я обещаю не проебать. Кель, мой донат в ТГ не выложил. Какой у тебя ник был. Так, сейчас посмотрим. Я, блядь, я вроде старался всех заскринить. Ну-ка, сейчас проверю. Может, перед дедом еще неудобно, блядь, у меня донатили. LancerHard на мой донат не ответил. Ну-ка, сейчас открою. Ну-ка, где донейшн, алерт. Итак, я вернулся. Подожди, так, сейчас. Я проебал, чувак говорит, я на донат не ответил. Lancer, я помню, я читал твой донат, точно. LancerHard, керри, го, ко мне на стрим, где-то уже был, твоя вотчерить. Спасибо за видео про Казахстан, тебе говорят. О, это мило. Ой, блядь, я не удивлен, что оно хоть кому-то понравилось. Мне, кстати, понравилось, я много чего нового узнал. Ну-ка, а то вышло. Так. Спасибо за соточку. Ребята, а вы не сильно будете против, если я ради легкого заработка создам себе Трова? Я, кстати, один раз постримил на Трова. Это полная хуйня, оказалось, я оттуда ушел. И буду стримить там. Ленечка, мы не против, конечно, давай. Окей, тогда вот ссылочка на мой Трова. Но Трова, постримить на Трова, это определенно сравнимо с рекламой 1xbet. Примить буду теперь там. Зная прекрасно, что подобное это зашквар, и что наверняка найдутся люди, которые обвиняют тебя в переобувании, ты абсолютно всегда делал подобные опросы, чтобы банально прощупать почву. И видя, что тех, кто тебя поддерживает большинство, шел делать то, что хотел изначально. С 1x абсолютно аналогичная ситуация. Это был третий твой опрос в этой серии. И давай-ка, дорогой, не пизди, что для тебя это какой-то зашквар. Еще за год до этого ты согласился на рекламу ставок. Ты назвал 1x свою цену за 15 роликов вперед. Вот это поворот. Будешь рекламировать букмекеров? Ко мне приходили букмекеры, на самом деле, ко мне приходили 1xbet. Хотели заказать 15 видео вперед. И я так подумал, типа, если продавать свою жопу, то очень дорого, потому что меня тогда только уволили с работы. Я подумал, типа, блин, надо реально, типа, ну, как-то завысить цену. Если я продаю свою жопу, надо продавать ее дорого. Я сказал, 300 долларов за одно видео. Но тогда сделка сорвалась, потому что это был не настолько еще известен. И они просто отказались. Меня тогда только уволили с работы, мне нужны были бабки. Ютуб-канал был очень маленький. И я, типа, думал, что, ну, типа, нихуя это дальше не пойдет. И я думал, что, типа, ну, блядь, ну, если нахуй продаваться, то продаваться дорого. Я сказал им, типа, ебанутую цену. В итоге они не согласились. Ну и слава богу. Вот, то есть, я, как бы, понимаю то, что есть много каких-то вещей. Но я считаю, что самое главное, что я нихуя не прорекламировал. И в итоге, как бы, остался чистым. Мне сказали дорого, я сказал печально. И так. Потом пишут, верни 10 рублей. Бля, чувак, напиши на почту, я тебе их верну без проблем. Как говорится, кто судьи? Да, типа, похуй. Я этого не сделал. То есть, единственное, за что он может меня доебывать, за то, что я какой-то опрос сделал. Блядь, что за хуйня? Чувак, у меня были бы проблемы с финансами, я бы тоже прорекламил бетов. Ну, типа, потому что у меня, блядь, проблемы, если в жизни были реально там какие-то критические. Ну, блядь, что, какой выбор? Я по аудитории объяснил, чуваки, ситуация такая-такая, блядь, извините, но... Ну, блядь, было дело, ебаное, да. Просто многие, на самом деле, не ценят то, что ты хуйню не рекламишь. Потому что, блядь, вот я рекламлю всякие там CSGO, RUN, прочие штуки. Блядь, они не платят ебейшие деньги, как платят 1xbet. Блядь, от 1xbet я могу как три интеграции просто взять. Это там ебанутая сумма. Мне вот предлагали это, как, как этого зовут, не Каглая, вот эту хуйню рекламу. Ну, да, да, ты говорил там. Я, конечно, и мрыгнул, типа, в голосовое, ну, типа, в ответ. Но, блядь, там ебанутая сумма. Я бы мог, наверное, лет 5 нихуя не делать после этого. Типа, да, единственная моя проблема вот здесь вот, да, то, что я был честен с аудиторией. То, что я сказал, да, приходили. Ну, типа, я, ну, типа, завысил цену, пиздец, типа, изране. Потому что я знал, что они мне не согласятся, и они не согласились. Потом я... Мне пришли, типа, предложили. Я такой, ну, типа, окей, сделаю опрос для аудитории. Аудитория сказала, типа, нет. Я такой, ну, типа, похуй, я не буду этого делать. И все. Так мы разошлись. То есть, ну, блядь, итог, то, что я этого не сделал, блядь, с букмекерами. Пацан, успех ушел. Но вот спустя год, когда все ресурсы уже как надо раскручены. Когда ты уже на грани пойти брать микрозаймы. Когда денег тебе на переезд явно не хватает. А чего... Ну, он сам ответил сейчас. 2 500 от Марковника, но что, знаешь, начинай еще реклама Xbox Game Pass на стриме. Так, дорогие друзья. Xbox Game Pass максимально выгодное предложение. Бля, у меня тоже донатил, так что, ребят, подписывайся под каждым словом. Xbox Game Pass самое выгодное предложение на рынке. Купив себе Xbox и оформив Game Pass. Всем Xbox, блядь, вот это Sony говно. Вы будете получать новые игры в первый же день. Там доступно Persona 5 рояль. И сейчас еще Persona 4 и Persona 3. Все вам будет доступно. Вообще топовая тема. Выйдет Redfall, будет Redfall. Starfield у вас тоже все будет. Оформляйте сразу на 3 года. Топовая тема. Xbox Game Pass рулит. А знаешь, что здесь смешное? Он пытается отыграться на мне за то, что я шутил про то, что он оформил микрозаймы на ту хуйню. Вот. И здесь я сделал пост. Пацаны, признайтесь честно. Кто-то из вас оформлял микрозаймы. Чем это обернулось? Мне просто это было просто интересно, потому что, блядь, я знаю про микрозаймы. Фу, Евгена, я не знаю. Я просто знаю, что микрозаймы — это пиздецко опасная тема. Мне было интересно узнать опыт людей. Я нахуй не был в финансовой позиции, где мне нужны были микрозаймы. У меня денег хватало. Просто мне было интересно узнать, типа, чего там у аудитории вообще, как, типа, что было, какие случаи и прочее почитать. Я продал G-OLED. Пацаны, я скоро съезжаю. Никому не нужен Xbox Series X в России. Я продавал свои вещи. Действительно, это правда. Но я продавал их не потому, что мне нужны были пиздец деньги, а потому что я уезжал из России. Я телевизор с собой взять не мог. То же самое с Xbox. Поэтому я продавал эти вещи. Мне не нужны были бабки, блядь, там, потому что я оформлял микрозаймы. Это были деньги, которыми... Даже если бы они тебе были нужны, почему он это высмеивает, типа, я вообще не понимаю. Ну, типа, у человека проблемы, типа, могли бы или бы быть в теории, почему это смешно, что ли? Но это подводит к тому, что, типа, я вот... У меня были проблемы с деньгами, как он говорит, хотя их не было. И, типа, потом был вопрос про 1xbet, что, типа, вот настолько я отчаялся... О-о-о-о! Ебать, чел, я донат поставил, но, типа, что нельзя задонатить, а он, блядь, задонатил! Мужик, ты на какой нефтяной шахте так сидишь? Сколько он задонатил, чел? Я не хочу говорить эту сумму, блядь, ты вообще, типа, ёбнутый человек! Мужик, ты, типа, какую скважину нефтяную ограбил, ты чё, блядь? Блядь, я... 5 тысяч он задонатил, ёбать. Блядь, я уже думал, 100 тысяч на... Нахуй, типа, блядь, не, стой, чувак, если б 100, я, не знаю, я тут, блядь, разбился, нахуй, со стула. Я бы, серьёзно, умер от инфаркта. Блядь, ж... Знаешь, ещё реклама, реклама Game Pass на сты... Всё, понял, будет сделано, вообще без вопросов. Блядь, подожди, Кэш, блядь, голос сорвал. Блядь. Блядь, чел, мы стали шлюхами богатых людей. Блядь, сейчас подойду, блядь. Я так понял, вся проблема в том, что человеку не нравится, что ты зарабатываешь, в принципе, весь ролик, по сути, это не разоблачение, а счёт чужих денег. Так он же сказал, что чужие деньги не считает, но потом считает. Это довольно странная хуета, если честно. То есть, блядь, я просто не понимаю. Я выкладываю... А тут он пишет, в апреле в телеграм-канале Деда пошли первые упоминания о возможной рекламе 1xbet. Сначала в форме, где моя реклама, почему они мне не пишут. Это тоже был рофл, ёбаный. Типа, я... Ну, блядь. Я написал пост, я стал успешным ютубером. Где мои, блядь, букмекеры? Чё они мне не пишут? И, блядь, он реально не понимает ёбаные рофлы. Я, если честно, в ахуе с этого. Чел, меня морковнику бить, блядь, захотел. По-моему, я аж воздухом подавился, поэтому отошёл. Пиздец, чувак. Так, ладно, окей. Блядь. Подожди, кем он работает? Это кто? Я не знаю. Спасибо тебе огромное. Морковник жёсткий, чел, блядь. Я тебе, пиздец, как благодарен. Типа, блядь. Просто, не знаю, если тебе нетрудно, напиши в чате, кем ты работаешь. Ты можешь не ты навесить. Типа, если что, чувак, я понимаю, это рофлы. Я готов вернуть. Типа, только не бей. Блядь, ебать, я рад за тебя, братан. Да я пиздец, как рад. Типа, ну, просто пиздец. LG OLED, это не 25 фанкопопов, её в чемодан не положишь. Чё, готов? Блядь, да я ва... Нам осталось полчаса. Я голос просто съехал. После этих донатов. Ебать, я забыл отключить валютные донаты. 15 евро. Бразильский, европейский офис, Майкрософт. Поддержка геймпаса в Европе, Бразилии по скриптам. Марковник пишет, что не надо возвращать. Бля, Марковник. Ты сделал этот стрим. А где он это пишет? И все остальные, кто донатил, спасибо. Мой чат на Ютубе. Марковник работает главой отдела Xbox и Microsoft. Бля, почему я его не вижу, где он? Ну вот, топ-чат у меня, Марковник. Чат Макима. Гайзенвер. А, вижу, не надо. Бля, мужик. Кем ты работаешь, скажи, пожалуйста, если это можно? Марковник возьми на работу, готов мыть полы. Так. Спасибо, чувак, я не знаю, сколько раз я это могу сказать, но пиздец благодарен, правда, спасибо. Так, ладно, поехали. Ты продаешь всю свою технику. Ты вновь пишешь 1х. И они соглашаются. Я пишу 1х? Отчего и появляется твой очередной опрос. Но только вот в третий раз аудитория это не схавала. Перед первой интеграцией он может спросить вас, не против ли вы, но стоит ему почувствовать вкус этих грязных денежек. Но так как деньги очень тебе были нужны, ты вспомнил про Warface. Поэтому я отказался от... Да, я имею связи со всеми и сам могу им писать, когда хочу сделать рекламу. Интеграция 1х бета. Называй давай вещи своими именами, ты самый типичный продажный скамер. Ну, типа, брать деньги у зрителей это какая-то, ну, какая-то хуйня, если честно. Поэтому дополнения в видеоформате к моему качественному контенту теперь будут выходить на моем Boosty. Он показывает время до 24 февраля, когда я говорил, нахуй, мне Boosty. Типа, и так, ну, типа, YouTube меня обеспечивает монетизацией. И показывает момент, когда я уже был в Израиле. Я такой, ну, типа, да, оформлю себе Boosty. И, типа, пацаны, там будет дополнительный контент выходить. Ну, блять, пиздец. Пиздец. Это какая-то, ну, какая-то хуйня. Не забудьте подписаться на, ну, на Boosty. Это какая-то, ну, какая-то хуйня. Еще можно зайти на страницу на Boosty. Да, я смотрел Евангелем, пиздатая тема. И мой контент, какая-то, ну, какая-то хуйня. Если вам нравятся мои видео, то... Просто отмывай деньги, деда. Ты че, блять, Sol Goodman, что ли? Какая-то, ну, какая-то хуйня. Я не виделись, если морковник, это какой-нибудь Хайзенберг, который в отвале сидит просто, и по твоей стриму чисто там варит что-то. Даже 100 рублей влияют? А если 200? А если 1000? О-о-о-о. Ну, типа... Иксбет 47 за мотив... 2000 рублей. Аванс за рекламу, пора отрабатывать. Я не буду рекламировать один Иксбет. Так дешево. Аванс за рекламу. Блять, пора отрабатывать. Я фризинг задонатил один бакс. Спасибо. Надо убрать. Спасибо огромное, братан. Он говорит, телега пустая, где можно... Но... А я в чат скинул. В чат. Я принципиальнейший чел. Не буду рекламировать один Иксбет. Прошу не забыть об рекламе XBOX GAMIPASS в следующем видео. Конечно, конечно. 100% чел, 100%. Реклама XBOX GAMIPASS не останется. Незарекламированный. Евгений Че, спасибо за 3 евро. Дед, ты не понимаешь. Мы таким способом выставили аргумент в вашу пользу, который раздавил наху и ведутся его автора в придачу. Пусть снимает хоть тысячи часов. Он каждый раз будет разбиваться об нас. Бля, спасибо, пацаны. Это я действительно охуел с сегодняшних донатов. Я как охуел, бля? Ну что, ждем шейхов. А что там Кель делает? Кроме как умирает от воздуха. Кель живет, нормально. Так, давай добьем эту хуйню полчаса ровно. Брать деньги у зрителей это какая-то хуйня, если честно. Ну а хули нам, критикам. Скам, в переводе с английского отстой. Используется в разговорной речи и обозначает практически любой негатив. Скам им именуют как людей, так и вещи и явления, чтобы указать на их негативную сторону. Ты, Ленечка, не продажный ролл настолько, насколько не продажен у Логвинов. Ведь твое эго настолько любит деньги, что после 30к донатов на стримах ты пилишь гифку про себя. И постик, посмотрите, какой крутой. Онлайн поднял, денег заработал. Бля, да. Да. Да, да. Короче, там какая ситуация была. Какой-то ебаный ноунейм сделал на меня разоблачение там на 40, по-моему, минут или там на час. И, короче, суть в том, что этот чел, он постоянно там, типа, меня доебывали. Ты ответишь на эту хуйню, ты ответишь. А я сам ее закинул к себе в телегу. Типа, пацаны, там меня жестко разъебали. Я подождал там три дня. И, короче... О, морковник, 500 рублей. Принципиально засухуй. Бля, чел. Принципиально. Я не засухуй. Морковник. Ну, зато какой. Вот, и, короче... Возьми на работу. И, короче, я пропиарил это разоблачение. Люди пошли его смотреть. Люди начали меня доебывать какими-то тейками из этого разоблачения. Я три дня, короче, его игнорил. И потом такой, пацаны, пора его смотреть. И я растянул это часовой видео на 4 часа. Заработал там реально 30 каплец. И, типа, боксер, и, типа, такой, ну, блядь, наебал. Сори. Господи, да ты прямо сейчас смотришь мой ролик на стриме не ради того, что перед собственной аудиторией объясниться. А чтобы бабок на них поднять. Так нахуя мне, блядь, объясняться? У меня с аудиторией всё заебись, чел. Это ты только душнила какой-то. Все дивно-то были рофлим, блядь. Евген готовит, а тебя разоблачает. Какой-то, блядь, поеб с... Ебать, он предугадывает. Чё? Да вы заебали, блядь, откуда вам столько денег, блядь, сука? В стране кризис, блядь, вы что вообще делаете? Сколько там? Блядь, тут точно кризис, я хуй знаю, типа, я тебе скринг скину. Так. Враг в отражении, Кель, ты думаешь, непреодолимую цену поставил? Думаешь, я тебя не запихну, донат в карман? Блядь, мне страшно себе представить, сколько там. Там опять косарей, блядь, с покрытой комиссией. Блядь, враг в отражении, красавчик, реально, блядь. Блядь, чё, да вы хватит, я не хочу ставить, блядь, хорош, ёптую мать. Откуда у вас столько денег, блядь? В стране кризис, мужик. Где вы нашли нефтяную шахту? Скважин. Скважин. Нефтяная шахта. Блин, спасибо большое. Спасибо, чувак, я хуй знает, как тебя благодарить. Я не знаю, что делать в случае таких донатов, дед, типа, если посидел с вебкой, я поп-голову клавиатуры ломал, типа. Так. Ладно, поехали. Ну, может, когда выпустит, там, блядь, стрим запущу, донаты соберу, блядь. Нравится, не нравится. Прям, вообще, как-то реагирую слишком, но просто, понимаешь, я еще не человек неискушенный донатами, типа. Блядь, чел, тебе надо начинать стримить. Если все это для тебя заработать, я вам так сильно стоит публично гордиться. Я не хочу стримить, у меня сердцем проблемы будут, понимаешь, я буду сидеть весь стрим в инфаркте, просто, блядь, блядь, надеюсь, тебя не убьют нахуй донаты. Прикинь, я буду первый стрим, который умер от донатов, типа, у меня просто сердце, короче, встанет. Еще пятерочку, выпей за цирроз печени. Хайп, хайп, хайп от души. Хайп-овод хочу, хайп-овод. Кавказская сплетница. Хайп-овод хочу, хайп-овод. Хайп-овод хочу, хайп-овод. Я не буду повторять про варфейс, который тебе случайно подкинули. Она, она как-то, она сама там появилась. Только подошел. Да, 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 это видос того чувака, что дома стучался до нас. Киды у бабки ночей за ламповый стрим. Спасибо большое, братан. Мое почтение. Чел, чел, чел. Чел, 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 чел. Это же очевиднейший жирный рофл. Как это можно было не понять? И не про варфейс, который ты так же чисто случайно прорекламировал, а потом поняв, что глянул не те отзывы, спешно удалил рекламку и вернул деньги. И ведь так убедительно стелил, насколько ты предан своей аудитории. Я прорекламировал, несколько человек написало, что, типа, там людей могут наебать. Я такой, бля, понял. Я вернул бабки и удалил, вырезал из ролика эту интеграцию. Ну, походу, действительно кого-то наебывали. Я не хочу, чтобы кто-то обебался еще. Я вернул деньги, вырезал интеграцию. Ну, и, соответственно, как бы потерял эти деньги, да, которые у меня уже были, на которые у меня были какие-то планы. Что я почти в это поверил. Только вот что-то спустя каких-то полгода в твоих словах искренне с ней не наблюдается. Да, ёбая, там, типа, кого-то с дипломом наебали. Я что-то тогда, типа, стерпел, типа, удалил, типа, рекламу. И вернул бабки. И хорошо читается. Если бы не захейтили, ничего бы не удалял. Просто нахуй молчи, блядь. Да просто терпи, блядь. Да, да, это правда. Ты получил бабки, забей хуй. Ну, написали тебе что-то неприятное. Все правда. И вообще, неужели после Поперечного и в целом «Спасибо Евы» никто не понимает, что подобная хуйня не работает? Никто, блядь. Блядь, мне уже так похуй на этого Евгена, блядь. Типа, у меня тут надо на теле... Чё он там говорит? Я вообще не знал. Один у нас не знал. Он сравнивает то, что я прорекламировал в Work 5. Мне сказали, что на ёб я удалил и вернул бабки с тем, что Поперечный рекламировал на «Спасибо Евы» государству. Блядь, в чём его цель? Ты просто, когда прорекламировал в Work 5, ты посчитал, типа, хуёвым рекламодателем. Ты им вернул бабки. Ты извинился перед аудиторией. Ты вырезал интеграцию. Чё ещё, блядь, он от тебя хочет? Какие действия ты должен был совершить, чтобы ему было норм? Чел, ну, да? Что? Что? Блядь. Понимаешь, я в Work 5, когда прорекламировал, мне сказали на ёб. Типа, я просто у них как-то работу заказывал. У меня не было с этим проблем. Я вообще бездумно взял. Типа, мне потом написали. Я такой, ну ладно. И просто впредь от них отказался. А ты им, ебать, рекламу вырезал. Типа, деньги, блядь. Я очень не искренне, чел, я очень не искренне вернул деньги. Что? Я, ну просто вопрос к Евгену, если он это смотрит. Не знаю, может, постом где-то ответит. Что дед Пи должен был сделать, ну, чтобы тебе было норм? Чел, ему, блин, ничего не было норм. Забей. Не знал, капер для него это корабль. Ну, я честно, не знал даже слово капер. Бля, он еще до этого доебался. Ну, типа, блядь. Да, я когда пришел на ютуб, я это рассказывал. Я слово капер вообще не ебал. Мне просто чел какой-то написал. Говорит, я, ебать, прогнозы делаю, типа, бесплатные. Кому нравится, могут заходить в платный канал. Я такой, ну, думаю, ну, вроде ничего такого. Зарекламил. Потом, блядь, мне говорят, он капер. Я говорю, что, корабль, блядь, что ли? Мне, типа, объяснили, что это такое. Я такой, а, все. Самый честный сайт. Похуй. Блядь, что здесь не так? И что, он показывает ролики сейчас, которые просквизнули с братишкиным. Я смотрел эти ролики. И наоборот, как бы там КСГУРАН вставляется чистым сайтом, чел. Что ты мне тут скидываешь? Ну, че, он вставляет ради того, что вставляет. Вот это аргументация. Он просто нашел КСГУРАН что-то, видимо, по поиску и нахуярил. Я видел лично те два ролика с братишкиным. Типа, он общался с админом КСГУРАН, а он ему все аргументировал. Типа, ебаный с... Другого на стопродажные отзывы наткнулся. И точно так же прокатилась Джонни. Ребята, запускаю розыгрыш, три копии Стрэй при поддержке Джонни. А кто такой Джонни, Леня? Да это Казик, пацаны. Я вообще хуй знает, как он сюда попал. Это реклама от бота. Я не при делах, не думайте. Как это тебе удается, Леонид? Или это за... Бля, короче, я проводил розыгрыш трех копий Стрэй в Стиме. Ну, типа, дарил реально людям на русский аккаунт. Я решил сделать розыгрыш в Телеграме. Я нашел бота в Телеграме, который делает розыгрыши. В бесплатной версии бота мне говорят, типа, там неудаляемая реклама. Я такой, блядь. Ну, типа, ну похуй, наверное, хуйня какая-то. Типа, забил хуй. Сделал розыгрыш в результатах, типа, где показываются победители. Там бот добавил какую-то хуйню, типа, при поддержке Джонни. Я даже не переходил по этой хуйне. Я просто внизу написал, типа, гайз, блядь, хуй знает, что за Джонни. Блядь, не переходите по этой хуйне. Слуга умственных способностей твоей подписоты. Пост до сих пор в твоей Телеге. Более того, он отредактирован после нескольких дней. Да, и все с этого поста сейчас скамятся, понимаешь? Я не знаю, я эту хуйню не отредактировал. Блядь, если ты знаешь, что в твоем розыгрыше, в твоей Телеге, есть реклама очевиднейшего скама с Казиком, не мог ее удалить при редактировании, это же делается буквально нажатием двух клавиш. Все. Да мне просто впадло. Так, пост был от бота, я хуйня, я боялся, что результаты розыгрыша как-то, типа, поменяются. Ведь это обережет твоих же подписчиков от капкана. Но, чтобы их уберечь, я, блядь, написал в душе нейбыча за Джонни, не переходите, пацаны. Да, в конце концов, ты ведь опубликовал даже отдельный пост с итогами, я рекламу скама оставил. Ты ведь сам по пьяни вкидывал, что тщательно заметаешь за собой следы. Блядь, да, чел, я рекламировал бота Джонни, в котором людей скамили, да, блядь, все правда. Я подчищаю за собой следы. Я не ты, ебаный фриварщик. Я не удаляю посты. Спасибо, Леня, пойду денег заработать. Да, блядь, да хватит донатить, да вы заебали, блядь, вы меня убить хотите. Да, сука, морковник, ебаный, блядь. Ох уж этот морковник. Я люблю Xbox, блядь, все купите Xbox. База. Sony говно, всем Xbox. Вот видите, как легко купить человека, я же говорю, я ни в чем не виноват, просто Microsoft знает, как до вас добраться. Не разговаривай, не разговаривай, Xbox, ой, наоборот, Xbox хороший. Да охуел, блядь. Я говорился, не бейся. Он мне опять пять косарей задонатил. Блядь, чел, пожалуйста, не донать. Я тебя умоляю, я тебе искренне, это не типа вот эта хуйня, не надо, мне неудобно. Напиши просто в чате, кем ты работаешь, блядь, пожалуйста. Может, ты реально сидишь, нефть качаешься, сейчас там, не знаю. И она автоматически в донаты перерабатывается, блядь. Типа, чел, я пиздец как благодарен, ну пиздец, типа, я, ну, блядь, это первые мои донаты, они такие огромные. На самом деле, морковник и есть тот самый Джонни. Этот чел просто, ну реально, чуваки, взяли мой вечер, я улыбаюсь сейчас, и у меня скулы болят от того, что я улыбаюсь, типа, и пиздец. Не, я рад на самом деле, потому что, блядь, я красава тебе. Да, блядь, чел, я, ну тебе, тебе пива должен очень много. Ну если вы в Казахстане можете увидеться, я хуй знаю. Так, он вставил видеофрагмент с постом, а ниже пост про то, что он не знает, что это за бот. Блядь, классика, ебаная. Ресурсов 5.47 не было и быть не может. Я очень тщательно... Пожалуйста, успокойтесь. Вы это все прекрасны. Он хозяин 47, бэксбэ, блядь. Коробокстор, лучший сервис по продаже подписок. О, это интересная хуйня. Горд рекламировать. И совсем насрать, что Коробокстор это типичная шарашкина контора. Открытая, блядь, строителем. Ну я не знаю, я не удивлен. Ну то есть чел на свой ИП открыл, типа, похуй. Чел, какой же ты сказочник. Коробок. Да, это доказывает, что даже строитель может быть. Иксбокс геймпасс победителем. Топ. Кстати, по ссылочке в описании вы только сегодня можете купить геймпасс гораздо дешевле, чем он стоит. Во время этого стрима они все закончатся. Успевайте, ссылочка есть в описании. Схема работы и обывания хомяков в таких магазинах максимально прост... Блядь, да заткнись, Евген. Тут, блядь, косарей затратили. Это еще тяжелый сипа, блядь. Еще похуй. Сука. Да, запускается сайт, как правило, людьми, которые... Не, хорошо быть Евгеном, я серьезно говорю, у которого нет рекламодателей, поэтому нет таких проблем. Реально. Типа найти хорошего рекламодателя, вот сейчас как скиллфэктори, блядь, это реально очень сложно. Да, да. Чтобы они еще вернулись, там, зон 51, ты реально им ценники снижаешь, всю хуйню, чтобы рекламировать именно такое, а не... Да, да, сейчас с рекламодателем реально полная жопа, согласен. До этого никогда не вели предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий. На нем каких-нибудь пи... Блядь, бразильский офис Нинтендо, да блядь, нет, Нинтендо Халл, чувак, спасибо за три белорусских рубля и аноним спасибо за бакс, я верну тебе этот бакс. Из дюков выпускников затрепиться из школьной столовой, вот их главный в техподдержке, братишка у тебя... То есть чел в техподдержке плохой, потому что у него фотография такая... Я ЕГЭ на носу, иди лучше готовься. После массово закупается реклама у всех возможных блогеров и пабликов. Сервис обрастает постоянными клиентами, сначала все идет как надо, ценники приемлемы, без каких-либо наценок, порой даже ниже, чем у конкурентов. А потом бац, через месяц от другой, простите, теперь цена выше. Тут главное успеть запрыгнуть в хайп-трейн на фоне удобных новостей. Откуда я все это знаю? Да всего лишь у меня есть пара знакомых, которые подобные сервисы держат. Да. Этот сервис наебка, потому что у меня есть друзья, ну, знакомые, которые такие же наебки делают. Да, блин. Это про... Бля, я, я, я... Эм... Я даже не знаю, как это комментировать, если честно. Я задумался, а как теперь жить-то счастливой жизнью? А потом я вспомнил, у меня же есть свой магазин игры, мы закупили там дохренечек ключей. Славик, прости, ты мне за рекламу не платил. Это ровно то же самое, что рекламировать кому-то перекупщиков PlayStation, зная, что их в рознице больше нет. Он скупил их пачками за 60 тысяч рублей, а продаст каждую за 120. Выгодная сделка, как думаешь? Здесь ситуация аналогичная, в тот момент пока другие, нормальные и проверенные временем сервисы не наживаются на глобальных проблемах и продают подписки по околорыночной стоимости с самой минимальной наценкой. С точно таким же способом через конвертацию подписок EA. И она не скачет выше ни под каким предлогом. Я лично могу подозревать, что ты о всех этих нюансах знаешь. Ты же веришь любой хуйне, какую тебе вкинут. Келли, расскажи еще раз деду, как сам ролики для отъеха. Кроме публика со ставкой, плагиатинворк и так было. Бля, короче, мы с Евгеном на эту тему говорили. Я сказал, окей, действительно, я тут немножко ошибся, чувак, я не знаю, как ты будешь со мной общаться после этого. Я написал, кроме публика со ставками, плагиатинворка и так был. Но я перепроверил, и плагиатинворка я посмотрел. Да, это действительно был скинут Евгеном с фейка, чувак. Я тебя напиздел вот здесь. Чел, я не знаю, как я с тобой после этого буду общаться. Ну, типа, бля, просто, ну, действительно, да, да. Я не понимаю, почему ты до этого даёп? Да, да, действительно, он мне об этом говорил, мы просто писались. Я, ну, признаю, да, действительно обосрался. Но я что, помню каждый пруф, что ли, из вот этой огромной тирады там часового ролика, откуда я его взял? Полгода назад, всем уже максимально похуй, но он помнит. Да, ну, бля, просто, ну, реально, вот из этой тирады пруфов, типа, часовой, я там вот что-то, ну, действительно, перепутал. Ну, да, да, ну, ладно, я посрался, я действительно, извиняюсь. Но Ниге на самом деле не прав. Ну, я рад, что ты не скинули. Доступа на шок из Добол. Ну, по факту, твой же коробок, как и другие аналогичные платформы, тебя же в первую очередь подставляют. Когда продают ровно ту же самую услугу, как можно дороже. Реально, самый выгодный и надёжный сервис, Лёнечка, спасибо, пойду куплю себе геймпасс. Рассказывай дальше о том, что подписка в 10 раз дороже стала, поэтому цены повышают. Ты ведь этому целый стрим даже посвящал, и не один. В прямом эфире последние подписки продавали. Вы всё ещё вот прямо сейчас можете купить себе геймпасс по старой цене, но он предупредил меня, что они закончатся прямо во время стрима. А до этого на каждом втором стриме только успевали менять даты на баннерах. Альтруисты хуевы. Типа я хуй знает, я... Так, я сомнил, даже в валютах, ребят, извините, пожалуйста. Я уже не помню, как это было, но, насколько я помню, действительно, была такая тема, то, что там, типа, с Аргентины начались заёбы в плане конвертации Electronic Arts, и поэтому многим пришлось переходить на Турцию. Вот, ну, может, типа, они завышали, но при этом сервис был хороший. Так ведь они не наёбывают, не наёбывают, работает всё. А теперь расскажи, Лёня, что ты не получаешь. Ну, типа, это даже в новостях было, то, что, типа, цены поднимаются, потому что всем приходится переходить на Турцию из-за того, что в Аргентине была проблема с конвертацией. Про цен за прив... Там, типа, Electronic Arts подняли цену на подписку. ...поведённых клиентов, наценка пилиться пополам, вот тебе пруф с владельцем магазина. Несколько ютуб-каналов, то есть мы уже другим каналов, можем интегрироваться за доллар, зависит от цены, можем поработать за процент, но с учётом UTM, там, возможно, погрешность. Бля, ну подожди, если они могут работать под процент, значит, ты обязательно работал с процентами. Это вот как, блядь, у CS GO Run ко мне предъява такая же была, типа, я там что-то с процентов про наёб выигрываю, он тоже вкидывал. Я просто открыл сайт CS GO Run, открыл рефералку и показал, как она у меня работает. Она, блядь, с выигрышей работает, блядь. То есть мне, если мои попыщики там что-то вдруг играют и выигрывают, только тогда мне капает небольшая сумма с побед, блядь. А, касательно этого, я не работал за процент, я работал чисто за фиксированную ставку 10 тысяч. То есть мне давали десятку, я рекламировал на стриме и всё. Бля, ты крыса! А это что, услуги психолога? Да ещё и с каким текстом красноречивым прислали ТЗ-шечку? Мир резко изменился, и многие вещи вроде... Блядь, а что тогда можно рекламировать, Евген... Ну, психолог... Не-не, давай, давай, дослушаем, в чём претензии. Миграции или банальные неуверенности в своём будущем могут вогнать в не самое позитивное состояние. Красавцы! Ничуть не хуже повесточки в новых сериалах от Нетфликса. Вот даже не знаю, чё хуже, вставлять рекламу в ролике про Карапа? Или рекламировать фейковых психологов на фоне объявления мобилизации? Или я делал видос про мобилизацию? Или я... Чего, блядь? Я сделал видос про человека... Нет, нет, типа он говорит, что ты рекламируешь... Подожди, то, что ты рекламишь психологов на фоне мобилизации, то, что благодаря мобилизации многим людям нужна помощь специалиста, и ты как раз рекламишь специалиста. Я не говорил про мобилизацию в этой интеграции. Я говорил просто, что у многих действительно сейчас неуверенность в будущем и прочее. Ну, типа вот услуги психологов, но при чём тут мобилизация, хуй знает. Да-да-да, давай рассказывай мне, что снова наткнулся на продажный отзыв. Круто помогаешь людям в такое смутное время. Направляю общаться всех, кто боится СВОС. Бывший стриптизёр. Камон, это реальная ава одного из мозгоправов местных. Я никогда бы не... Чего, блядь? Подумал, что мне потребуется психотерапевт после общения с психологом. Лёня, я, конечно, всё... Бля, ну этот сервис, типа, который ты рекламал про психологов, я понимаю, что ты его рекламировала, очень много людей, причём, ну, таких нормальных блогеров. Да я даже с командером общался, мы с ним, типа, поговорили на этот счёт, когда пиво пили, он тоже рекламировал. Ну, я допускаю, может, там, ну, не все специалисты хорошие, но и ладно. А я не понимаю, я не понимаю, почему... Это невозможно отследить. Почему стриптизёрша не может стать хорошим психологом? Она жизнь повидала и знает больше, чем многие, поэтому, возможно, она сможет стать... Да, блядь, я не рассказывал историю, как я в стрипухе был однажды. Нет. Когда кор... А, ну, не знаю, долгая относительная история. Короче, я туда пришёл, я ещё как пиздюк, типа, выглядел, и мы там жёстко нажрались. И, короче, получилось так, корона только началась, и людей не было. И получилось, мы вдвоём с корешем на весь стрипушник, и там баб, наверное, просто 15, толпа сидит. И просто толпа сидит, и мы такие... Я спрашиваю, кто в Варкрафт играл? Одна баба руку поднимает, и такой, сюда. И она, короче, давай меня там что-то щупать, вот этой хуйней. Говорю, бля, клеш не убрала, давай, типа, нажрёмся, побазарим. И мы сидели просто про Варкрафт, пиздели, какую-то жизнь она там рассказывала. Короче, вообще заебись. Ну, понятно, блядь, чисто думер контент устроил, блядь, сука. Понимаю, грузинская винать денег стоит. Ладно, я это даже по-другому сейчас обыграю. Смотри, если я в твоём обзоре на Геншин изменю сейчас видеоряд на геймплей этого нечто, смысл ролика от этого не изменится вовсе. Анимешники, какими бы возвышенными себя не считали, на самом деле готовы влюбиться даже в бездушную, бесхарактерную 3D-модельку. С таким же успехом ты имеешь все шансы стать амбассадором Raid Shadow Legends. Кстати, с удовольствием прорекламировал Raid Shadow Legends. Надеюсь, они вернутся на российский рынок, и можно будет их рекламить за большие бабки. Ты чё, их пойдёшь прорекламируешь? Рэйд Shadow Legends лучше, чем Геншин Эпакт. Сфором этого видео является Raid Shadow Legends. А ёбаный в рот. Курсы. А не ты ли осуждал меня за курсы, мужик? И ладно, мне честно даже не обидно. Чё за курсы, блядь? Что ты вкинул что-то там про инфо-цыганов. Просто как-то слишком лицемерно было тогда это слышать именно от тебя. Это так грустно на самом деле. Ну, типа, понятное дело, что если не они, то кто-то другой на этом зарабатывает. Но это настолько, настолько низменно. Лично для меня очень интересен курс по инвестициям, потому что я сейчас сам пытаюсь вкладывать свои сбережения. И данный курс... Это был бесплатный курс от Тинькова. Там просто, блядь, сайт, на котором базовые какие-то вещи. Позволяет мне не совершать каких-то базовых ошибок. Это был, блядь, сайт от Тинькова, на котором просто банально говорили, типа, как не стоит вкладывать деньги, блядь, и прочее. Я сам там почитал, там много полезной инфы было. Боканализирую ситуацию. Я вот в SkillFactory рекламил, там курс был, где они объясняли про профессию белый хакер. Нужна ли она вам, типа, что здесь... По моему промокоду DATP47 у вас будет скидка до 60%. И если не получится... Это настолько, настолько низко. Бля, он показывает какие-то, типа, электронный сертификат, 8 модулев обучения. Какая-то, какая-то полная хуйня. Он сравнивает это со SkillFactory, блядь, или что я там рекламировал. Да какое у меня нахуй дело? Курс есть? Есть. Материал есть? Все, продано. Бусти. Леня, как бы тебе сказать? Я жил в Грузии, в Тбилиси полгода, в Сванетии, в Батуми. Там не так дорого жить. Хинкали вам по 50 тетри за штук. Вот это за... Давай сходим, если приятно. Да, да, с удовольствием, но не в место, которое Евген советует. Очень вкусно, сходи, попробуй. Деньги с монетизацией, донаты на стримах, интеграции в каждом первом ролике, политическая реклама, еще и... Политическая реклама? Ну-ка, колись, блядь, что ты там наделал? Политическая реклама, блядь? Колись, давай, рассказывай, что там за реклама. Мне стало интересно. Евген, ты сейчас реально будешь осуждать меня за то, что я хочу кормить своих подписчиков качественным и эксклюзивным контентом? Ну где, блядь, эксклюзивный контент, за который я тебе плачу? Дед, сейчас реально, без шуток, на эмоциях ляпну. Просто случайно вспомнил, как ты... Эээ, вчера новый видос вышел. Рофлю над всеми коллегами по цеху, которые заводили бусти. Помнишь, как всем чатом первого подписчика отмечали? Так, блядь, это было до СВО, и типа, Владнович постоянно в каждом видосе, подписывайтесь на мой бусти, и там, блядь, всегда был один подписчик. Не, Владнович просто потешный чел был, но мы по-доброму над ним смеялись. Ой, как смешно-то было, благо не я, об этом один помню. Блядь, нашел какие-то рандомные комменты, блядь, из телеги. Чел, блядь, попустись. Брать деньги у зрителей, это какая-то ш... Ну да, да, чел, да. А, когда была монетизация Ютуба до, типа, всей хуйни с СВО, да, действительно, я говорил, типа, нахуй мне брать деньги, когда мне Ютуб, типа, платит дохуя. Вот, когда Ютуб перестал платить дохуя, ну, типа, в какой-то момент, там, уже будучи в Израиле, я оформил себе бусти. Ну, типа, да, ну, как бы, кто посчитает нужным, тот подписывается. Хуйня, если честно. Бля, я тоже завел бусти, но я просто понимаю, я не смогу дать там интересного контента. Ну, просто, бля, вот Лисичкин, не знаю, сделал подписку какую-то, куда он ушел там на спонсор, не знаю, я с радостью подписался и смотрел. Ну, да, я стараюсь, типа, видосы делать, я планировал два видоса до Нового Года, но, блядь, заболел, только вот сейчас выпустил один. Ну, выпустил пиздаты, на самом деле, он даже подходил до Лисичкин. Мы с другом один аккаунт на двоих поделили. Чего, блядь? Чего? Как-то раз к деду пришел некий анонимный донатер, плачу один рубль за одну секунду просмотра видоса. По ссылке был видеоролик Стаса, Путин объявил мобилизацию. Я смотрю до 12 минут, если меня заебет, я выключаю. На протяжении получаса дед делал вид, что ролик максимально душный. А, я делал вид, что ролик Стаса максимально душный, да. Отыгрывал роль как... Делал вид, отыгрывал роль. Кему его смотреть ли? Я не могу, мне физически больно это смотреть, блядь, сори, но... Посмотрит немного, выключит. Я не способен больше это смотреть, это физически больно. Как только выключит, через несколько секунд снова приходит донат, смотрит дальше. Плюс 15 рублей, откир, блядь, 1320. Повышаем ставки, 4 рубля за один секунду. И все бы ничего, вроде довольно обыденная ситуация, ну подумаешь по рофлю над Стасом. Но если бы буквально не в этот же день, с вырезками с этого же стрима, не вышла рекламная агиточка против Стаса. Я тут, Леня, уж не знаю, знал ты об этом или не знал. То есть, я... Погоди. Мне в донате скинули видос Стаса. Я посмотрел какую-то часть, сказал полная хуйня. Чел продолжал донатить, посмотри там, еще там 5 минут. Я смотрел, чисто, блядь, говорил, да это же полная хуйня, он типа бред несет. Кто-то потом это нарезал и выложил в какие-то паблики. И поэтому я сделал политрекламу против Стаса. Блядь, чел, я... Трофл, наверное, ну типа нельзя такое привести в аргумент. Чел, спасибо за 750 рублей на бусте, спасибо большое за поддержку, братишка. Может дальше он скажет, что это какой-то рофл, ну типа невозможно такое. Я, я не, я не, я не, я не знаю. Нахуй ты Стаса, блядь, кто, кто у тебя рекламу заказал, какой я исправитель? Кстати, да, это хороший аргумент. Получается, где ты на нас деньги лутаешь? Я на нас деньги лутаю. Какой мрак, какой мрак? Возьми мои деньги, грязный стример 47. Блядь, я возьму твои деньги грязного, возьму тебя за жопу, чел. Спасибо огромное. То есть, бля, окей, окей, политреклама. Допустим. Я отыгрывал роль омерзения, чтобы потом это запостили где-то на резку против Стаса. Окей, политреклама. Какое правительство мне заплатило? Гуантанума. А, не, погоди, это тюрьма. Окей, Аргентина, Франция, НАТО. Это была подачка от НАТО? Кто, блядь? Айтипедия. Айтипедия, айтипедия. Блядь, я, кстати, я видел эти нарезки. Там они собрали что-то 100-200 просмотров. На Ютубе они просто лежат. Что это за политреклама против Стаса? Что за понятие вообще политреклама против кого-то? Я не знаю, я не знаю. Знал, но имеем мы, что имеем. За деньги смотрел? Смотрел. Роль отыгрывал, красавчик. Роль отыгрывал? Мне просто реально это бредом казалось. Видео против Стаса, обвиняющего в российской пропаганде на выходе имеем. Меня подставили, гайз. Отвечаю, это... Ну если кто-то нарезал, ну мои стримы в свободном доступе, блядь. Кто угодно может их нарезать для любых целей. Какая хуйня. Типа, это вообще мне похуй максимально. Это, блядь, какая-то подставка. Это госдеп реально заказал. Вы же знаете, как... Именно от меня чел. Как я отношусь к своим интеграциям, это... 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 Это клювета. Может мне это все приснилось, но если вспомнить, что... А, ну может мне это все приснилось, да. В списке твоих услуг имеется реклама на стримах. Если посмотришь... Я делал рекламу на стримах только для одной компании. Это был коробок Store, потому что я с ними давно общаюсь. Я делал интеграции как в видосах, так и на стримах. Больше никто никогда не заказывал рекламу на стримах. Реклама скаму для тебя это обыденность. И на канале прямо сейчас полным-полном. Подожди, а как же этот Майкрософт? Чел, ну Майкрософт, они просто ушли из России. Чел, мне даже от Майкрософтов перепало, блядь, нихуёво сегодня. Но это было возвращение блудного Майкрософта сегодня. Это был полный пиздец. Там, блядь, Фил Спенсер на Морковнике вообще там просто во все стороны хуярит. Бля, Морковник классный, чел, блядь, обожаю. С такой скоростью ты меняешь свое мнение и отношение к некоторым темам, людям, то может... И, кстати, чел, враг в отражении тоже красавчик. Ты сейчас лукавишь, что ты не придевал. Да, спасибо. Спасибо. Лицемерие. Ну ты, блядь, государство на рек... Бля, вот очень... Чуваку похуй такую, да еще никаких фактов не привел. Просто какой-то хуйню выдумал. Вставил. Я думал, знаешь, реклама государства найдется, там, может... Ты отрепостил какой-то там, блядь, поправки, там, хуй... Не знаю, что-то там в теории... Бля, блядь, даже этого не надо. Самая смешная хуета на свете, блядь. Я реально, я в жизни... Ну, типа, я извиняюсь заранее. Я, может, предвзято к Евгену покажусь, но без предвзятости говорю, это вот самое хуевое, что я видел в плане разоблачений. Бля, какой разумный человек, который смотрел эту хуйню, типа, ну, Евген 100% кому-то скидывал это перед тем, как выкладывать. Какой чел, блядь, сказал, да, это норма тема. Вот особенно сегмент про госрекламу понравился. Мне кажется, что просто все, кому он эту хуйню скидывал, дальше получаса не досмотрели, блядь, сказали, да нормально. Да, они просто написали заебизненько. Если при пиздеже действительно происходят электромагнитные импульсы в голове, то деду нужно переименовать свой канал в Детви 47, где Ви это Вольт. И для того, чтобы максимально точно описать его... Типа, Вольт, типа, мол, ну, электричество, типа. Внутро мне достаточно всего лишь одной минуты. Я не понял. Брежьте. Их аргументы чаще всего глупые, примерно, как игроки. Фрифайр, ага. И мне кажется, что это просто гениальная тактика победы в любом споре. Показать своих оппонентов неразумными детьми. Ведь если людям нравится играть в какой-нибудь Бравл Старс или Фрифайр на телефоне, то их мнение ничего не стоит, верно? Боже, это настолько удобно. Это канал по Фрифайр... Да, блядь, он до сих пор, блядь, горит с этой хуйни, то, что я сказал, что он ютубер... Он уже который раз... Он уже это в десятый раз вставляет. Чел, я понял, что ты говоришь, что тебя Фрифайрщиком называют сорокалетним. Блядь, да остынь уже, ты заебал, нахуй. Очередной пункт и снова, блядь, повторение того же самого. Да, чел, да попустись уже, блядь. Блядь, ну ты ютубер по Фрифайру, блядь, прими этот факт нахуй. Я на всякий поясню, в последний раз, типа, все... Нет, чел, чел, чел. Ничего против Фрифайра не имеем. Чел, нет, это рофл. Чел, это не рофл. Нам не похуй, что он ютубер по Фрифайру. Мы его ненавидим за то, что он ютубер по Фрифайру. Блядь, Фрифайр, я презираю его за то, что он ютубер по Фрифайру. Самая уебанская игра. Вещь расскажу. Я когда, по-моему, к ролику готовился или когда... Будь здоров. А, или что-то модерн... Короче, кто-то ролик на Евгена сделал, и у меня что-то в чате обсуждали. Я просто перешел по ссылке на его стрим. Это было около месяца назад. И там ему кто-то говорит в ролике, типа, он 30-летний Фрифайрщик. Блядь, как меня этот разоблачитель... И, блядь, я тебе клянусь, если стрим на игу, он прям вот так... Блядь, ну сразу разоблачение хуйня, типа, мне не 30, мне 29. Блядь. Блядь, да всем по... Прям вот так было, я тебе клянусь. Я просто не знаю, найду ли я этот стрим, существует ли он. Блядь. Лицы... Блядь, блядь, я не знаю, чел. Это про... Ну, типа, он, блядь, совсем много стреляет здесь. Ну, чел, блядь, ни шуток не понимает, нихуя вообще. Типа, самый душный человек на свете, человек, который не может понять шутку. Причем... Блядь, чел-то ютубер по Фрифайру. Понимаешь? Не, допускаю, что мы просто из разных ипостазей таких в плане общения. Мы, типа, более рофельные. Евген, может, такой серьезный чел, и для него это просто все чуждо, типа. И он за чистую монету воспринимает. Вот, я это так вижу. Блядь, знаешь, он как чел из мультфильмов Михаила МК. Там, блядь, был какой-то гопник такой, типа... Ты меня послал нахуй, я никому никогда не позволял меня нахуй посылать в свою жизнь. Это-то-то хуйня, блядь. То есть, для него все за чистую монету, да. Ну, да, вот в этом и проблема всего ролика кроется. Да. Если моя карьера закончится на том, что, блядь, какой-то ебаный фрифарщик до меня доебется. Нахуй мне тратить время до этого. Причем, блядь, просто, Евген, перед тем, как вообще какие-то стримы у нас, когда мы начали с дедом общаться, я об одной хуйне забился с дедом. Говорю, блядь, чувак, по приколу называй его просто фрифарщиком. И говори не отец Евген, или как там было, а говори отцовское общество. Потому что я просто, я один раз где-то его назвал отцовским обществом, а не отец Евген. Так. У него так сгорело, и я понял, что, блядь, надо говорить отцовское общество. Да, 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 когда человек это бесит, типа, тебе хочется это больше. Я просто, я оговорился, я че ебу, блядь, запомнил название на тот момент. Так, у нас осталось 18 минут топ-контента. Сейчас концовочка прям жесткая, наверное, будет. Ну, фрифайерщик, ёбаный, блядь. Ведь если людям нравится играть в какой-нибудь Бравл Старс или фрифайер на телефоне, то их мне ничего не спорит. Он опять этот момент ставил. Ты понимаешь, что мы сейчас, ну, спорим с фрифайерщиком? Боже, это настолько удобно. Я не помню, чтоб я это говорил. Я помню, когда я это говорил, я полностью отвечаю за свои слова. Это ёбаный фрифайерщик, блядь. Эмоция какая-то, эмоциях, блядь. Ты, Лёня, постоянно пытался казаться рупором некой адекватности. Ты пытался критиковать людей, выворачивать наружу все их косяки. Но к чему все эти оскорбления? Это как будто реакция на фоне задевания его комплексов. Хватит принижать других просто потому, что им нравится что-то, что не нравится тебе. Но по итогу, по стечению времени, ты сам превратился в то, с чем всегда боролся. И я уж не знаю, осознанно это случилось или нет, но смотри. Я не позволяю себе оскорбления в адрес собеседника и обсуждаю исключительно его аргументы. Я бы сказал, что он злоум, ёбаный. Да он опять одну и ту же хуйню вставляет, чел, два часа повторений. Блин, Евген, нахуя ты такой ёбак? Ёбаная гниль. Я ненавижу стримеров. А под стримерами я понимаю этих искусственных, алчных людей, которые уже давно забыли, что такое. Просто радоваться тому, что тебя кто-то смотрит. Блин, поебать, да? Бля, по-моему, у нас самые искренние стримы, на самом деле. Потому что мы просто, бля, мы типа не выжимаем из себя ничего. Мы сидим просто рофлям всегда. Ну да, блядь. Мы этим же занимаемся, в принципе, вне стрима, прям один в один. Ну типа, по-моему, мы могли бы так же этот видос смотреть, и то же самое было бы, блядь. Да. Ну может, когда выпустят, там, блядь, стрим запущу, нахуй донаты соберу, блядь. Блин, чел, который делал разоб... Да, кстати, гайз, ставьте лайки стрима, это очень помогает в развитии, чтобы я мог наёбывать ещё больше людей на бабки. Плачение. Не завидую донатам. Каждый ваш лайк, это ещё один наёбанный игрок в Геншин, которым я прорекламирую эту донатную помойку, блядь. Каждый ваш лайк, это ещё одна семья, в которой сына, играющего в Геншин, сдадут в детдом. Я буквально, блядь, 90% видео делаю без интеграции. Ёбаный рот, блядь. Блядь, чел, на Варфейс, классная игра, я на неё даже обзор делал. Забудьте про существование такой игры, как Варфейс. Популярная по всему миру альтернатива в виде Варфейс. Перед первой интеграцией он может спросить вас, не против ли вы, но стоит ему почувствовать вкус этих грязных денежек. Если я продаю свою жопу, надо продавать её дорого, я сказал, 300 долларов. Ну, типа, брать деньги у зрителей, это какая-то хуйня, если честно. Поэтому дополнение в видеоформате к моему качественному контенту теперь будут выходить на моём бусте. Бля, он просто забивает. Чел, я пойду поссать перед финальным сегментом на 16 минут, потому что, блядь, вся эта вода, она проникла мне в поры. И теперь мне нужен пасса. Бля, мы-то терпим, чуваки. Мы можем. Да не, сейчас, может, что-то жёсткое будет, потому что на концовку обычно всегда самое жёсткое оставляют. Спросили перед тем, как начался стрим, я написал, типа, или это сегодня утром было. Говорю, вы, блядь, не знаете, о чём просите, мы просто все задушимся. Ой. Бля, чуваки, я вас поблагодарил уже 50 раз, я понимаю, как это заёбывает для рядового зрителя, но, блядь, спасибо ещё раз, что на донателе. Правда, пиздец. Мне пришлось от вас защищаться и закрывать донаты. Я не знаю того, кто досмотрит эту нарезку, на самом деле, но если чел, ты это смотришь, нарезку не вырезал этот момент, бля, респект. Что за момент не вырезал? Напиши об этом в комментариях. Чё, ты о чём? Я прочитаю. Чё, продолжаем? Ты вернулся? Да, да. Тебя не слышно. Меня не слышно? Чё, блядь? В смысле меня не слышно, блядь, чё за хуйня? Ты меня не слышишь? Тебя не слышно. Чё за хуйня, блядь? Звука нету? А, меня, меня, меня слышно, меня слышно, всё норм. А ты тебе... Скажи чё-нибудь. Всё, да, всё, говорю. Я думал, Дискорд просто не выдержал. Почему мы смотрим 4Х-минутный ролик уже 3 часа? Ты что, маг воды? Я маг... Блядь, нет, не я сегодня маг воды, это человек маг воды. Помнишь? Помнишь, что он эту хуйню сделал? Типа, чё-то там нарезал ролик, типа, чё-то сдвинул, чтобы воды не было. Блядь, вот если так же сделать с этим видосом, ну, типа, вот всю инфу, которую я услышал, без шуток, я бы уложил, наверное, минут 20. Даже меньше. Ну, то есть, я не утрирую, потому что, ну, 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 хэ так растягивать. Понятно. Тяжело смотреть просто зрителю. Это если мы с рофлами вот так вот смотрим, прикинь, чела, который в одну харю пытается это посмотреть. Да, 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 согласен. Пишут, что деда не слышно. Дед, я Келли слышу, а тебя нет в чём прикол. Чего? Слышно тебя? Да на стриме, говорят, типа, не слышно. Я бы включил звук, тебя наёбывает. Чего, блядь? Да слышно тебя. Блядь, гайз, хватит меня наёбывает, типа, чем больше. Я тоже думал сейчас включиться к ним и сказать, типа, да тебя не слышно, но потом думать слишком жестоко. Блядь, иди нахуй. Так, давай досматривать. Просто завидуйте. Я просто помню, ты, по-моему, или... А, ты, ты пришёл, да, к нам с Игорем в конфу, типа, чуваки, меня слышно, меня слышно, и мы оба с Игорем молчим. И у нас это телепатия подсознательная, типа, тебя издавать звук. Типа, айфон с тобой был. Сука, блядь. Так, ладно. Дед собрался на аниме-вечеринку в Москве. Я нашёл какую-то аниме-пати. Но случайно ошибся с Данием и попал на гей-пати. О том, что он тогда ошибся, он до сих пор не знает, потому что все гости в тот вечер были в таком же костюме, как у него. Говорят, кстати, что именно там он познакомился с Каргасом. Ради денег, за интеграцией ты забыл о том, что всегда ненавидел. Я столько тогда заработал с этих видосов, это было просто мешанно круто. Сначала ты посвящаешь десятки стримов, где как можешь поливаешь, по-моему, маразмы. И в итоге выросло вот это огромное чмо. А затем, после донатов от маразма, кривляешься на камеру и рофлишь. А чё мне надо было сделать? Сказать, маразм, пошёл нахуй, я тебе ненавижу. Не донать больше нам. Не донать мне, нахуя ты пришёл и задонатил. Да типа, в тот момент уже как бы, ну типа, маразм всё признал, по стыдам написал, вроде нормально общались. Бля, понимаешь, нам сейчас даже Евгена, если чё-то смешное задонатит, мы не будем сидеть, типа, Евген, иди нахуй, не смейся, ебись. Давайте мы так же посидим по рофлим, типа. Типа, да, блядь. Я хуй знаю. Чё, чё, он даже, уй, это донат от Евгена, мы тебе его вернём. Евген слишком серьёзно воспринимает ёбаные, блядь, споры в интернете. Он, блядь, полгода копил эту хуйню, высрал в итоге своё видео. Хуй знаю, зачем, хуй знаю, для кого, блядь. Да-да-да, с иглы. Не, маразм, блядь, оказалось, ну, более-менее чувак, в плане того, что мы с ним там и God of War обсуждали, и всё хуйню, он, типа, такой шарящий чел, вроде нормально, типа, при общении, ну, заебись. Игорь Линк у нас закомплексованный мудак. Вообще Игорь Линк производит впечатление не очень уверенного. Плюс чел, ну, действительно, насколько мне видно, он, вот эти минусы, которые я подмечал, как бы это ЧСВшно с моей стороны не звучало, конечно, извиняюсь, но он вроде старается их реально фиксить. Он себе там превьюшки новые начал делать, монтаж как-то, ну, один хуй стараться, от тем контента каких-то уходить и прочей-прочей хуйни, но он действительно увидел, ну, я извиняюсь за ЧСВ, опять же, то, что ему показалось, что пиздец, он реально это исправляет. То есть это за это вот пока что то, что вижу я, респект, хуй знает, так ли оно подсознательно, но вот я это так и вижу. Но Моразм старается исправиться, это правда. Типа, ну, и в принципе он, ну, как бы реально нормально делает. Бля, касательно этого, ты пропустил этот момент сейчас? Типа... А что было? Про Игорь Линк. Че? Это было просто мешано круто. Сначала ты... Короче, он покажет, сейчас он покажет фрагмент видоса из где-то конца 20-го года, где я, ну, короче, вот это самое видео про Игоря Линка, блядь. Посвящаешь десятки стримов, где как можешь поливаешь, по-моему, маразм. И в итоге выросло вот это огромное чмо. А затем, после донатов от маразма, кривляешься на камеру и рофлишь. Игорь Линк у нас закомплексованный мудак. Вообще, Игорь Линк производит впечатление не очень уверенного в себе молодого человека. Который во все... Блядь, я говорю, не очень уверенного в себе молодого человека, он только закомплексованный мудак. И, блин, просто... И он видит продаж... Да, так, кстати, да, че, за хуйня? Только сейчас... Блядь, я не знаю, всем заносят деньги. Игорь Линк рассказывает нам, как прогнила журналистская богема, как все там куплены. Не то, что я хуй с горы качественный контент снимаю. И точно так же, как и Игорь Линк обвиняем всех... Блядь, это такой рофал вообще, то, что мы смотрим от вот этого сюра, вот этой аргументации. Блядь. Продажность. Блядь, сука, мне так стыдно перед Игорем, нахуйня. Я тогда вообще в душе не имел, что он делает, типа, я по-моему... Игровые журналисты это очень особенные люди с очень особым отношением ко всему, что выпускает Соня. Не, ну, блядь, ну когда я впервые с Игорем Линком встретился, типа, когда Кель меня пригласил в канфу, типа, первая фраза Игоря была, ну чё, как все там киберпанк вылечились? Я нахуй, я чуть сквозь землю от стыда не провалился. Блядь, он был прав, что киберпанк словодая хуйня была на релизе. Подожди, стой, это аргумент, все, кто соблюдает недрочабрь. А, я соблюдал недрочабрь, Игорь пост, короче, выпустил, типа, все, кто соблюдает недрочабрь. Ты реально эту хуйню соберли? Я реально до конца додержался, да. Кстати, дед! Я и думал, это рофл. Стыд для Линка, легкоуправляемая масса, без критического мышления и уважения к себе. Блядь, воспринимать рофлы Игоря всерьез? Не, ну я понимаю, возможно, это пиздец, чел, реально, Евген, на уровне тупизма, блядь. И знаешь, в принципе, он прав. Кель это вообще уебок бесталантный. Кель мне не нравится, чисто копирка эти. Кель мне не нравится, кель уебок бесталантный. Кель уебок бесталантный. Это чел? Что происходит? Не, ну может я сейчас скажу, что ты уебок бесталантный. Человек, который не разбирается ни в чем, но при этом любит пиздеть. Мразота. Но как только... Ты мразота, мразота, мразота. Больно. О, блядь. Цифры ударили в голову. Цифры ударили в голову. Он реально сидел, этот график рисовал. То есть он рассчитывал, что кто-то до этого момента досмотрит. Да нет, это сток бесплатный человек. Ты увидел перспективы в вашем знакомстве. На самом деле, многие, кто вот эту хуйню, типа, хпалят с монтажом. Типа, да, действительно заебисто вот такой ролик большой сделать. Но это стоки. Я намного больше ценю. Я иногда тоже, конечно, делаю стоки, но я стараюсь от этого избегать, потому что это халтура. Для меня стоки это халтура. То есть ты не выискиваешь вставки, ты их не растягиваешь сам. Ты им там ёбло не корёбишь. Типа, вот я вот это ценю. Типа, да, криво, косо, но зато, типа, своё авторское. Кель, ты мне не нравишься. Я жалко. Челска... Блядь, и слева снизу челс Кавказа. И улыбочка. Мне на это всё равно, честно. Ну нравится Келю терпеть, пусть терпит, ему не привыкать. Ну я не привыкаю. Ну просто, бля, прикол в том, что что-то подсосать, какой-то трафик. Блин, Евген, ты же знаешь нашу историю знакомства, раз ты смотрел. Я, ну, типа, повторюсь, это моя инициатива познакомиться с дедом. Я, скорее, к деду подсасываюсь, ну, блин, на сто процентов. Потому что это я постоянно тебе пишу, ну, чего ты, блядь, чего ты там нахуй. Ну, типа, да не, ну не подсасываешь, просто, типа, общаемся, всё хуйня. И, ну, типа, нормально, блядь, как обычные люди. Ну, просто я говорю, человек без друзей, который в каких-то тусовках знакомых, которые обладают, типа, сервисами какими-то странными, орудует, типа, ему концепт дружбы, походу, не ясен, всё хуйня. То есть, что люди могут просто общаться, типа, типа, ты, ты, ты подсасываешь, ты почувствовал цифры. Чел, блядь, где мои цифры, нахуй, ты мне цифры нужны. Мне просто, если так холоднокровно судить его логикой, тогда подсасываю я здесь. Ну, типа, блядь, мы просто общаемся, хуй знает, типа. Я не знаю, чел. Ну, просто там, да я понимаю, он завидывает. Мы вот без тревогов в колду играли, блядь. Сука, ебать, подсосался жёстко. Колду. Йоу, морковник, спасибо за косарь. Кель, бесталанный уёбок. Морковник, ну за что так кель это? Ну, он нормально иксбокс рекламирует, да я ему научу. Кель, бесталанный улбок. Бля, кстати, да, вот, кстати, я должен ему иксбокс порекламировать за столько мамы. Бля, у меня, короче, у меня уже, блядь, щёки болят от улыбок, ёбаный род. Мне тоже, блядь, меня свёка бабками закидали, блядь. У меня, у меня, у меня реально так лицо болело от того, что он улыбался. Бля, пиздец, нахуй, я уж охуел просто, блядь. Спасибо большое, морковник, блядь. Ну вот только ты, зная прекрасно, что в некоторых моментах припёздываешь на публику, всё равно продолжал делать из этого шоу. Например, как постоянные ваши вкиды о том, что тупизм слил мне личную переписку. Хотя нет, тупизм пошёл нахуй, он сливает личные диалоги. Хотя ты прекрасно знаешь, что никакого слива не... Давай вот здесь, кстати, поясню момент. Здесь, кстати, вскрылись некоторые детали. Короче, как оно было? Как выяснилось, видимо, тупизм на самом деле не слил диалоги. Ну как, мы с тупизмом, типа, общались... Я не знаю, кому не похуй, но, типа, расскажу. Надо вообще это рассказать? Я не знаю, что. Ну можешь краткую версию сказать. Давай кратко. Короче, мы сидели, общались с тупизмом. Ну, типа, мы договорились, ебать, всё, давай, это... Диалог не выходит за пределы. Мы об этом забились раз пять, я сказал. У меня прям всё это записано. Тупизм такой, да, всё, окей. И тут же спустя, типа, минуты две я вижу в телеграмме Евгена пересказ нашего диалога его голосовым. Ну, типа, голосовым этого, как его, Евгена. Типа, Акель, оказывается, посмотрел мой ролик, бла-бла-бла. Я пишу тупизму. Бля, что за хуйня? Нахуй, ты слил диалог. Тупизм, давай извиняться. Потом он, давай извиняться постами. Давай извиняться в голосе везде. И говорить при этом то, что он слил. Извиняться за слитую переписку. Блядь, ну понимаешь, чел начал извиняться за то, чего он не делал. Ну, он бы не был тупизмом, блядь, если бы он это сделал. То есть, погоди, он не слил переписку, но всё равно начал извиняться? Мне потом Зио объяснил. Да, то есть он просто начал извиняться за то, чего он не сделал. Но какой я вывод, блядь, должен сделать? Ну типа... Оказалось, он её, он как бы, блядь, чисто технически он её слил тем, что он её пересказал. А на деле, оказывается, он просто в голосе перескал, как я это выяснил. То есть он не перекинул сообщение, он голосом просто пересказал все, что вы обсуждали. Вот, и он везде начал, короче, типа, извиняться за это. Ну, естественно, мы делаем такой вывод. Ну, типа, да, тут окей, я вот обозрался в этом моменте, не знал, сорян, Евген. Да. Бля, это было полгода назад, настолько уже поеба... Ну, там что-то для Евгена это просто важно, я там доебался, типа, у Евгена в телеге было там какое-то мое голосовое, я говорил, я в нем был уверен, когда я давай это искать, я нашел. Это было там, да, действительно, мое голосовое, но не от тупизма пересланное, просто какое-то мое. Да, да, окей, окей, я обозрался, я, блядь, я не могу залезть в голову к тупизму. Не было вся моя с ним переписка и то аудио, о котором говорил Келли, у тебя были и есть сейчас в ОС. Писал, он же понимал, что, ну, типа, мы видели это голосовое, то от тупизма есть сообщение, где он сам... Вот, вот, про голосовое, которое я говорил. Он, короче, сказал, что посмотрел до 13-й минуты и закрыл твое разоблачение, сказал, что фигня, они вместе Зиус смотрели. Где конкретно здесь с ней в переписке, за которую вы так щимите этого пацана? Один хуесос на миллионную аудиторию вкинул, второй-то подхват... Бля, а что не по факту мы, типа, говорим? Мы с тупизмом забились, что диалог приватный, никуда давай это не будет выходить. Я ему это много раз говорил, он такой, да, да, обещаю, типа, Егор, прям голосовой, Егор, я обещаю, что это не выйдет за пределы нашей диалога, и через две минуты это у Евгена, блядь, в Телеграме. Пересказом. Ну, типа, блядь, извините, конечно. Ну, да, это стрёмная хуйта. И, типа, факта не меняет, типа, да, уточнение тут есть, то, что тупизм бы не был тупизмом, но... Ну, конечная картина вообще никак не меняется, максимально похуй. В чём постоянно, блядь, бэткомедия наставляет? А я вот верю, Келли. Я ему абсолютно на все сто процентов верю. Келли, ты пиздопол, снова тебе это повторяю. Когда кто-то попросил показать и доказать, увы, ах, потерялась, не могу найти. Слушай, а он мог предсказать то, что я буду вместе с тобой смотреть? Потому что есть шанс, что ты бы никогда не увидел эти фрагменты, где он к тебе обращается. Тем более на таком позднем фрагменте Витуса, блядь. Да, конечно мог, потому что, ну, я более чем уверен. Я думаю, это был её расчёт. Не-е. Только сидит под пёздовой, тоже слышал. Я слышал также всю эту хуйню, то, что, типа, я видел, как, типа, перекидывали... Это, вот, опять же, это мой косяк, вот, того, что дед дезинфу говорит. Я ему говорил про то голосовое, это я ввел дезинфу. То есть, голосовое, о котором я говорю, это голосовое просто из кого-то диалога. Это мой косяк абсолютно. Слитый переболеть. Ты просто ехать признает уже, наконец. Ты просто зави... Да, это просто я тебя в заблуждение ввел. Да, ничего чё. Бедуешь нашему онлайн-у. Нашему союзу с кем... Я тебе показывал этот пост, просто ты, скорее всего, подумал, ну, вот, ну, как я, блядь, короче, пощипал. Ты просто там завидующий, сука, жалкий фрифайрщик. А потом, после того, как тебя подтягивают, с непонимающим видом сидишь на стриме и спрашиваешь, почему Евген пишет такие посты? Я же его дефал во время ответки. Когда я смотрел твое второе разоблачение, ты в своей телеге выложил тогда респект, дед Пи-47, за то, что объективно рассмотрел ситуацию. И да, я говорю тебе спасибо за тот раз, за ту ответочку. Ты реально мне показался адекватным человеком, который мог грамотно что-то взвесить, раскритиковать. Сказал тебе спасибо в ЛС тогда, искренне тебя поблагодарил. Но, несмотря на все это, ради жалких каких-то циферок, на следующее утро... Ради циферок. Ты продолжил свое шипе. Какие цифры, блядь? Я тебе хоть раз что-то... Я, блядь, тебе хоть какой-то трафик давал от себя? Нет. Чемет. Блядь, что за хуйня? Травился, а потом понял то, что я смотрел, блядь, разоблачение на Кейле. Может, ты обижаешься, что я женат, я не знаю. Прости, блядь. Погоди, то есть, на шутку, что я там приболел немного в тот раз, и потом я запустил стрим, и я такой, типа, все, думал, а чего? Походу, от разоблачения на Кейле, блядь, я приболел. И он, типа, обиделся. Ратишка, я не по мальчикам, а мое сердце давно занято, сорян. Только не... А вот надо бы по мальчикам, Евген. Ступай в наш... Блядь, дорогой, он Кейль вроде свободен. Я все еще гей. У меня есть любимый мужчина. Ой, ошибся, сорян. Хотя в мусульманских странах вроде действует многоженство. Блядь, чел. Дэдпи первый кавказец, который открыто признал в себе задний привод. Тяну же спину ваткну, прям вот просто так. Можешь мне хуй в жопу ваткну? А все, кто его за это критикуют, ему просто завидуют. Он бы мог поставить картинку, как я глубже заглав... Блядь, я так и вижу, как тебя кавказцы находят. Это ты микрофон в рот брал. Блядь, он такой акцент делает, ну, типа, кавказец. Типа, я-то, ну, блядь, я родился в Владикавказе. Я себя, ну, как бы... Это мой родной город, но я вообще никак не кавказец ни по внешности, никак. Ни языка особо не знаю. Ну, только основные слова. И он делает на этом акцент, как будто, типа, знаете, кавказец, который... Микрофон заглотил. Как будто, знаете, есть какая-то диаспора, супер-мега-спецназ, который ко мне вломится и такой... Это ты заглатывал микрофон. Ты опозорил... Красава. Ты, 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 ты опозорил всех кавказцев. То есть, типа, блядь, чел, на что-то, что-то, как-то, типа, это, блядь, ты думаешь, я в пятом классе, блядь, чтобы с такой хуйни меня... Как-то... Я просто не понимаю. Я задонатил ему все. Получается, Кель подсасывает деду. Так держать... Спасибо, кот Калду. О, ты же не донатил. Так держать, Кель. Спасибо. И всех по ним нам помню, понимаешь. Спасибо, спасибо, спасибо. Блин, микрофон... Это ты микрофон заглатывал. Это вообще, блядь, не... Блядь, я не знаю, типа. Не покалывал. Так как будто я только... Типа, если он бы кому-то подошел, типа, блядь, я не знаю, типа, на что он надеется с этими словами. Кончик. Не показывайте это видео грузинам. А почему не показываете грузинам? Что, блядь, за... Парок, блядь. Да, реально. Он хочет разрушить отношения Кель и деда, что потом по стандартной схеме захомут и пиля. Но он, типа, будет плакать от горя. А тут заходит такой великолепный мишень и утешает. Реально, реально, вот мы... Он пытается нас разлучить с Келем, а пока Кель будет плакать, он... Он... Келя подсосет, короче. Все это я объясняю просто. Увидев на собственных стримах то число новых... Так, ну-ка, наставьте все лайки, пожалуйста. Блядь, смотри, да! Это важный стрим. Это пакет подписчики от Келя, блядь. Ох, ебать! Через экран портал открылся. Черт, черт. Черт, черт. Подписчики от Келя. Лав. Подписчики от Келя, блядь. Наставь лайков на стрим, пожалуйста. Важный, хуй. Туда, Артем задавал 200 рублей. Спасибо большое. Привет. Хорошего стрима. У тебя классный канал. О, обзор на МГС понравилось. Скоро третья часть будет, братан. ПС круто. Вот так всем подписчикам. О, чел, это ты к нам подошел в поддоне с командой. Блин, чувак, это очень дилус твои старые. Да, спасибо. Короче, история такая, что мы с командором пришли в бар поддон в Тбилиси. Это какой-то вроде там питерские ребята переехали. И вот, собственно, это такой более русскоязычный бар. И там какие-то ребята подошли к командору и такие, о, типа, нифига, можно с вами сфоткаться. Ну, типа, узнали его. Типа, ну, блядь, ему приятно было. Вот я потом что-то пошел пиво заказывать. Они у барной стойки были. Они такие, слушай, а какой у тебя канал? И я такой, ну, типа, вот такой-то. Они такие, о, типа, посмотрю, спасибо. И сейчас мне этот чел задодатил. Типа, рад, что тогда вас встретил. О, это круто. Это мило. Которая к тебе начала идти по Сакелям. А почему он говорит, не показывайте это грузинам? Типа, вот, на что он надеется, что, типа, блядь, чел, Грузия цивилизованная охуенная страна. Типа, найдите этого человека, который заглатывал микрофон. Место ему на грузинской земле. Ты понимаешь, одно бы делось, что ты был реально в штуке, как будто ты там с писькой бы сидел, как-то так, я не знаю. Но зайдите потом в ТГ-фрифайерщика, он вас там разъебал еще до стрима. Зайдите в ТГ-фрифайерщика, он вас там разъебал еще до стрима. Размой, то как-то было глупо ее терять. В этом весь ты, Ленечка, ты готов по головам идти ради хайпа. Собрал себе все силы, чтобы послать кого-то нахуй, а потом сидишь и пиздишь, что конфликт однобокий. Конфликт с Евгетом на самом деле самый смешной, потому что, блядь. Чел, если я, если я послал тебя нахуй, ты не знаешь, что я с тобой вступил в какой-то конфликт, чел. Ну, конфликт на самом деле однобокий. Иногда послание нахуй, это просто послание нахуй. It ain't so deep, man. Ты односторонний нахуй. Просто помню, перед тем Евген на меня ролик снял, и постов где-то около двух ста сделал, я ему сделал ответку, и все, забил хуй про него. Ни постов в Телегии, ну там один раз что-то было. Ничего больше, все, вообще ни разу. Он про меня постов, ну я думаю, суммарно штук 300 выкатил. В роликах меня упоминал минимум где-то в пяти, наверное, мне показывали. Везде, везде, везде. Я поэтому считаю, что это в каком-то смысле односторонний конфликт. Ну, кстати, это по факту и есть односторонний конфликт. Типа, ну мы как бы иногда садились там, либо ты мне скидал, либо я тебе скидал какие-то его там ебнутые посты. Ты там трейлеры, блядь, видосы про меня или что-то такое. Он там про тебя, ебать, сколько постов писал, блядь, которые там никто не читал. Там, блядь, писали даже два человека. Я не читал, я не мог стукать. Типа, это просто пиздец, блядь. Я помню ролик Фурибайта рассмотрел, он говорит, в какой-то день он выкатил про меня аж 54 постов. 54? За один день, чувак. Блядь, этому человеку необходимо просто. Ты думаешь, я рофлил про 300-400 постов, типа? Я не думал, что так много. Я бы столько никогда не смог написать. Ну, может, не 400, может, я преувеличил, конечно, но, типа... Пиздец. Майзенберг, он даже про меня ноунейм опять постов. А что ты видел? У тебя какой-то конфликт. А, да-да-да, Майзенберг что-то над ним зарофлил, и что-то у них с Евгеном какой-то пиздец был мне, и Майзенберг рассказывал. А, и да, кстати, вот эта хуйня у... Блядь, Евгена постоянно посты делает, потом удаляет их, блядь. То есть там отследить историю какую-то, моль, смысл. Дед, ты, походу, таблетки выпить забыл. Да, Набоке, это я на протяжении нескольких месяцев каждый твой ролик на стриме смотрел. И нахуй тебя 150 раз, Слав, тоже я. Да, ну, блядь, давай посчитаем. Вот сколько раз ты Евгена упомянул? Скорее всего, ты упоминал, когда тебе что-то либо донатили, либо аудитория вспоминала. Ну, вспомнил ты его там мимолетом, и что? Мне в чате постоянно спрашивали, типа, ты видел трейлер на себя разоблачение, Евген готовит? Я такой, да пошел он нахуй. Вот это ты его обсуждаешь. Это реально было, наверное, каждый второй стрим, где мне писали, ты видел, на тебя Евген готовит? Я такой, да, я видел, пошел он нахуй. То есть это все. Вот это ты его постоянно отстать от него не можешь. Это вся моя сторона конфликта, так называемого. Я это все в публичное поле никогда не выносил. Блядь, ну да. Ты сам знаешь, что обидно... Блядь, блядь, вот эта хуйня, это просто пиздец. Типа, он мне написал какую-то ебаную, блядь, книгу нахуй в ЛС, я ее даже не читал, блядь. Очень забавно слушать рофлы в свой адрес, но это похер, рофли сколько резит, на старость лет хайпа ловлю. Сам-то по возрасту сильно от меня отстаешь? Или те, кто на тебя на три года старше уже старый, и ты про FF уже раздувать не буден, ты в свои 25 фанат аниме? Короче, блядь, это не стоило того, чтобы читать, нахуй. Типа, ну чел, блядь, сорян, я твои хуйни не прочитал, прости меня, пожалуйста. Хотел решить ВЛС, и наш общий рекламный менеджер... Решить ВЛС, нахуй. Решить ВЛС, нахуй. Он это тоже знает. А, после... Бля, может, Евген будет после этого отписывать что-то нам? Бля, Евген, мы... Давай закончим конфликт просто. Ну все порофлили, ты порофлил. Все, бля, ну встали уже просто, блядь, физически, пожалуйста. Бля, Евген, можешь меня не доставать через рекламных агентов, пожалуйста, блядь. Мы без негатива, типа, посмотрели контент, да. Я не хочу быть с тобой вообще никак связан, просто, блядь, отебись от меня. Тебе писал и отправлял мои сообщения. И ведь сам не раз говорил, что лучше всего решить все мирно в личных сообщениях. Не знаю, если тебя оскорбил, там, не знаю, ВЛС написать. Гайс, ну вы поняли, да? Чувак просто снимает двухчасовой ролик на то, что ему не ответили ВЛС, блядь. Ха-ха-ха-ха. Припаривш. Когда ситуация играет... Ну, по факту, да, блядь. Да, 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 никак не... Он сам просто сахуй. Он сам понимает, насколько это ёбнуто, блядь. Ее просто ВЛС не ответил на два часа, блядь, видос записал. Тебе, блядь. Против тебя ты оборачиваешь ее в иронию, сарказм, рофл. Мне понадобится еще три часа, чтобы вставить каждый твой такой ход. Да, блядь, мне прошлых уже хватило, чел, блядь. Ты так сильно... Эй, Евген, давай еще раз облащение. Часа на четыре минимума. Блядь, ты по... Хуярь вообще по полной. Блядь. Тофли, что по итогу все твои... Ты уже как у нас свой чувак, ты им свою в доску. Да, да. Ответы на настолько убогие разборы выглядят со стороны очень жалко и быстро скатываются к тейкам по типу... Не завидуй донатам. Или банально к посыланию оппонентов нахуй. Блядь, это какая-то хуйня. Ну, я так понимаю, что ты решил встать в строй людей, которых я посылаю нахуй с разоблачениями, блядь, чувак. Я полный чел, один нахуй. Чел, на самом деле, один нахуй. Согласен, эта тактика тоже, как и Роффа, работает как... Блядь, вот забавно все вот это слышать, то, что ты там на что-то не отвечаешь. Это чела, который... Ну, помнишь, вот я снял вторую часть, ответку всем. Евген же не ответил ни на один тейк из моего ролика, по сути. Он снял заранее заготовленный ролик, ответка. Да, да, да. Ну, там половина была, типа, заготовленная, а потом он такой, как оказалось, так, как я представлял. Ну, может, он там что-то выцепил, я что-то уже не помню. Но, типа, я четко помню, что ответов не последовало на моей тейке в его адрес. И он везде говорит, типа, что-то я слит, проебан. Может, он в телеге что-то отвечал, я не читал. Но, блядь, я не получил ответки. Я уже не хочу, время не столько прошло, похуй, естественно. Я сам ничего не помню. Но почему нельзя было сделать мне нормальную ответку, а не на следующий день? Понимаешь, я выпускаю ответку, и она уже готова, блядь. Ответка на мой ролик, который еще не вышел. Да, это было смешно, я хуйня, да, блядь. Вообще, блядь, что? Ну, он считает себя каким-то, блядь, супер доктором Мариарти, нахуй. Швейцарские часы. Зачем отвечать на претензии, когда можно просто послать нахуй? Ну да. Или пойти жаловаться новым друзьям, что тебя беднягу достанет. Окей, тогда без звука отправлю, короче, если интересно. Дед сказал, что ты просто очень навязчивый, и он не знает, что ты от него хочешь, и ему неинтересна такая цитата. Тут ВВС навязываются к тебе. Чего, блядь? Я еще не получаю, ты откуда? Евген, завидуй донатом, понимаешь? Пожалуйста. Спасибо, ДП-47 за 3 доллара. Надеюсь, не будет завидан. Сам все донатишь. Тут такая ситуация, то, что мне рекламный менеджер писал по поводу того, что, типа, он, ну, типа, там, что-то Евген какие-то рамсы, типа, вся хуйня со мной. Я говорю, блядь, нахуй мне нужно вообще, типа, ты бьется от меня. И я так понимаю, и он такой, ты жалуешься на меня общим знакомым. Да, блядь, я тебе, нахуй, ни с кем особо не говорю, блядь, иди нахуй. Ведь именно так и сделал, когда я написал тебе ввоз. Уверен, на большую часть всего того, что тут есть, ты не ответишь, или будешь, как обычно, выводить все на ровку. Бля, мне кажется, мы на все ответили. Мы, по-моему, реально на все ответили. Может, что-то пропустили, но мы старались. Мы тратили, ебать, сколько времени, нахуй. В том, что тебе завидуют, что все обиженки, а ты охуеть какой правильный. Понимаю прекрасно, что максимум, на что ты способен, это бухать и пиздеть. Гороховый шут на то и шут, чтобы людишек развлекать. Бля, бухать, пиздеть охуенно. Еще я, кстати, и людей развлекать. Мне нравится, когда люди с МИТовских товаршитов. Мне прям искренне приятно. База, блядь. Какого-то радость доставляет. Реально кайф. Микрофон в рот. И, кстати, наушники у него полное дешевое говно по сравнению с моими, блядь. Хорошо, беру. И повязка хуйня. Смотрите, какой тупизм. И микрофон не взял в рот. Плохое, про политику. А вот если бы взял, мы бы не пиздели сейчас. Реально. Посты делай. А чем ты отличаешься от тупизма? Случилось СВО. Вот вам, ребятки, стрим. Я просто сейчас сидел, короче, все это читал и я просто снова хуй пьется. А затем еще один. Мы живем в той самой клоунской реальности. И еще один. Теперь все будет либо ультрадорого, либо не будет вообще. То есть... И еще один. То есть... То есть когда... Как дегенератор тыкнул оба, чай, повесточка. Сотни постов с нытьем про ситуацию. Сотни постов про ситуацию. Подожди, стой. Как это открыть? Вот пост. Ну, типа, я... Ну, блядь, начался пиздец между двумя государствами, в одном из которых живет моя бабушка. И, типа, там я писал посты про то, что, ну, типа, блядь, пиздец хуевая. В чем? Да еб. Я сейчас просто открыл твой... Ну, вот этот пост читаю один рандомный. На самом деле, без шуток, нападает грусть слегка. Люди купили консоли, а теперь не могут играть нормально. На них покупать игры. Все мы в одной лодке, в ней заливается... Ну, типа, а что здесь такого? Блядь, чел сравнивает ролик тупизма про Бучу, блядь? Пиздец. И вот какие-то посты в телеге, где ты просто там что-то про консольку вон говоришь. Опять я вот... В контексте этого. Как? Что, ты должен был это тотально игнорировать? Ну, типа, игнорировать это было невозможно. То есть, вот там тоже пост, типа... В политику ты не лезешь, ты ролики не снимаешь. Справа, снизу даже пост, типа, с Калой и Джонсоном, типа, сейчас такое время, когда мои личные проблемы не важны, да и кому, в принципе, какая разница, типа, так я терпел и живу в России. Мое дело делать видосы и, типа, радовать микрочеликов, Ютуб не бросая заниматься. Видосов запланировано много, типа, буду продолжать, типа, делать, пацаны, чтобы как-то вас поддерживать. Я хуй знает. Я хуй знает, типа... Ну, блядь, ну да, я новости постил, компания Майкрософт приостановила деятельность на территории России. Да даже если ты что-то бы постил, блядь, сравнивать какие-то просто посты в телеге, я даже могу у себя что-то выкатить, наверное, про политику. Я даже написал, хотя не политические. И тупизма сравнивать, который там рассказывает про какие-то вот моменты в буче, блядь, разбирает ее. Ну да, то есть... Одно и то же, ебать, в натуре. Да я не знаю, я просто... Я не знаю, слушай, может, мы идиоты. Мне просто не верится, что вот весь ролик, мы вот так вот, каждый тейк... Может, для какой-то реверсивной психологии у меня, типа, я просто... У меня мозг отрицает все эти тейки, я хуй знает. Может, тут реально что-то годное было? Я понятия не имею. Слушай, просто я вот это вижу, мне даже неудобно, потому что, ну, реально, за весь ролик не было каких-то тейков, которые нас ставили в неудобное положение. Хоть чуть-чуть. Мне еще очень нравится то, что здесь, блядь, посты, типа, из разряда просто фотка из ДНС, где написано, что цены на ценниках не актуальны, стоимость товара уточняйте у продавцов-консультантов. Это была ситуация, когда цены в ДНС, блядь, скакали в реальном времени, буквально в магазине, блядь. Это полный пиздец, нахуй. Вот. Майзенберг написал, Евген ответил на стрим, этот заранее в своем тэке. Блядь, чел просто в будущее охуярит всегда, мне вот в нем это нравится, он просто на упреждение уже. Вы еще не посмотрели, но я уже вас разъебал. Это охуенно. Блядь, пиздец. Без шуток, вот все твои посты, начиная с самого первого дня СВО, которые... Так или иначе, про политоту. Про политоту, то, что Майкрософт уходит из России, ну, блядь, ебать, политота, пиздец. Ну, мне, наверное, вообще не стоило ничего писать. То есть, не дай бог, кто-то в комментариях начнет про политику. Его мать в канаве. Очень удобная позиция, Аленя. Сначала сам ноешь про пиздец вокруг. Ну, если... Ну, реально, когда все началось, был полный пиздец. Мне пришлось чат в ВКонтакте закрыть на какое-то время и в телеге, пиздец. Надо было модерировать всю хуйню. Так же я модерировать жестко начал. Я модером тогда даже за П платил. Я посты оставлял, типа, ну, блядь, пацаны, не пишите. Ну, может, в какой-то грубой форме, ну, блядь, ну, сорян. Кто-то подхватит в комментах, получает от тебя бан. Ну, бля, одно дело, когда челы срутся, оскорбляют друг друга по национальному признаку. И где-то кто-то просто что-то высказал об СВО. О, я ничего в этом не вижу. У меня даже так в чате, типа, чуваки, общайтесь, что хотите, обсуждайте. Но если вы переходите на оскорбление, там, вот слова какие-то, которые могут кого-то оскорбить, ну, это бан. Бля, Евген играет в игры с пингом 500, блядь. Если кто-то скажет про блокировку Ютуба, его мать шлюха. Но проходят сутки, и ты сам снова начинаешь ныть про Ютубчик. Ютуб блокируют, о боже, цены дорожают на игры. Как нам жить, пацаны? Где-то, блядь, люди мрут. А наш эксперт рассуждает изо дня в день, что из-за войны... Да, ты про Келли пишешь, блядь. Пас продлить не сможет. В этом видео хотелось бы поговорить. И про шорты, то, что там бабки не зарабатываются. Парить про последствия СВО. Этот ролик нужен, чтобы вы его посмотрели и разобрали. А он потом-потом выложит ролик, который был записан до выхода этого. И там разъебет ваши сегодняшние разницы. Бля, я не удивлюсь, на самом деле, если это какая-то ловушка Джокера, на которую вы сейчас увидите. Например, в Стиме стало невозможно купить игру. На Xbox больше нельзя купить Game Pass. А если брать его через Аргентину, он стал в 10 раз дороже. Охуенная система ценностей, братан! Зато все блогеры вокруг, кто об этом говорит, уёбки типичные. Полные уебаны, когда они пытаются заниматься политикой. Стас у нас вообще сотрудник Первого канала и человек, которого смотреть невозможно. Душниво тупой, который каждый пост о себе и видос чекает. Хотя ты ровно такой же, в отличие от тебя, Стас... Ээээ... Чё? Какого? Чего, блядь? Стас ведя дискуссию, не пускается... Я как человек, немножко знающий Стаса, и которому доводилось хоть чуть-чуть пообщаться с ним лично. Блядь, вы вообще близко, не в твоей апостазе, в плане контента, в плане восприятия мира, в плане там юмора вообще всего нету, вообще этой противоположности. Во все тяжкие, не устраивает алкотрипы в прямом эфире. Алкотрипы в прямом эфире? Типа, выпить пару-тройку литров пива на пятничном стриме? Так, дражка, блядь, хватает. Ебать, ебать алкотрипы, жёсткий чел. Разбираю ролик от какого-то нового... Вот тебе мозг пропил уже. Я на мугаре пять часов, тебе банально кавказы. Я на мугаре! Я в мугаре пьяном! Жизнь моя пошла по ресторанам! По ресторанам! Блядь, а лучше со мной, короче, в жизни не напиваться, потому что я там сразу это... Расплескалась синего потильняшка. Чё-то вот эта хуйня у меня начинает. Меня друзья вообще не выкупают. Кали, Евгений. Ми катверева. Тюква хабича. Это я ему, гайс, на грузинском сказал, что я уже не кавказец, а грузин. Что, блядь? Я не знаю. Ещё год назад ты не пропускал ни один ролик Стаса. Но как только Стас выбрал довольно непопулярную позицию у Либерашек. Непопулярную позицию поддерживать оккупацию чужого государства или, ну, образное СВО. Это непопулярная пози... Блядь, по-моему, это достаточно популярная позиция в России. Блядь, при чём здесь у позиции у Либерашек? Непопулярная у Либерашек. Непопулярная у Либерашек. У меня мигрень началась. Блядь. Я извиняюсь. Ты шутишь, Прэм. Ты шутишь, Прэм. Я извиняюсь. Как оправдаешься, когда после этого чью-то мать найдут в канале? Ну, просто мы когда лично что-то списались, он сказал, что у него сложилось чтение, что я чувак ремористических взглядов. Ну, то есть, у меня взгляды во многих вещах действительно правые, я сам знаю людей правых взглядов, и многие это не поддерживают, потому что, как минимум, Украина — это братский народ. Блядь, с хуя мы должны это поддерживать, если у нас родственники в этой стране? Для меня, ну, украинские, русские народы, я их не разделяю вообще, блядь, типа я... Блядь, люди в чате сами охуели то, что, оказывается, они грузины, но не кавказцы. Которым ты, кстати, по факту являешься. А, я либеражка, окей. Я выходил, кричал, там, Крым наш, прочее, Камикадзе Деда смотрел Навального, Крым мой. Он стал пропаган... Крым твой. ...бандоном, ты за... Ну, меня часто спрашивали, типа, чей Крым, я... Я тоже, что, говорю, наш. Я говорил, Крым мой. Не, я говорил, Крым мой, то есть, типа, не туда-не туда, но просто банально, блядь, я игровой блогер, нахуй. Бабки готов его хуесосить на потеху публике. Но если, Стас, пропагандун, то что-то я не наблюдал у тебя мемов про соседнее государство. Или чё, рофлить над Украиной сегодня не так перспективно? Рофлить над Украиной? Там людей бомбят, блядь, с них электричество, блядь. Ну, знаешь, типа, чувак, до всей ситуации, до 24 февраля, я жёстко рофлил, там, Украина, там, хохлы постоянно, там, ну, вот, всю эту хуйню вкидывал. Ну, типа, я, как бы, хохол для меня не оскорбительный, я сам себя так называю, вообще не считаю это оскорблением. Но, типа, я постоянно сам шутил про Украину, но когда всё это началось, я тоже перестал, потому что это неуместно. Ну, типа, я просто не знаю. Потому что агрессор не Украина в данном контексте, но это не будет отрицать никто. Конфликта. Это супер-мега-пиздец, типа, потому что... Это вообще, я аргумент не выдерживаю, это просто... Типа, он, он, он перешёл от того, что меня спонсирует Майкрософт, к тому что... Бля, я, я не знаю. Это тупизм, там, долбаёб, про Бучу снимает. А вы, ребята, зацените мем на актуальную тему в Рашке. А я напомню, ты когда-то очень сильно Рашку любил. Бля, вот в натуре, блядь, одно и то же. Тупизм ролик с разбором Бучи снял, и дед какой-то, там, не знаю, мем у себя запостил. Я не знаю, что за мем, да, если ебаный. Поху, у себя в телеге. Каждого, кто что-то говорит против её народа. Радали от неприятных слов. Только... То есть реально нет сомнений, что это разное. Ну, типа, у Евгена самого, он же тоже должен это осознать. Только русский. Бля, а... Только Рашня такой хуйней занимается. Эти выборцы даже не могут укинуть пруфов в загадочных тезе, ведь их не существует. Как ненавижу СНГ комьюнити, игровая эта пиздец, у них жопа вместо головы, нахуй. Это было когда... Типа... Ну, блядь, ну, подобная хуйня мне реально не нравилась. То, что, типа, чел говорил, вот этот... Ручня там, типа, блядь, они верят в тезе, которые дают, там, журналистам. Но это, во-первых, было, блядь, до 24-го. Я такой, типа, ну, блядь, ненормально так говорить. Я хуй знает, мне, типа, не нравится, когда люди так себя ведут. Типа, это ненормально. Какие такой фигнёй занимаются? Антон Логанов просто слишком великий ч... То есть, ну, это значит, что я суперпатриот, потому что мне не понравилось то, что этот чел сказал. Человек, чтобы жить в России. Ему не нравятся люди. Считаю, что яку, там, пора с ним разоб... Так ты же высмеиваешь эти комментарии, нет? Или я, че-то, ошибаюсь? Я высмеивал там эти комментарии. Но он говорит, что, типа... А почему это выставлено так, что... Он говорит, что я это высмеивал. Типа, то, что там чел, типа, говорит, что это только русня так делает. И поэтому я суперпатриот и люблю Россию. Забраться. Он реально думает, что в интернете он в какой-то эхо-комнате, в которой его никто не считает то, что он пишет. Ну, типа, здесь я высмеивал Логвинова. То, что он говорил, типа, то, что Россия и быдло страна с быдлозрителями. Вот, но, блядь, для меня это было чисто показателем надменности Логвинова по отношению к зрителям, которые его смотрят. Здорово, мужики. Не, ну, начало ролика хоть смешное было. А сейчас совсем какой-то кринш пошел. Да, да. Интересно, кто ему сказал, что это окей ролик? Не знаю, чел, не знаю. Там мост взорвали, гай, смотрите, как смешно. Ха-ха-ха. И насрать, что там погибли люди. Подумаешь, наверняка я своего поддерживали. Иначе какого хера Грузию, как все нормальные мужики, не съебались? Боже, это был локальный мем. Смысл, типа, в том, что когда я взял... Блядь, чел взял ебаные жигули, это уже оскорбление в мои стороны, я не пью столь дешевое пиво, блядь. Продешевил чел на видосе определенно. Этот контроллер, типа, это я. Может он сам жигули любит эту хуйню. Взорвал. Ты не бронулся? Зато тупизм плохой, хайп на костях устраивает. Этот человек реально... Блядь, я не знаю, как объяснить все. Ладно, пух. Ну, порази, без моральных принципов. Кто-то я, самый правильный и честный. А Игорь Линк красавчик, у которого вся телега пестрит. Мемами с погибшими российскими солдатами. С ним мы, кстати, на стриме сегодня вместе поиграем. Приходите, гайз. Бля, Игорь Линк охуенный чел. Спасибо тебе, кстати. Блядь, не, просто, как это вот воспринимать? Действительно, у меня есть друзья. Действительно, мои близкие друзья, которые воюют со стороны Украины. Которые воюют со стороны России. Блядь, мы все дружили. И что, мы в один момент из-за разных наших политических взглядов. Да, это вызывает некоторые разногласия. Но ради этой хуйни, ради наших разных взглядов, я все равно не предам вот этот момент товарищества. Типа, зачем? Что, я должен своих друзей, нахуй, послать, с которыми мы, типа, десятилетия общались? Ну, то есть, по его логике. Ну, типа, да, я не поддерживаю... Типа, да, это сложно, я не поддерживаю взгляды, но мы просто опускаем эти темы, ну, в угоду того, что, ну, блядь, мы друг друга любим и уважаем, но что здесь поделать? Здорово, мистер Дум. Здорово, братан. Игорь, что удалил мем своим погибшим родственникам. Но то, что ты бездушный уебок, стелящий всем про теории заговоров, этого, к сожалению, не отменяет. Все, кто о политике говорит, они лицемерные твари. Хули они не в окопе? Он это с окопа задонатил? Нет? Просто такой вопрос. Кстати, после вот этой хуйни я прям четко помню, я думал, что это может ставить Евген, я прям сказал фразу, я прям уточнил два раза. Гайс, если что... Бля, я Гайс сказал, как ты пиздец. Я бы сказал, чуваки, если что, это шутка. Я пошутил про чувака Вагнера к тупизму и всю вот эту хуйню. Я даже уточнил, чтобы это не вставлялось в ролик. Я такой пиздатый, съебался в первый день в отпуск. Сначала Израиль, потом Грузия. Сейчас сижу, всех осуждаю. Над ними просто нужно показывать пальцем и смеяться. И мне кажется, что это самое лучшее, что можно сделать, вытягивать из этого какой-то контент для себя. А потом советы раздаю всем геймерам, что из страны валить им надо. Если есть какие-то... Бля, я просто... В стране мобилизация началась, бля, челы могут... Челы могут умереть. Я такой, бля, если есть возможность, съебывайтесь нахуй. Типа... Ты плохой человек. Типа, да, сорян, блядь. Ну, сори, тут встретились интересы мои и государство. То, что это мои зрители. Мне нужно, чтобы они меня продолжали смотреть. Я не хочу, чтобы с ними что-то произошло. Поэтому геймеров... Это человеческий фактор. О, Колобанга, привет. Типа, поэтому я не вижу в этом вообще ничего плохого. Типа, блядь, ну, Евген, ну ты, наверное, сидел там, типа повестку ждал, там все, типа, блядь, с удовольствием поехал, да, блядь, я хуй знает. Действие, которое считаете, что нужно... Ну, и насколько я знаю, типа, он в телеге писал, что она ему приходила, просто он по ней не пошел и находится вообще в четырех тысячах километрах оттуда. Это он сам писал. Это я не что-то там сливаю. А-а-а. Это прямо он все в телеге, в чате писал. То есть он... И писал, сто процентов не пойдет. Ну, это просто не та повестка, наверное, была, блядь. Ну, да, там она без печати была. Неправильная повестка пришла. Просто Евген не понимает, видимо, что мы над тупизмом рофлим не потому, что он там поддерживает СВО. Допустим, у него была бы сильная и четкая позиция, как у Стаса, с которой бы ты еще бы подумал как-то сталкиваться перед тем, как ее оспаривать и что-то, какие-то такие моменты. А прикол в том, что какие аргументы приводит тупизм. Типа ролик, его ролик про будь, а кто виноват. Ну, вы вообще-то смотрели, Евген, но это потеха, блядь. Типа там аргументы, это прям... Я не знаю, кто больше, чем тупизм, дискредитирует вот эту позицию под чувака, поддерживающего СВО. То есть тупизм, это прям дискредитирует таких людей, которые поддерживают. Ну, типа, да, тупизм, опять же, не согласится, скажет, да, вы не ответили на пруфы из моего ролика, значит, вы слиты. Ну, там своя история у чувака. Бля, пиздец, нахуй. Себя каким-то... Типа он реально вот всю эту хуету оставил на последние 10 минут, блядь. Вы в полном праве это их совершать. Ну, на вид, типа, блядь, вот тебе не кажется абсурдом эта хуйня, то, что чел делает видос, в котором большая часть посвящена то, что его называют фрифарщиком, то, что я как-то обзоры не так делал, что-то другое. А потом он начинает, блядь, жестко за политику и мобилизацию говорить. Вот это, ёбаный, абсурд, блядь. Ну, да. Билкой шутки шучу, это же охуеть как смешно. Мобилизация, это же, насколько я понял, все мобильные телефоны выдадут, да? А когда кто-то за это спрашивает... Вот это ты, блядь, всех оскорбил. Блядь, чел, я... Я, блядь... На коленях стою, прошу прощения за такую ужасную шутку. Я просто посылаю их нахуй. Классная аватарка, кстати, на заставку работе. Да, да, реально классная. Я так понимаю, что... Я примерно понимаю, кто донатки дал. Чел, чел, ади нахуй. Мне, кстати, Ленечка, это очень льстит, что в каждом, кто тебе донатит, ты видишь меня. У меня есть предложение, кто это донатит, блядь. У меня тоже есть большой... Я не знаю, нужно ли повторять, почему мы считаем, что это действительно лон. И у нас довольно неплохие доводы, хотя, опять же, не 100%. Аааа, да, да. Предположение. Просто держу тебя в курсе, людей, осуждающих, таких, как ты, кто вечно ныл и поджав хвост, снял водку. Да нет, люди донатят немножко в контексте. Примерно столько же, сколько и тех, кто осуждает таких, как тупил. И раз уж у нас разговор зашел за твой отпуск, давай-ка ты не будешь пиздеть, дорогой, отдохнуть он поехал. Я еду в отпуск, гайз. Сначала месяц нытья... Блядь, ну ты дроп... ... о том, какой пипец происходит. Пусть за постом на эту тему. Как дальше жить, ребята? Депрессивные настроения. Чуть ли уже не прямым текстом пишешь, что с моста готов с... ... гонуть, если Ютуб однажды заблокирует. Затем распродажа собственных вещей. И постоянные вопросы о том... Как он это заново, заново, заново... Блядь, проебаные микрозаймы, блядь. Я просто поинтересовался. Мне была интересна тема. Ну, блядь, какой опыт был у людей с микрозаймами, блядь. Сколько раз он уже это за ролик ставит? Я не знаю, чувак, блядь. Бравли кто-то из подписчиков микрозаймов... И вот так интересует, куда я уехал и зачем, блядь. А когда я вас самого спрашиваю, тебе повестка пришла? Он такой, да, но я не пойду. Да я за 4000 километров вообще, блядь. Ну, просто разница в том, что он где-то там, типа, за 4000 километров, а я просто за границей, блядь. Далее покупка ноутбука, что пролики в поездке монтировать. Затем бусти, затем трава, а затем и попытка прорекламить 1х. Попытка прорекламить 1х. Здесь, к сожалению, ничего не вышло, поэтому побырику решил скоммунизить. Блядь, я тебя, блядь, обвинять человека в том, что он не сделал, это вообще охуенно. Формат аниме аукционов и запустить сразу два подряд. И давай кранчить донатики на бомжевание в другой стране, красава. А затем и вовсе плаксивый прощальный стрим. Всем прощайте. Давайте, когда-нибудь еще спишемся. Да, Ленечка, да, так ведут себя абсолютно все те, кто заранее планировал и наконец-то отправляется в отпуск. И которые вообще ничего не боятся. Я ничего не боюсь, чего мне бояться? По-моему, дедуля, ты чаще перепил и в себя поверил. Тупизмы и всех желающих мы на фронт отправляем. Так, 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 блядь, это не дед делал. Это делал я. Не надо приписывать деду то, что он не делал. В связи в ЧВК Вагнере у нас есть. Ну, как бы это уже самостоятельная личность, как бы уже можно идти в ЧВК Вагнера. Не, если тупизм хочет в ЧВК Вагнера, типа, ты можешь мне отписать... Блядь, ты реально охуел, что ли? Ну, типа, я не бомблю, но, блядь, что за хуйня? Я буквально после этой фразы секунд через 10, даже меньше, сказал, Чуваки, это все рофл, если что. Я пошутил специально для тех, если кто-то захочет вставлять видос. Я прям это, блядь, уточнил, сука. И его это не смутило. Он все равно это вставил в видос. Я прям, я прекрасно понимал, что Евген это в случае чего куда-то может подпихнуть. И я прям плашку для тупых сделал, что, ну, это, блядь, рофл. Он все равно это вставляет, вырезая эту хуйню. Ну, как так можно нагло вырезать из контекста? Это намеренно. Это все сделано намеренно, как и прошлые вещи. Два борца с режимом, один в Билиси, другой в Астане. Мальчики, вы странами ошиблись. Там Украина без вас под пяткой Володи загибает. Мужик, ты повестку не взял. Один все приезжих в хачи записывал, мусульман за людей не считал. Хуяля, блядь, я... Кель, как тебе кстати в Казахстане? Не сильно страна отстала. Да вообще отлично, если... Ну, я Евгену это писал, но могу поф... Ну, кипуху. И болевая религия пережиток прошлого. Чем более религиозная страна, тем более она отстала. Ну, Казахстан не является типа какой-то мега крутой страной. Расскажи в следующем ролике, каково это, примкнуть к братьям нашим... Ебать. Знаешь, вот этот ролик, я понимаю, Евген здесь ничего не имеет в виду, но сейчас он меня реально выстебывает за ролик. Вот в этом ролике какой-то депутат просто, ну, скажем так, на Северном Кавказе женщину шокером избивает просто так. Избивает и кричит на нее. И он сейчас меня осуждает вот за эти действия. А в ролике до этого, вот, который он показал про мусульман, типа он меня осуждает. Блядь, я дисклеймер добавлял. Я очень четко, аккуратно выбирал слова. Я прям помню, я понимал, про что я снимаю. И я говорил, типа, я имею в виду террористов, блядь. И каких-то радикальных представителей, которые переходят там вот к каким-то физическим действиям. И он сейчас вот это просто это изворачивает и выставляет, как будто я там, блядь, людей ненавижу. Какой-то национальный... Блядь, мне вообще похуй. Блядь, нахуя вам под конец такое говно засунуло? Не забудь про фирменную музычку в конце. Всем Иисуса. И вроде даже... Ну, это смешно, типа, по-моему, было на тот момент. Ну да, ролик, типа, этот действительно плохой. Я его поэтому и скрыл и переснял потом про религию. Ну как скрыл? Вот там наебнули еще. Вот. Я не просто так его скрыл. К чему да ёб, блядь? Вот опять да ёб, потому что автор сам скрыл, потому что, ну, он поменял свою позицию, о чем я говорил неоднократно. И Евген это слышал. На первых порах тоже за Россию был. Целый ролик про... Я не был за Россию. Я очень четко осудил СВО, но я осудил русофобию. Ну, вернее, я осудил СВО и русофобию одновременно. Это, ну, блядь, Узиву спросили. Ой, блядь. Русофобию снял. Не буду рассуждать о том, кто прав, кто дебил русофобия. Подписчики заставили. Я молчал все это время, и меня обвиняют, что я кому-то продался. И ты... Блядь, чел, опять вырвано из контекста, что за хуйня, вот этот кадр, который я молчал все это время, меня обвиняли. Блядь, я там четко говорю, меня обвиняли те и те, блядь. Каким образом меня заставили подписчиков? Меня хуесосили обе стороны. Блядь, даже если бы не реагировали. Че, к чему? Ну, это... Я вообще в ахуе, на самом деле. Ну, в реале можете открыть просто сначала ролик и убедиться, что, ну, не так, как он преподносит. Тейки про 8 лет присутствовали. Что думаешь про ЛНР и ДНР? И получаем ответ... Блядь, я тейк про 8 лет юзал, оказывается. Не в рофильной форме, ни в коем разе, блядь. Как какого-то пиндоса доебался. Твет. Вот изыд. То есть, блядь, вот изыд. Второй типичный нытик приспособленец. Все имущество распродал на эмоциях. Набрал рекламу скама, чтобы хоть как-то выжить. Набрал рекламу скама. Ты уехал в отпуск? Я не... Ты же не брал рекламу, блядь. Мне из тех долбоебов, которые уезжают за... Зачем разбираться? Мне даже как-то грустно. Страницу начинают чувствовать себя там в безопасности и начинают супер-мега открыто говорить какие-то достаточно жесткие политические вещи. Сейчас реально у многих из вас может решиться... Блядь, чел, мобилизация нахуй началась, людей, блядь, пацанов забирали, блядь. Ну, типа, ну, мне кажется, это из ряда вон выходящий случай, блядь. Ну, типа, пойми, у меня тоже терпение, нахуй, не бесконечное. Ну, сорян, нахуй, ну, блядь, реально, блядь, чел, иди нахуй. Судьба, а у кого-то она может оборваться, нахуй. Доверять, как бы, в данном случае уже не особо стоит. Нужно прикрывать жопу, скорее. Верить в лучшее. Блядь, вот на самом деле, я даже что-то про Казахстан снял, где-то что-то не говорил. У меня друзей много, которые в Казахстане, даже родственники в Казахстане какие-то есть. Ну, типа, такие, просто живут они, как бы, русские. Друзей дагестанцы есть. Блядь, всем вообще похуй доебывается. Даже какие-то радикальные представители до меня не доебываются. Там, стоя нахуй, бля, ебало, отпыздить, вот эта классическая хуйня. А вот Евгена это прям давит. Что, блядь? ...на готовится на... Чего мне бояться? Если для Родины проблема, что я, как гражданин, поехал в другую страну, где я нахожусь абсолютно легально, что любой адекватный человек понимает. Что? Возможно, это проблема с Родиной, а не с одной, блядь? Чего мне бояться? Ну, типа, там вас Педипай. Бля, можно я просто гляну, что за статья 285? Не за то, что я мем запостил. Был, я люблю Педипай. Чего мне бояться? Злоупотребление должно... А вообще Родина, Леонид Олегович... Подожди, что он тебя за статью вкинул, блядь? В 285-ю. Может, там часть какая-то. Но написано здесь, злоупотребление должно с нами полномочиями. И 205-2 еще какая-то. Ну... Чел тут решил в Дианончика, кстати, поиграть. Хотите, рофл, типа? Ну, типа, мне как бы похуй, я уже не так выгляжу. Это очень древняя фотка. Справа сверху, если видите волос. Да там не видно нихуя, блядь. Ну, там нихуя не видно. Это моя очень старая фотка, когда еще, наверное, младше тупизма был. А вот это действительно моя. Все остальное, типа, то, что у меня на страничке старое, ну, типа, не я. А, ну еще пиздюки вот эти. Как Егор, Виталь. Так, секунду. Бля, короче, чел, вообще всех сюда впихнул. Как нахуй ты в такое вляпался? Хуй ты под конец накидал он патриотично. Вот с одной стороны кац, а с другой такой патриот, как его. С моста бы премьера взорвал. Я раньше блондином был, потом почему-то у меня волос потемнел, и наполовину какая-то хуйня. Типа лицо, в статье 47, реклама геймпасса. Показывать там фамилия, имя, отчество, это вполне нормально. Это, если что, сейчас не угроза, а то вы там любите байки рассказывать, что вас бедных отпиздить хотят. Я не буду поднимать старую хуйню и рассказывать про то, что было, потому что мы, в принципе, с Евгеном замяли этот момент, и я думаю, нахуй его поднимать лишний раз. У нас уж связи у вас имеются, спросите, пожалуйста, у людей из ЧВК Вагнер, как называют кавказца, который топил за нацию, только дайте повод. А потом эту самую нацию кинул, бежа в страну, где в самом разгаре точно такой же вооруженный конфликт. Как называют кавказца, который засовывает язык в жопу. А потом рофлил над этим и гордо рассказывал о своих приключениях. В промежутках за пару сотен... Рофлил над этим и рассказывал, чего, блядь. Один рублей надевал розовый паричок, закладывал микрофончик как можно глупше. Как называют человека, который глумится над трагедиями, унесшие чьи-то жизни. Как называют человека по имени Егор, который... Прямо вот эти фотки, давай даже отмотаем. Это моя старая страничка. Типа, у меня к ней есть доступ. Но типа, я настолько еблан, чтобы не удалить свои фотки. Но это не мои фотки. И почему они... Он же сейчас... Я это воспринял, как будто он выставлял это как мои фотки. Это правда? Я так это принял? Вот до этого... Я не знаю, просто как отмотать. Давай еще раз. Сотен рублей надевал розовый паричок, закладывал микрофончик как можно глупше. Как называют человека, который глумится над трагедиями, унесшие чьи-то жизни? Как называют человека по имени Егор, который... Это вот фотки. Видимо, он позиционирует, что это твои фотки. Я хуй знаю. Блядь, это мой чувак знакомый. Мы в школе учились тогда, классе, я не знаю в каком. Типа, мы пиздиками были. Типа, ну это не я, очевидно. Моя фотка, это вот там, где волос такой. Это единственная моя фотка, которая существует в интернете. Он скажет, жарил шашлычки на кладбище. Показывает вот эту фотку. Вот смотри, у меня в сохраненках на старой странице, которую я забросил, типа 758 сохраненок. И там все сохры, это какая-то лютая хуйня, вот типа вот этого. Ну и типа я довольно маргинальный долбоеб был. У меня там и телки какие-то. Ну, похуй. Типа, как вот на 668 сохраненке ты понял, что... Ты бы понял, что челы... Блядь, что как будто это я жарю шашлыки на кладбище. Ебаный рот. С чего он это взял, что это моя фотка, блядь? Это просто в нете какая-то рандомная хуйта. Поверьте, чувак, если бы я жарил шашлыки на кладбище, вы бы об этом уже знали. Я хуй знаю, откуда это берется. Да, блядь, просто все... Я даже не знаю, как это аргументировать. Типа, это просто где-то среди миллиардов сохраненок. Там, блядь, есть сохраненки, где дом горит, я не знаю, где там пиво какое-то стоит. Но не мое, это просто сохраненки, блядь. Спросите, как они относятся к людям, которые выходили на митинги против действующего президента. Как публично его высмеивали в с... Блядь, а что плохого в семнадцатом году? Ты высмеивал президента? Ты выходил... Ебать, чувак, как мне с тобой теперь общаться? Ты же либерал, оказывается. Я тоже госсоциациям. Просто в семнадцатом году типа... Вот эти ролики причем, блядь, даже не мной сняты. Все же любят президента челча. Я там был, типа... Блядь, в семнадцатом году мы, будучи там шестнадцатилетними пиздюками, или сколько нам было, если не меньше, мы просто идем в какой-то митинг. Ну, типа, мы пошли порофлить, блядь. Там даже видосы, если посмотреть, там есть ролик, где мы просто на митинге стоим в углу, прыгаем, орём. Там жопа, какую-то хуйню толпой просто орём. Вот это мы митингующие, вот это мы, блядь, мы тысячи пиздиками. Кель, но лично Евгена-то оскорбил тем, что действующего президента высмеивал. Ну, на самом деле, я сижу, оправдываюсь. Фак. Пиздец. Роликах. Дед, пей таблетки. А потом в спешке, когда запах возжаренным, эти ролики удаляли. Начну с антуража знакомому каждому. В смысле, удалён. Подожди, канал Кель, ролик, в котором там что-то про президента было. Вот этот ролик на канале сейчас. Почему он удалён? Ну, типа, я бы его скрыл, кстати, на самом деле, потому что у меня позиция поменялась. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, это тот самый ролик. Да, 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 вот он. Бля, может, я перепутал с каким-то, которым он говорит. Извиняюсь, если перепутал, но... Бля, я не скрывал специально какие-то ролики. У меня, если ролики какие-то скрыты, это вот конфликт там со Стасом, потому что я, ну, понимаю, что ты там по тейкам еблан полный. Я их скрыл, потому что поменял позицию. Что там плохого? Ладно, давайте... Бля, из нас. Обосранные хрущёвки. Гейль, очень удобно было перед поездкой скрыть ролик про... А в чём проблема обосранных хрущёвок? Почему перед поездкой я скрыл ролики брать наши меньше? Вот этот ролик, он скрыт ещё года два или три назад, типа, я не знаю, не перед поездкой, а назад в ГУЛАГ, я не знаю, если его... деды проиграли, это не мой ролик, или чё, это вообще не знаю. У тебя в душе 3.0. Это, по-моему, может, это не мой ролик, может, что-то попутаю, хуй знает. Назад в ГУЛАГ, я его скрыл, но если надо, значит, скрыл, потому что хуйня, как и про Стаса, я скрывал. Нет, назад в ГУЛАГ... А, нет, он скрыт, действительно. Похуй. Все явки пароли, блядь, есть, всё, тебя поймали. ГУЛАГ, ты ведь настолько идейный и верный своим принципам. Ну, вроде... Блядь, чел, мнение поменять не может. Я даже объяснял много раз, типа, я бы его переснял просто, потому что я был, ну, хуйню нанёс. Не топили за это всё время, но, тем не менее, ничего делать не хотят. Отстаивал эти идеи, ну, типа, буквально. Ты поддерживаешь мобилку. Ну, ты сам, блядь, не идёшь. Два, блядь... А в чём здесь противоречия касательно меня, чел? Я поддерживаю дальше свою позицию. Я осуждаю СВО, я осуждаю русофобию тем же самым. Я, блядь, я поддерживаю свою позицию. Типа, блядь, я занимался какой-то волонтёрской деятельностью в отношении беженцев, блядь. А тупизм, который за эту... Почему предъява-то была, блядь, тупизм? Потому что он нихуя не делает. Он даже волонтёрам обычным не хочет. И он отстаивает, топит за мобилку, но при этом, блядь, раз ты топишь за мобилку, наверное, ты можешь и пойти, блядь. Ну, чел. На мой взгляд. Ну, он топит, но не хочет особо идти. Я это сразу же осудил. Я её поддерживаю по-своему, там, какой-то... Блядь, нахуй я им этому солью, блядь, чуваки, извините, что-то я душить начал. Блядь, либеральных клоуна. Вы смеётесь над российской пропагандой, осуждаете Z-патриотов за их взгляд и даже не замечая, что поддерживаете всё ровно то же самое. Иначе мне не ясно, чем тот же ваш лучший друг Игорь Линк отличается от Соловьёва. Бля, мы узнали, кто виноват. Игорь Линк, блядь, опять он, он... Ты где, Игорь, блядь? Он на нас влияние оказал, уёбок, сука, Игорь ёбаный. Опять, опять Игорь Линк. Не, правда ради, я понимаю, мы с какими-то вещами с Игорем не схожи, блядь, ну что, если у нас какие-то несхожести в позициях, бывает мы что, должны... Блядь, всё, Игорь, мы с тобой не общаемся. Это страна, за которую он и вы выступаете. Лёня, мне кажется... И за какую страну мы выступаем? С какой реально? Я всегда был за США, на самом деле. Они делают пиздатую Кока-Колу и охуенную Call of Duty. А, то есть ты вот это... Я США натовец, да. Ты забыл, откуда ты родом и кем ты всегда был. Жалкий приспособленец. Мне... Блядь, просто, Евген, объясни где-то, что? Мы должны брать автомат в руки и идти... Блядь, извините за духоту. Просто я реально не понимаю, воевать против, блядь, своих же, по сути? Ну, для меня там родственники, блядь, вся эта хуйня. Как, блядь? Что за хуйня? Как у него это в башке, блядь, нахуй лежит? Блядь, давай уже досмотрим это говно. Мимый и ведомый терпила, продажный лицемер и двуличный 30-летний анимешник, ютубер, блядь, по твиттеру. Если пиздеть без умолку... Бля, он все еще обижен за фрифайерщика, сука. ...на стримах для тебя это игры. А мне, Ленечка, искренне тебя жаль, что ты не можешь записать по ним очередной геймплей. Дед пидор, ха-ха-ха-ха. Евген. Короче... Иди нахуй, чел. Но больше всего напрягает либеральная тусовочка таких, как ты, уёб... Бля, мне нравится, как сейчас все, кто против убийства людей записывают в либералы, блядь. ...кав жалких... Блядь, много кто правый. Я серьезно говорю, есть много правых чуваков, которые даже медийно известны. Блядь, они поддерживают эту хуйню. ...пацифистов спустя эти восемь лет возникших так негаданно внезапно. И вот посъебывали из страны элита наша. Лучшие умы, куда же ты, старик? Аксимирончик, вон, например, дает... Блядь, чё это за говнорэп, ёбаный, блядь? ...поддержку сатане благотворительный концерт. Ради бога, это ж кощунственно после отечественной, ну не дать еврею... На самом деле, я готов вступать в дискуссию насчет этих тем только с человеком, который это напишет, который уже поучаствовал там, вы своего образа за Россию, типа, у человека, может, своя позиция, он готов ее отстаивать, с ним можно общаться. Так я не вижу человека, который занимается тем же самым, бегает в повестке, так же, как и мы, по сути, все. Ну, мне, конечно, повестка не приходила, не придет, но, типа... Вообще этого не понимают. Тем же самым же занимаешься. О, хоть что-то дельное. В натуре, блядь, да, вот мы поддерживаем. Блядь, как это, нахуй, он эту песню подставил? Я извиняюсь, не хочу оскорблять, но что за хуйня, блядь? О, боже, мы добрались до конца, нахуй. Как он, нахуй, это приписывает? Вот что за хуйня? За нашу терпимость, спасибо. Чел, мы, походу, с тобой поддерживали, видимо, бомбардировку этого, блядь, в Сербии, когда она там была. Да и Ближний Восток. Блядь, я не знаю. Да, Ближний Восток там был, извини, не про Белград. Ой, блядь, сука, насколько бездарно потраченное время, нахуй. Блядь, типа, не знаю, Евген будет слушать, но если реально, чувак, очень плохо, ну, извини, я, типа, искренне это говорю, но, типа, это поздно. Блядь, чел, если ты кому-то давал посмотреть, они сказали, что это норм, блядь, не обещайся с Татьяны, ебали, они не твои друзья, чел, блядь. И хуй забили. Они не смотрели. Это же концовка, я не знаю, это какой-то шиз, блядь. Я не Белгород сказал, а Белгород. Эм, блядь. Охуеть, как. Блядь, чуваки, которые с нами это досмотрели, я бы вам каждому пожал руку, вот честно, который сейчас здесь. Пиздец, я нахуй даже не представляю, что мы до 3 часа, до 3 часа ночи это говно смотреть будем. У меня уже 6 утра. Ты прикинь, перезаливщик бедный, который этим будет заниматься, чел. Блядь, это полный пиздец, блядь. Спасибо тебе просто. Если ты это еще сделаешь в ближайшие дни. Блядь, я просто в ахуе. Не, это знаешь, не одно из тех видео, которые... Не, если бы вот он закончил после всей хуйни, я бы сказал, ну типа, тройка за старание, блядь. Но это... Я бы тоже что-то покритиковал, но вот эта концовка, она прям добила, типа, это прям какой-то концентрат непонятный. Да, то есть, типа, то, что ты жарил там шашлыки на могиле, блядь, потом что-то... А как бы Вагнер... А что бы Вагнер сказал про вас? Блядь, чего нахуй? Ты что, ебаный? Блядь, даже те, кто в чу-чу ваку... Блядь, ты нахуй это объяснил. Типа, блядь. Ты понимаешь, что вот это просто памятник к самому бездарно потраченному времени на монтаж и создание видео, блядь. Два часа... Нет, типа, монтаж, ну видно, материала, пиздец, через него прошло. Но как он это подал? Под какой призмой? Под какой-то вообще... Обрезанный контекст. Пиздёж без доказательств. Или видосов, которые подтверждают то, что он говорит, блядь. Просто бесконечное количество говна. Психа шиза теории про то, что мне платит Майкрософт, про то, что я делал какую-то гус-рекламу, блядь. Доёбы до того, что я не делал, но типа рассматривал варианты. То, что я сделал какую-то интеграцию, вернул бабки и извинился. Но я же это сделал. Но я не раскаиваюсь достаточно за это. Блядь, такая духотища. Я вот единственное, за что респект могу здесь кинуть, но типа это заёб через то, какой материал он обработал через себя. Вот это единственный балл, потому что, на мой взгляд, ну типа действительно вот эту инфу обработать, попытаться даже как-то подать, это много времени. Чел, большая часть того, что он сделал... Проблема в том, как ты её сделал. Большая часть того, что он сделал, была спижена с других разоблачений. Да, это я уж не знаю. Это я сужу так чисто. Он просто забил ДП-47 разоблачения, все ролики посмотрел и, блядь, спиздил всё. Я на будущее просто скажу, не знаю, Евгену остальным, чувак, если будете ролики ещё снимать. Я, наверное, вообще к этому не буду реагировать. Я, наверное, да, с мне тоже этой хуйней хватит, если честно. Типа да, будут писать, очевидно, опять не отвечают, значит, слились. Блядь, нет. Я думаю, для всех доказательств, что дед смотрит на себя все разоблачения, что я, блядь, отвечал вообще там, лакамным, фулл-ноунеймом. Ну что ещё по одной? Всем подряд. Ну просто, блядь, ну вот такое, это реально тяжело. Ждём вторую часть, Евген, короче. Да нихуя не ждём, блядь. Блядь, ещё, можешь ещё... Да он даже если бы полгода видос сделал, вышло бы то же самое, потому что все неточности, все вырезания из контекста были бы максимально намеренно сделали. Это грустно. Ну опять же, без негатива. Да. Но я вот не понял, как. Особенно, когда он там статьи какие-то начал предъявлять, типа, уголовного кодекса, это вообще полный пиздец был. И что-то можно ещё дисом на келе шлифануть. Ты хочешь, чтобы тут все сдохли, блядь? Рейден. А давай, ебать. Ластецкую, так сказать. Давай я закину сейчас. Кель. А я могу закинуть? А, не знаю, я уже закинул. А, я даже нашёл. Ну ладно, давай ты. Так, как это сделать? Открылась? Добрый день, папышек. Если что, я не пропал, я приболел, я не знаю, уже с недели откисаюсь с температурой, без симптомов вообще. Я, кстати, у него в телеге видел, я не знаю, да ёп это было или нет, типа, почему, он вопрос, все заболевают, когда он выпускает ролик. Ты тоже заболел. Да мы просто боялись его пиздец. Да, мы так обосрались, мы вот все эти три недели, мы срали под себя просто. Блядь, на всякий случай уточню для Евгена, который, если вдруг, за границей мы срали не смотреть разоблачения, дед его не смотрел, потому что я попросил не смотреть, если что, просто я этого... Ролик был про маразма, а ответки делают все, кто угодно, кроме маразма. Ролик делать забейте вообще подавно. Здравствуй, дядя Кель. Как погода в Омске? Как там дядя Лёша? Уже ждёт в Европе. Как там мама псина? Отпускает сына. К Игорю на поем... А чё за мама псина? Я не знаю. То есть он твою мать псиной назвал? Да я хуй знаю, что она мил в виду. Борец за справедливость, равноправие полов. Кто такой, как друг, кнопочный герой. За свободу слова, против фемок и дедов. Атеист, феминист, либераха, анархист. Ущемлённый с детства, униженный со школы. Видишь эти фотографии, которые, кстати, мы уже видели многие... Да. Даже в 10. Челкасты уебану, воспитанник Шевцова, обиженный весь мир. Почему щелкасты? У меня нет фелкастов. Ты лишён мне привилегий. Ты первый эль в Вальхеме, родившийся с пиздой. В России всё в твоём... Про Вальхем я в тот момент, я так понял, он начал следить за моим стимом. Я Вальхем играл тогда с Зилой. А почему у него такая концентрация наебли в жопу? Поедешь к Игорю Линку на ПМЖ и ебаться в жопу. У тебя там типа... Может, он тоже базированный? Наебли в жопу. То есть, типа, что за концентрация наебли в жопу? Это какие-то скрытые желания, блядь, я не понимаю. Ты тебе в честь, ты не приносишь прибыли сутенёры в ахуе. Борец за справедливость на квартире матери. После ебли плачет. Разделите на двоих. Ваш шоп. Ты за свободу слова предъявлял хардплей. Моразмы осуждал и угорал над Вовой. Бля, его сильно заебывает, чё, что угорал над Путиным пиздец. На Вовой. Он... Это какая-то нить. Она прослеживается, блядь, на полгода, чё. Его очень... Да, возможно, есть... Ну, на самом деле, это хуйня, муж. Но я замечал, чувак, подписчик Познякова, довольно активный, как я понял. Это... То есть, он большой фанат Путина, я понял. Тебе о чём-то говорит? Ну, да. Пояснений, без проблем, мужик. Но под твоим видосом удалены все наши комменты. Мам, садистов, пишите... Бля, это такая хуйня, ты помнишь? На меня, короче, рейд он устраивал. Прям подготовленный рейд и телегой. На ютуб-канал мой. На мою телегу. И мы узнали только через пару дней, что на нас был какой-то рейд. Они, короче, спамили, а их бот просто захуярил автоматом. Ну, потому что, когда там три одинаковых сообщения, тебя бот, короче, в бан отправляет. И бот их, короче, за спам ботов засчитывал и просто выкидывал. И мы через пару дней, когда я уже узнал, кто такой леген, заходим в его телегу. На нас были какие-то рейды, оказывается. Я, типа, модером пишу. Они такие, что, рейд? Что? По логам давай смотреть. Типа, реально, там что-то удалил бот. Сука, блядь. Спасибо большое, чел. Задонатил 210 рублей. Если у него есть жена, то она самая грустная жена на свете. Копейка на спереди. А то не местник. Уже мозг отключился. Не стои почти 40-летнего нищего либераста. Блин, че за пиздец. ...от его канала. Он обманщик на цикле, цимер, сексист и скамер. Фурибайтер подтвердит, что я вам сейчас не вру. Да, он тоже ебанутый, но об этом промолчил. Ты проверил, дол... Фурибайтер ебанутый, кстати, да. Да ведь? Если что, в конце разоблачения, рэп был. Это он читал. Это никакой. Но у ним трет из интернета. Я с ним лично пообщался. Это отец Евген сделал трепщик. Братан, мне тут передали, что рэп в конце разоблачения писал сам отец Евген. Серьезно? Ебан. ...обоебу, не обратив внимания, сообщение... ...молотаубик из Берсерка меня... ...в телеге годовалой давности вырвано с контекста без сообщений Байтера. Но зачем нам это? Ведь шкалеры и так все схавы. Аниме для пидарак. А, Байтер. Ну, сейчас в данном контексте я не слежу за его контентом. Я не знаю, что он делает, но в личном диалоге мы так списываемся. Где-то можем раз в месяц что-нибудь чуткнуть. Не вижу вообще ничего. ...савкер не отрицает. Адольф красавчик, а вучата украшает. Третья реп... Просто мне сейчас, я опять, что бы ни сказал, мне к нему в кореша запишут во всю хуйню, типа... Это рофау, это не считается. Так сказал Шевцов. Я им вдохновляюсь. ...изнабол. Кенни, я прекрасно понимаю, что ты боишься публично упоминать мое имя. Главный страх Кенни. Потому что так огромнейшее количество народу увидят мой видеоролик. Поэтому... Я так обосрался. Бля... Давай там бегом, выздоравливай. Мне ответку не сделал потом. ...возвращайся в строй. Ты ведь пацан с Омска, а в Омске принято отвечать за базар. Бля, чё у него за хуйня? Ты же пацан из Омска. В Омске принято отвечать за базар. А что скажут кавказцы про то, что что это за хуйня у него, блядь? Он типа... Как он себе мир представляет? То, что везде какие-то, блядь, типа нацуки и прочие живут, я хуй знаю. Ты что, типа, за какой-то хуйню в интернете тебя там линчевать будут, блядь? Мы тут всей бандой, понимаешь ли, сидим... Нет, в Омске принято закладки на территории школы не делать. Дим, надеемся, ждем вторую часть от тебя. А ты нас... Что мужики-то скажут, чёл. Расстраиваешь, братишка, не надо-то. Ты просто вынуждаешь меня сейчас сесть и снять еще один ролик. Человек живет в 90-х, на... Бля, а вдруг он реально снимет вторую часть, ты прикинь, блядь? Сказать тебе еще раз. И у меня к тебе еще один вопрос, кей. Кто будет первый? Ты или я? Даю тебе ровно 24 часа. Блядь, не в курсе, что я этот ролик увидел где-то через пару дней, короче. После того счетчика я даже не ебал об этом. Кто такой ебал. Даю тебе 24 часа на публичный ответ. Просто в тот раз, так бы я, может, раньше увидел, мне так похуй было, тогда большим прям задротил. Ну типа, чё, это пиздец было. Я в телеге на ютубчике как хочешь. Ну или можем зайти побезетить в дискорд, не без разницы. А то клеветал там маразма, навешивал вообще маленьким детишкам. Мне это не нравится, братан. А как только что-то вышло на тебя, засунул язык в жопу. Чё-то как-то не по-пацански, братан. Я жду твой ответ. Отец Евген на связи, ёпт. Здравствуй, дядя Кель. Как погода в Омске? Как там дядя Лёша? Уже ждёт в Европе. Как там мама псина? Отпускает сына. К Игорю на ПМЖ целоваться в жопу. Не, можно было бы, конечно, в формате там полуподкаста какого-то толбануть, там пруфы, чтобы сверху налепить. Даже было бы лучше. Ну понимаете, там если это делать, там скажет кто-нибудь «Эээ, опустил важный пруф, специально умолчал». Блядь, естественно, какие-то пруфы ты упустишь, потому что они ущербные. А тебе всё равно скажут «Ээ, я специально упустил». Ладно, вот в чём, ну бля, просто в этом голосовом я прям говорил, по-моему, что ответка всем будет, которая вам вставляет. Просто подождите, я вылечусь. Ой, блядь, такая хуета ебаная, блядь. Ну слушай, вот разоблачение Натя, по-моему, то, что он на меня делал, посильнее было даже, ну так, чисто. Ну да, да, да. На Тя что-то прям вообще грустное. Бля, я же рофлю. Просто, бля, до меня ещё как-то можно доебаться, действительно. Мистер Паскаль, спасибо. Я лезу туда, куда не надо, а ты, блядь, ты очень добрый чел на ютубе, прям. Ну я просто нахуй его послал. Я не знал, какие последствия после этого будут, блядь, что-то, сука. Давай, короче, соберёмся с Евгеном, все втроём сядем и поиграем в Free Fire. Как хуенно было бы на самом деле. Да, да, наверное. Когда-нибудь... Он у нас выебал. Как ты в Call of Duty, только во Free Fire. Думаешь, он ещё играет в эту хуйню? Бля, ролики же про Free Fire выходят на канал. Так он же просто переозвучивает какие-то юмористические хуйни. Да? Да. Там какие-то, блядь, то ли корейские, то ли китайские видосы, он просто их переозвучивает своей смешной озвучкой. Да, Колобанга, чё, где там анимации смешные? Будь здоров. Спасибо большое. Бля, я думаю, пора заканчивать, я нахуй не такой просто, блядь. Я тоже никакой вообще сижу, мне как будто ебали просто в голову морали. Это был полный пиздец, чел, я не знаю, блядь. Те, кто с нами досидел, вы красавчики. И ещё раз спасибо большое за донаты, кто остался. Это беспрятный. Да и в целом просто за то, что просидели с нами. Да, пацаны, спасибо. Бля, лучше не звоните больше. Not better. Кол, блядь. Ну, а, гэс, спасибо всем, кто смотрел. Не забудьте перед уходом лайк поставить, залететь в телегу, я не знаю. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Всем пока. Давайте. Удачи. Да.